Первая иглаушка. Если кто-то захочет поддержать канал, ссылочки есть в описании, а мы начинаем! Город короля демонов. Прошла уже целая эпоха. За это время столько героев приходили сюда сразиться со мной. Белмонд, владыка демонов, царствующий тысячу лет. Сто лет назад. Уничтожу героя огненного элемента, используя ледяное пламя. Девяносто лет назад. Уничтожил героя огненного элемента, используя утопление кипящей водой. Семьдесят лет назад. Сдул героя воздушного элемента, используя заклинание первозданного вихря. Пятьдесят лет назад. Похоронил героя земляного элемента, используя магию чистой земли. После этого ни один герой не должен был осмелиться вторгнуться в мои владения. Хм-м-м. Мы наконец-то встретились, Лелмонд. Вот и-ка... За все эти годы вы так и не усвоили урок? Против меня, постигнувшего все основные элементы, у вас нет ни единого шанса. Мужчинам так нравится заблаговременно хвалиться своими способностями. А пока не проверим, не узнаем. Битва столетия длилась 7 дней и 7 ночей, пока. Моё тело взято под контроль неизвестной магией. Проклятие, как такое возможно? Моя сила испаряется. К какому элементу относится эта магия? Это метод парной культивации. Король демонов, сто лет не знавший поражения, наконец был повержен героем. Имя этому легендарному герою – Илья. 50 лет спустя. Ну что же, перед вами расположен главный гвоздь нашей программы – город-музей короля демонов. Ах, наконец-то, сможем увидеть героя и короля демонов, госпожа Омо! Все верно. Дружеское напоминание. Экспонаты запрещают затрогать. Омо. Рейцарь королевской семьи. Это и есть этот самый король демонов. А после того, как его запечатали, он превратился в статую. С тех самых пор на материке пристало, наконец-то, воцелил мир. С тех пор на материке пристало, наконец-то, восстановился мир. И все это случилось благодаря великому герою Ильи. О, какая я красивая! Когда я вырасту, то тоже хочу стать таким же человеком, как госпожа Герой. Теперь давайте пройдем в следующий зал, ребята. О, точно. Поскольку госпожа Герой проявила милосердие, демоны получили возможность жить вместе с нами. Рога являются их специфической чертой. Ах, что ты делаешь? Ах, ах, ах. Однако, их врожденная магия была запечатана так же, как и король демонов. Теперь у них нет возможности творить зло. Ну, а теперь давайте продолжим нашу экскурсию. Черт! Да, круто! Лучше осталось лишь выдержать до вечера. А? Средство для усиления магической силы. Слюна демонического дракона. Спустя пятьдесят лет я наконец-то собрала нужное количество. Этот день настал, господин Белмонт. Это единственный шанс. Вот она, давно забытое ощущение магической силы. Что? Ох, ах, 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 ах. П-п-получилось? Ох, ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Ах, наконец-то я дождалась этого дня! Дня возрождения короля демонов Белмонта! Такое чувство, будто я проспал сотню лет Вы? Вы же господин Белмонт, король демонов? Да, это я А кто ты? Этот взгляд! Пусть он выглядит как шестнадцатилетний юноша Но аура и харизма вокруг него Господин Белмонт, это и правда вы! Я Лайси! Лайси? Скажи-ка, а с какой целью ты выдаешь себя за Лайси? Откуда Лайси взялась? Откуда у Лайси взялся таким большим? Господин, это правда я? После этого сражения демоны потеряли возможность использовать магию А внешность многих из них претерпела изменения С тех самых пор мне приходилось маскироваться И в то же время заниматься сбором всего необходимого И дожидаться дня вашего возрождения, господин Как же я тоскую по своей стройной фигуре Так, значит, эта внешность связана с магическими изменениями? Кстати, та женщина В тот раз она использовала магию неизвестного элемента, чтобы запечатать меня Это не важно Днем лишения нашей расы пришел конец Несмотря на то, что вы еще не восстановили свои силы Пока ваше сердце бьется, вы сможете возглавить нас Я отказываюсь Что? Сейчас у меня на уме другие дела О, неплохо видишь, да? Что? Что за дела мог быть важнее возрождение расы демонов, господин? Я тысячу лет был владойкой демонов И уже давно устал от этого Кроме того, сейчас все живут в мире и зарабатывают своим трудом Разве это плохо? Как так можно? Мы сами виноваты Мы так сильно трепетали перед силой короля демонов И совсем забыли, что по нашим меркам он все еще юноша Господин, тогда по крайней мере Расскажите мне, какую магию использовал героиня, чтобы запечатать вас Быть может, если я узнаю ее название, мне удастся найти какой-нибудь способ Извиняюсь, ребят Технические неполадки Ладно Помнится Мне магия, которую использовала та женщина Что за магия? Это своего рода ритуал обмена жидкостями рот в рот На зоне этой неизвестной магии парная культивация Ч-ч-чего? Тогда что вы ощутили, когда ее использовали против вас? Хм, было такое чувство, будто кровь во мне Во всем организме я сосредоточилась в определенных местах Это было болезненное ощущение, которое сложно описать Черт, как же это было? В определенном смысле, для короля демонов это и впрямь неизвестная магия Днем у меня возникли лишь подозрения Не думала, что кажусь права Это ведь тот рыцарь королевской семьи, которого я видел днем Легендарный король демонов Гений, владевший с теми четырьмя элементами Никогда бы не подумала, что вижу, как демоническая традья воскресит тебя Плохо дело Господин Белмонт, скорее уходите Ласи, эй, ты в порядке? Со мной все в порядке Господин Белмонт, скорее убегайте Эй, эй, тебе не кажется, что сейчас не время переживать за других? Не смей недооценивать мою магию воздухом Вот же, уровень магии годится лишь для детских зубов Теперь моя очередь И забыл, я не могу использовать магию Господин Белмонт Так это и есть человеческое тело Его слишком просто швырнуть Разумеется, когда госпожа Илья запечатала тебя У тебя не осталось даже крупицы магических сил А похоже, в скором времени меня ждет повышение в должности Господин Белмонт, это моя вина Я не смогла должным образом скрыть магическую силу Теперь остается лишь Ласи, она только что называла нас демоническими отродьями За эти годы И с демонами все время обращались подобным образом Так, Сани Спонсор Волшебник Три месяца О, привет, привет Да, три месяца прошли незаметно Да, да, господин Несмотря на то, что опубликованный закон гласит Что раса демонов обладает таким же статусом, что и другие расы Но большинство людей, подобных ей Отказываются принимать наше существование Ах, вот значит как Но это еще не конец Господин, за эти годы я изучила немало человеческой магии У меня должно получиться выиграть немного времени Все кончено Я порублю вас на куски А затем доставлю в ратушу Такой себе план Полагаясь на эти крупицы силы Ласи Преводится лишь пушечное мясо И умрет понапрасну Проклятие Я только пробудился и не могу Позволить вновь заточить себя Вот же Неужели от магии четырех великих элементов Сейчас вообще никакого толка Стоп А это неизвестная магия Ласи Да, господин 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 Кажется Получилось Единственное Что было при мне за эти пятьдесят лет Метод парной культивации А вот же Вы все еще на ногах Отребе Сгори До тла Что это за магия Это сила Которую Герой Использовал Чтобы запечатать меня Радуйся Что я еще не до конца В ней разобрался Иначе ты бы уже сгорела Заживо Герой Так это была секретная техника Госпожа Ильи Как демонческое отродье Смогла использовать Настолько Высоко Уровневую магию Эй Демоны Вовсе Не требья Лайси Я здесь Господин Я собираюсь Снять печать С расы демонов Серьезно Это замечательно Господин Отведи меня В место на материке С наибольшим Количеством Представителей Противоположного Пола Что Для возрождения Расы демонов Я собираюсь Использовать Метод Парной Культивации Да Герой у нас Не так Прост Мне кажется Он распробовал Метод Парной Культивации И он ему Очень понравился Вторая глава Продолжаем Роуз Город Названный В честь Героя Ильи Ильи Роуз Бывший Некогда Столицей Короля Демонов Он превратился В крайне Оживленный Город Под властью Лидей Если у тебя Есть деньги Ты можешь Удовлетворить Все свои Нужды Все Нужды Дорогой Братик Некому Некогда 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 Мне нужны Все Чего Наш дорогой гость В самом деле Проницательный Прошусь сюда Вот же Мужчины С представителями Разных Рас Можно будет Сравнить Действия Эффекта Этой Магии Дорогой Клиент Внутри Незачем Насить Головный Убор Чего А вот же Я ведь думала Что к нам Пришел Богатый Клиент А на деле Оказался Демонический Отбрас Как же Не везет А теперь Убирайся Отсюда Поляльше А я думала Что к нам Пришел Юный Братик Кли При Деньгах Мерзость Господин Белмонт Разве Я не говорила Вам Не снимать Головной Убор Тогда Я был Королем Когда я Был Королем Демонов Дорогие Помогали Мне Менять Гардероб Привычка Не думала Что на Своем Веку Я смогу Увидеть Такого Безалаперного Демона В Роузе Единственное Что остается Нам Обычным Демоном Это Выживать На обочине Если хотите Кого-то Винить Вините Неудачника Короля Демонов Ты Хватит Нести Ерунду Это Не имеет Никакого Отношения К Королю Демонов Спустя Пятьдесят Лет Еще Остались Желающие Его Выгораживать В чем Дело Нарываешься Этот Взгляд Ты Экзамен Как раз Состоится Через Два Дня Лайси Пошли Эй Только Не говори Что Собираешься Принять Участие В экзамене Демоны Больше Не обладают Магией У тебя Нет Шансов Это Не твоя Забота Ошибки Короля Демонов Король Демонов Исправить Собственно Рочно Два Дня Спустя У вас Нет Коллимпигации Для участия В экзамене Всего Доброго Оказывается Для того Чтобы Демон Смог Зарегистрироваться Им Обязательно Нужно Получить Карантин Обязательство От Представителя Дворянства Господин Белмонт Может Быть Нам Поискать Другой Способ Я И Прям Ни На Что Негоден Я Просто Мусор С Рогами Я И Правда Ползаю В сердце Демонов Это Это Ж Статус Ди Так Называемые Статус Ди Являются Высшей Степенью Само Отречения Короля Демонов Который Срабатывает В тех Случаях Когда Он Не Состояни Выполнить Обещание Либо Попадает В Затрудительное Положение Когда Король Демонов Сказал Что Уничтожит Героя За 10 Секунд Но В итоге Потратил На 11 Он Впал Статус Ди Когда То Он Сказал Что Королю Демонов Нет Необходимости Чистить Зубы В итоге Когда Появился Карьес Он Впал Статус Ди В этом Состоянии Король Демонов Способен Решить Реагировать На Других Используя Условные Рефлексы В такое Время Ни в коем Случе Нельзя Тревожить Господина Иначе Господин Белмонд Господин Как Вы Леди Алиса Двольно Своевольничать В следующий Раз Я не буду Сдерживаться Ройд Немедленно Пропусти Меня Алиса Роуз Вместо Того Что Обознавать Экзамен Вместе С Простолединами Господин Раль Приготовил Для вас Более Подходящий Путь Вы Целый Господин Белмонд Будьте Послушной И возвращайтесь С ума Юная Леди Ройд Сюма Я Ведь Говорила Не Упоминать Передо мной Имя Этого Человека Магический Круг Огненного Элемента Даш Феникса Без Без Полезно Леди Алиса Пусть Вы Уладаете Выдающимися Магическими Талантами Среди Своих Сверстников Но Бросать Вы Долб Не Грациозному Волшебнику Вам Не Счаст Лишкам Урона Я Заранее Улавливаю Направление Магических Потоков А Затем Идеально Избегаю Урона Кроме того Каждый Магический Снаряд Отскакивает От меня Самой Изящной Дугой Господин Снова Закончим На этом Юная Леди Ваши Атаки Безрезультатны Позвольте Мне Позвольте Мне Забрать Вас С собой И Переобучить Совсем Изуществом Откуда Выскочил Этот Чертанок Господин Этот Тип Не Вреди Другим Когда С кем Ты Дерешься Идиот И Третья Главушка Ну что Ребят Как вам Тайтл Судя По Тому Какие Тут Большие Главы Я думаю Ребят Нам Этого Тайтла Хватит Надолго Так Ладненько Не забудьте Поставить лайк Под видосиком А мы Продолжаем Эй Ну быстро Принеси Мне Извинения Грандиозность Если Короля Демонов В состоянии Деп Потревожить Он Впадает В ярость Ты Кто Ты Такой Отпусти Его Вот Еще Одна Мерзавец Смеешь Еще Пялиться На Ты Меня Не Расслышал Я Приказала Тебе Отпустить Его Что Мысли В голове Это Что Это За Чувства В чем Дело Магия Парной Культивации Активировалась Не Надо Скорее Скорее Отпусти Меня Нет Магическая Энергия Сейчас Вырвется Господин Белл Вы В порядке Более Менее Похоже Это Странная Магия Активировалась Господин Белл Она Потом Героя Запечатывав Короля Демонов Алис Роуз А вы Двое А кто В конце Концов Такие Знакомые Ощущения Вот только Значит И вправду Не она Это Я слишком Многого Надумала Приносим Свои Извинения Из-за Того Что У Демонов Плохая Память Налится Нам Порой Приходится Распознавать Других По Телосложению Забудьте Об этом А у вас Двоих Зовут Белл И Лайси Верно Поскольку У вас Нет Гарантийного Обязательства Вы Не Можете Пронять Участи В Экзамене Правильно Верно Если Мы Все Разрешили То Нам Пора Господин Скорее Не Стоит Задерживаться В этом Месте Не Так Быстро Мы Еще Не Все Выяснили Что Странную Магию Он Нам Не Использовал Разве Демоны Не Лишились Магии К Тому же Пусть Это Было Неожиданным Нападением Ему Так Легко Лось Найти Бреж За Ситироида Это Была Не Магия А Моя Уникальная Способность Господин Не Рассказывайте А Все Потому Что Я Господин Потомок Инкубов Что Я Жидалась От Господина Великолепная Находчивость Инкуб Так Среди Вас Еще И Мужчина Есть Именно Когда Инкубы Трогают Женскую Женщина Испытывают Ищение В то же Время Мой Собственный Источник Магии Также Достаточно Хватит Уже А Вот В любом Случи А Можно Считать Что Вы Оказали Мне Услугу Перед Моей Семьей Обязывает Кредо Моей Семьи Обязывает На Добро Отвечать Добром Поэтому Академия Святого Героя Эдмунда Все Аберторианты Прошли Да Господин Можно Приступать К началу Экзамена Подождите О Вот же Снова Вы Я ведь Ясно Выразился Без Гарантийного Обязательства Не Получится А Ты Об Этому Это Магическая Подпись Рода Роуз Как Вы Сумели Господин Экзаменатор Я тоже Хочу Зарегистрироваться Потом Героя Алиса Роуз С Подписью Проблем Нет Разумеется Нет Никаких Проблем Прошу Внутри Ай Смотрите Это же Алиса Флеминг Она тоже Поступает В этот Семестр Демоны Почему Госпожа Алиса Притащила С собой Демонов Вот же Мерзость Эй Не мешай Мне А пусть Нам и Получилось Попасть сюда У меня Такое Чисто Что Впереди Нас Ждет Непростой Путь Вот так Неожиданность Леди Алиса Тоже Пришла Поучаствовать В экзамене Ньют Зверолед Вот же Главная Смутянка Тут Как Тут И К чему Такое Безразличие Мы Так Весело Проводили Детство Всего Лишь Из-за Плохой Кармы Прошлого Поколения Ты Вдруг Привела С собой Демонов А не Твои Слуги Просто Недавние Знакомые Лучше Тебе Не приближаться К нему В нем Течет Кров Инкубов О Инкуб Значит Впервые Вижу Ты Вырос Весьма Милым Тебе Странная Магия Не Сработала Я Хочу Тебя Я Хочу Тебя Хочу Чтобы Ты Стал Моим Питанцем Подлая Если У тебя Отечка Возвращайся Откуда Прошла Не Смей Осквернять Экзаменационный Зал Я Ж Просто Шучу Какие Мои Добросовестные Хе Хе У Тебя Хороший Запах Ага Я Первый Его Нашла Ты Роксана Роксана Эльф Ты Правда Инкуб Не Слишком Или Особенно У Тебя Запах Инкуб Это Присущее Достаточно Уже Эльф Алиса Я не думала Что ты Скрывала Такой Хорошей Материал Лечения Кроме Того В прошлом Году Твой Старший Брат Уже Стопил Академию Неужели Рот Флейминг Не Удовольствовался Одним Местом Алиса Мне тоже Следует Тебе Напомнить Что Ты Не забывала О договоре Заключенном В прошлом Между героями Довольно У меня Есть Собственные Планы И к моей Семье Они Не имеют Никакого Отношения Лойси Эти трое Знакомы Друг с Другом Господин Эта троица Является Потомками Героев Отправившихся В поход Против Короля Демонов Героев Была Не Только Та Илья Отправившийся В поход Против Короля Демонов Состоял Из Четырех Членов Разумеется Заслуги Ильи Были Наибольшими Именно По Этой Причине Между Ее Семьей И Семьими Астралих Героев Возник Разлад Между Семьими Довольно Деликат Отношения Приветствую Абитуриентов Явившихся Наступительный Экзамен В Академии Святого Эдмонда Эдвард Меня зовут Эдвард И сегодня Я буду Вашим Экзаменатором Ого Это Учитель Эдвард Самый Популярный Кандидат На пост Архиепископа В этом году Его Появление Является Пространственной Магией Высшего Уровня Как же Круто Они Выбрали Настолько Высокопоставленного Человека На роль Экзаменатора Боюсь Что Облагаясь На нашу Текущую Магическую Силу Мы Не Расслабься Пусть Я все Еще Не разобрался В условиях Активации Тем не менее После двух Активаций Парной Культивации Я уже Смог Вернуть Под контроль Часть Моей силы Можешь Убедиться Какой Степени Она Достигла Четвертая Глава Это Сияние Магическая Сила Господина И Вправду Вернулась Фу Господин Похоже Сейчас Я могу Контролировать Лишь Столько Кроме Того Стабильность Контроля Тоже Оставляет Желать Лучшего А если Немного Ослабить Концентрацию Она тут же Пропадает Этого Слишком Мало Вы Еще И Хвастаетесь Этим Это Плохо С таким Количеством Маны Господин Никак Не сможет Пройти Экзамен Остается Лишь Господин А? Вайси Что Ты Делаешь Тише Господин Возьмите Таким Вы Раньше Не Пользовались Все Равно Это Солюна Дракона После использования Вашей магической Энергии Повысится До необходимого Уровня Однако У нее Недолгий Эффект Вам нужно Будет Незаметно Выпить Перед Самым Началом Экзаменом Что? Прости Лайси Я не могу Ну Почему? Потому Что Жульничать На экзамене Неправильно Чего? Господин Сейчас Не время Придавать Этому Значение Возрождение Всей Расы Демонов Зависит От Вас Возрождение Демонов Лайси Что Такое Господин Пусть Даже Демоны И лишились Своей Врожденной Магии Я Все равно Не считаю Что Они В чем То Уступают Другим Расам Не беспокойся Я Обязательно Пройду Этот Экзамен Да Да Это Я Слишком Сильно Переживала Господин На самом деле Я ведь Совсем Забыла Каков Наш Король Господин Вы ведь Говорили Что Вам Это Не нужно Зачем Опять Средство Для усиления Магической Силы Смеешь Жульничать Перед Экзаменами Исключение Господин Бел Я Сторон Себя Чувствую Магический Круг Увеличивается Господин Бел Что Происходит Помогите Лозе Расслабься Я лишь Выгнал Это Демоническое Отребье С Экзаменационной Площадки Как же Некрасиво Так давно Среди Экзаменующихся Не было Демонов Я Хотел Уделить Им Особое Внимание А оказалось Что Кто-то Из них Решил Жульничать В самом Деле Как После Такого Не Называть Демонов Безнадежной Расой Эти идиоты Явно Себя Переценили Что За Клоуны Демоны Решившие Что Могут Стать Героями Так Кто Позволит Им Стать Героями Не Говори Приди Сюда Они В очередной Раз Себя Позорили Вот Вот Ничтожество Бьющее Лежачего Тебе Есть Что Сказать Я Лишь Выгнал Ее С Экзаменационной Площадки Или Быть Может Ты Хочешь Отправиться Следь За Ней Когда Все Закончится Я Заставлю Тебя Принести Ей Извинения Нонсенс Разве Я поступил Несправедливо Выгнав Экзаменующегося Который Жульничал Не за Это А за То Что Ты Назвал Ее Отребьем Ничтожество Не Чувствующие Под Собой Ног Не Приведи Тебя Сюда Леди Роуз Ты Бо Пожалел Что Посмел Смотреть Мне Прямо В Глаза Ну Что Ж Это Отребье И так Отняло У нас Много Времени Немедленно Начинаем Вступить На Экзамен В Академию Что Это За Место Как Мы Здесь Оказались Это Отес Крылого Дракона Находящийся Позади Академии Пространственная Магия Невероятна Суть Экзамена Необычайно Проста Каждому Из Вас Нужно Всего Лишь Пройти Через Этот Мост Достаточно Лишь Пройти На Другую Стар Стар Так Просто Здесь Явно Какой Это Подвох Времена Лимит 30 Минут Первые Стои Экзаменующихся Успешно Выполнивших Задачу Будут Зачислены В Академию Ну А теперь Аттестация Начинается Это Чувство С Настилом Моста Явно Что-то Не так Хотя Выглядит Он Достаточно Ровно Хм Застрял А Что Я наступил Что Это Залипкая Хрень Черт Не смей Меня Недооценивать Помогите Меня Затягивает Чтобы Продолжать Движение Нужно Лишь Сохранять Внутреннее Равновесие Этот Мосс Сцеплен Из Огромных Слаймов Если Магические Силы Недостает Ты Будешь Проваливаться Все Глубже И Глубже Если Ты Не Обладаешь Достаточным Контролем Толстый Дом Сможешь Сделать Дорышак Мерзость Лепкая Гадость Видимо Ты Не Обладаешь Нужным Магическим Контролем А вот Так Просто Я Пошла Смотри Как бы Не Провалилась Не Провали Я Пошла Смотри Как бы Не Провалить Зачисление Я Тебе Какое Дело Похоже У Потомков Героев Не Возникает Ос Похоже У Потомков Героев Не Возникает Особых Осложнений А вот У Демонического Требья Свою Очередь Все Не Так Уж Радужно Пятая Глава С Текущей Магической Силой Мне Не Удастся Освободиться Но Это Не Значит Что У 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 Он Превратил Окружающих Слаймов В Жидкость Чтобы Совершить Подобное Требуется Высокая Сила Контроля Но Даже Так С Так С Такой Низкой Магической Силой У Него Нет Возможности Перестать Тонуть Что Он Еще И Так Может Как Я Этого Не Учел Хотя Не Совсем Ведь Даже В Академии Лишь Пара Трой Учителей Обладает Подобной Силой Вот Жи Не Радуйся Раньше Времени Хоть И С Трудом Но Мне Удаётся Немного Продвигаться Требуется Лишь Немного Настойчивости А Почему Все Вдруг Перевернулось Сверх Тормашками Я А Так Эти Слаймы Были Живыми Только Не Говорите Что Весь Мод Состоит Из Живых Слаймов Обычные Слаймы Являются Всего Навсего Немощным Обычные Слаймы Являются Всего Навсего Немощными Магическими Созданиями А если Несколько Из них Объединяться В одного Они Способны Доставить Головную Боль Даже Герою С Большим Стажем Поэтому Лишь Кандидаты С Выдающимися Навыками Способны Пройти Это Испытания Ну А те Кто Не Смогут Упадут Пространственный Круг Под Мостом И В тот же Час Вылетит Из Академии Эй Сколько Мне Ищешь Дати Что Такое Это Все На что Ты Способен Значит Теперь Моя Учередь Животная Техника Когти Зверя Одного Лишь Размера Недостаточно Чтобы Удовлетворить Меня Надоело Магический круг Огненного элемента Огненный Закат Спасибо Спасибо вам Госпожа Алиса Не пойми Неправильно Они просто Попались Мне Под руку Только Всего Человек Который Думался До этого Испытания Напрочь Решен Какого-либо Какой-либо Порядочности Чего И следовало Ожидать От потомков Героев Если Все Так и Продолжится Тот Демон Точно Волетит Как Ожидалось Так Низко Магической Силой Ничего И мечтать О том Чтобы Это Как Такое Возможно Хороший Малыш Послушный Малыш Этот Плут Оказался Способен Разговаривать На языке Слаймов Разве Их язык Не был Утрачен Несколько Десятков Лет Назад Более Того Чтобы Усмирить Слаймов Требуется Огромное Количество Магических Сил С его Тосилами Нее Речевой Круг Он Использовал Всю Свою Остаточную Магию И Сосредоточил Ее На языке Для Использования Речевого Круга Этот Этот Демон Оказался Способен На подобные Магические Манипуляции Экзаменатор Здесь я Так что Мне выбирать Степень Сложности Испытания Пора Слаймам Находящимся Под тобой Получить Мой Реагент Слаймам Слаймам Ноги Все Все Еще Застряли Внутри Моста Мне Не Вернуться А теперь Убирай С С Глаз Моих Долой Это Не То Место Куда Тебе Следовало Приходить Отребья Эй Ты Цел Ты Спасла Меня Я Просто Убил Препятствия С моего Пути По мосту Не слишком Ле много Ты о себе Возомнил Странно Почему Леди Алиса Придаёт Такое Значение Этому Немощному Демону Вот Морока Если Ранят Ничем Хорошим Это Для Меня Не Обернется Придется Вернуть Реагент Назад Эта Штука Поглотила Всех Остальных Слаймов А Что Происходит Пространство Магия Не Действует Не Уже Ли Все Из-за Этого Зелья Магический Круг Огненного Элемента Дождь Феникса Как Такое Возможно Слайм Постепенно Смог Адаптироваться К моей Огненной Магии Бесполезно Этот Монстр Поглотил Запретное Зелье Под названием Черная Кровь Питона Черная кровь питона? Эта зелья способна восстановить 1% апогея и силы магического существа. 1%? Он стал таким сильным всего из 1%? Обычно такого быть не должно. Однако слаймы относятся к особой категории магических существ. Они способны сливаться друг с другом и тем самым объединять свою силу. А штука перед нами представляет собой сгусток большого количества слившихся слаймов. Проклятие! Моя магия больше не в силах нанести ему повреждения. Разве я не говорил тебе, что это бесполезно? А ты далеко и можешь, что делать в сторонке ехидные замечания. Разумеется, есть способы победить его. Но раз ты здесь, можно как раз использовать один из них. Да о каком способе ты говоришь? Конце до концов, ты можешь быстрее. Способ под названием магия парной культивации. Получай! Ну, конечно же, парная культивация. О чем еще может идти речь? Так, ребят, у нас шестая главушка. И... И спасибо неизвестному, который закинул Доньку на Юмане. Спасибо, дружище. Кто бы ты ни был. А мы продолжаем. Шестая главушка. Способ под названием магия парной культивации. Получай! Хм, странно. Почему не сработало? Ты, грязный извращенец. Как можно думать такое время о непристойностях? Сдохни. Откуда у меня такое чувство, будто эта девушка стоит бояться сильнее, чем монстра перед нами? Ну, вот же, даже если тебе так сильно хотелось это сделать, сейчас явно не время. А теперь убегай и разыщи преподавателя академии, чтобы он помог. Но с твоими силами, когда я вернусь, ты, возможно, уже будешь мертва. Какой же ты надоедливый. Лучше сдохни. Почему ты так поступаешь, даже несмотря на то, что можешь умереть? О? Защита народа – это долг героя. Она ведь тоже говорила нечто похожее. Я тоже вхожу в народ в ее понимание? Плохо дело. Частота магической силы моего огненного барьера. Недостаточно мне... Нехало вернуться. Почему ты не убежал? Сейчас не время играть в героя. Если долгом героя является защита народа, значит, сейчас этот долг включает и защиту демонов. Я верно понял? Верно. Поэтому мне обязательно нужно пройти этот экзамен и стать героем. Хорошо. Я поняла. Сколько ты еще будешь давить на меня? Все пропало. У нас больше не осталось способов сдержать его таки. Не обязательно. Нам нет нужды их сдерживать. Что за чушь ты сейчас несешь? Ага. Ты опять забыл, в какой ситуации мы находимся? У тебя явно что-то не так с головой. Тише. Спокойствие. Сосредоточься. Что происходит? Такое чувство, словно вся моя магия скапливается в моей ладони. Тот грандиозный старик был прав. Твой врожденный уровень магии очень высок, однако, твоих умений ее контролировать пока не достает. Что ты сделал? Я всего лишь собираюсь использовать твои беспорядочные магические потоки более эффективным образом. Что с того, что магия парной культивации не сработала? Что с того, что сейчас у меня низкий уровень магической энергии? Пока я владею своей силой магического контроля, являясь гением магии, я всегда найду способ преодолеть препятствия. Ведь я король демонов. Демоническое пламя. Мощь Баурога. Часть моей силы вновь вернулась. О, как же я рад, что смог пройти. Точно-точно, оно довольно опасно. Повезло, что я заранее побежал. Наверняка скоро начнут убиление итогов. Что же делать? Столкнувшись с таким сильным монстром, они точно не могли выжить. Если семья Роуз узнает. О, кто-то идет. Это госпожа Лиса. Что? Слава богам. Значит, я не только смог избавиться от того демона, так еще и... Этот тип все еще жив? Фух, мы прошли. Смотрите, это госпожа Лиса. Госпожа Лиса еще и помогал демону пройти испытания. Неужели и правда существуют демоны, способные пройти испытания? Как такое могло случиться? Молодая госпожа семья Роуз вдруг объединилась с демоном? Хм, проклятие. Сколько же презрения пришлось вынести России демонов. Даже несмотря на то, что я прошел испытания, они продолжают относиться ко мне предвзято. Убью, 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 убью. Как только восстановлю свои силы, непременно убью этого прихвоста. Ладно, неважно. Сначала нужно найти способ выжить. Вы все хорошо постарались и успешно сдали ступительный экзамен. Тем не менее, что касается вас двоих, экзамен прошла только Леди Алиса. Что же касается демона? По причине жульничества тебе отказано зачисление. Что? Жульничество? Так значит, этот демон жульничал? Я так и знал! И еще и демон смог бы пройти экзамен в Академию Героев! Эй, подождите, подож... Подождите! Он все время был рядом со мной! И пусть мне сложно с этим смириться, я смогла сдать этот экзамен во многом благодаря ему. И я могу поручиться, что он не жульничал! Ага! Леди Алиса, вы все еще слишком молода! А демон одни... А демоны, один из которых сейчас рядом с вами, некогда были не такими дружелюбными созданиями! Росту демонов непроста так назвали, а все потому, что каждый из них обладает невероятным врожденным магическим потенциалом! Некогда король демонов, опираясь на свое многочисленное воинство, свирепствовал на всем континенте! Благодаря вашей бабушке, госпоже Илли Роуз, его сила была запечатана, а источник врожденной магической силы демонов был отрезан от них! Только тогда они угомонились! Поэтому, сегодняшние демоны совершенно не способны сосредоточить достаточное количество магических сил, ведь источник их магической силы был отрезан от них! Если бы он не жульничал, то никак не смог бы пройти экзамен! Поскольку сейчас я выполняю обязанности инспектора и экзаменатора, мой долг назначить наказание за жульничество! Только и можешь, что весь день чесать языком! Говоря по существу, ты просто строишь необоснованные догадки! Ты-ты-ты-ты посмел ударить экзаменатора! Если я не вступлю в Академию лишь из-за твоей неприязни к демонам, мне просто стоит оторвать тебе башко! В самом деле, несмотря на то, что у этого Прихвоста совсем нет магии, его сила магического контроля достигла невероятных высот! Он не только способен оборвать магический круг противника, так и щая может заимствовать чужую магическую силу? А, вот же мерзавец! Никчёмный демон! Да как ты! Похоже, в этом году к нам... Похоже, в этом году к нам поступил необычайный ученик! Даже мне захотелось выйти и поприветствовать его! Ну, вот хоть первый адекватный человек в этой Академии! Ну, среди почти летом, понимаю! Ладненько, седьмая главушка! Эй, это же... Директор Академии! Директор Академии решил лично посетить наш экзамен! Леди Роуз, давненько не виделись! Ты успела так вырасти? Да, премного благодарна за вашу заботу! Директор! Вы могли бы просто предоставить это дело мне! Эдвард! Да! Кажется, я только что сказала, что пришла посмотреть! Премного, извиняюсь, виноват! Итак, ученик Белл! Ты... Ты журничал? Карен Линен, директор Академии, Великий Магистр! Это чувство давления! Это и есть магическое давление самого молодого директора в истории Академии Святого Эдмунда! Великого магистра Карен Линен! Нет, я не журничал! А вот как! Тогда прошу за мной! Что это за место? Приветствую вас в стенах высшего органа власти Академии! В Совете Академии Святого Эдмунда я директор России Академии Карен Линен! Дабы доказать, что вы обладаете квалификацией для поступления для вас двоих я подготовил дополнительный экзамен! Дополнительный экзамен? Очевидно, что мы нормально прошли вступительный экзамен! С какой надобностью устраивать дополнительный экзамен? Причина довольно проста! Все потому, что вы двое нарушили правила Академии! Академия Святого Эдмунда являются школой магии высшего разряда основной великими героями отправившимися в поход против короля демонов В этих стенах ученики обладают квалификацией изучать высочайшую магию и магические техники которые только существуют на континенте именно поэтому существуют негласные правила согласно которым мы не принимаем демонов а также принимаем только одного представителя от великих домов в одном поколении Раз они негласные разве их можно считать настоящими правилами? После прохождения аттестации ученик может вступить в Академию это официальное правило не так ли? Когда говоришь следи немного за тоном я не хочу чтобы ты утащил меня на дно за собой Я просто сказал как есть Верно сказано не переживай а в этот раз дополнительный экзамен носит экстренный характер ничего страшного не будет А прежде всего у меня к вам обоим есть вопрос почему вы хотите поступить в Академию? Я стремлюсь стать героем способным защитить народ каким же как моя бабушка Илья Ха замечательно ну а ты ученик Белл Все просто поскольку времена изменились значит в этой новой эпохе я могу позволить демонам обрести равные права как и у других рас и равенство жизни на этом континенте Безобразие неужели положение которое вам демонам предоставили вам не доставляет равенства? Алчное низкосортное племя у тебя еще поворачивается язык говорить о равенстве что за бред ты уже забыл о злодеяниях которые вы совершили Хе-хе-хе Хе-хе-хе Одна хочет стать героем подобно тем кто отправился в поход против короля демонов а другая хочет возрождение для демонов как же интересно чем больше узнаю тем сильнее жду вашего грядущего выступления перед вами кольца домокла созданная госпожой Элей если надевший одно из них будет признан кольцом это будет прямым доказательством молодания способностями стать героем что же касается нашей ситуации только сильнейший из вас двоих будет признан что будет с тем кого она не признает кольца полностью поглотит его магические силы того кого она не признает а затем вынесет приговор а тот кого не признает может умереть разве их создание разве их создала не твоя бабушка неужели ты об этом не знала я я считаю ниже своего достоинства знать о таких бесполезных вещах не считая Ройда разве тот человек позволил бы мне узнать больше информации о моей семье проклятие в общем такие вот дела тот кто наденет кольцо и выживет сразу пройдет ну что у вас еще есть время передумать и получить признание эй в чем дело ты боишься если хочешь стать как-то женщина ты не можешь такой момент спасывать да что ты понимаешь незначительный инкуб кто еще собирается спасать похоже никто не передумал тогда можете начинать а почему ничего не происходит это значит что я прошла нет что-то собирается выйти из этой штуки я есть кольцо суда уже вонзился в твое сердце позволь мне предать твою слабую своевольную алчную грешную и развратную душу моему суду вот же никчемное магическое кольцо еще смеет высовываться со своим мнением наглец истинный безумец но раз так я в полной мере постой постойте что-то не так с душу этого чертенка а теперь ты ты меня ты меня признаешь становится все хуже между твоими магическими талантами и талантами твоего старшего брата целая пропасть леди алиса ты должна согласиться на этот брак почему почему у меня родилась такая дочь а здесь похоже все не так гладко по всей видимости кольцо собирается полностью поглотить ее магическое силу кажется от твоей дилетантской магии нет никакого толку послушай юный ученик в этом мире существует огромное количество негласных правил вражда традиции дискриминации и так далее для того кто хочет стать героем первый шаг принять их я в порядке тебе незачем вмешиваться я совершенно не понимаю вашего не обладающая достаточная силы для признания не сможет стать героем тому кто не сможет стать героем будет вынесен приговор что на самом деле правила героев заключаются в навязывании вашего мировоззрения другим извиняюсь мне все-таки кажется что защита девушки стоящая передо мной имеет большую ценность дурак это ощущение это же магия парной культивации неплохо 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 просто блестяще а похоже вы оба прошли испытание поздравляю вас с зачислением в академии святого эдмонда наконец-то прошли сколько жемороки и сколько ты еще планируешь обнимать меня извращенец на другой день начало семестра приветствуем новых поступающих в академию святого эдмонда ласси ты в норме после вчерашнего ага меня всего лишь перенесли за пределы академии пустяки в сравнении с этим я чувствую сильное колебание магической силы у учеников вокруг похоже все поступившие пущут энтузиазмом свой первый учебный день и не только это ты еще пропустила самый важный момент надел стандартную форму академии это же кто же это господин взгляни вон туда туда и наконец вон туда с Интересно, кто окажется в одной группе со мной? Господин, возьмите. А? Что это? Руководство нечистое по общению с противоположным полом. Что нравится девушкам-дворфам, как вот будет девушку-зверолюда? Всего одна книга позволит вам достигнуть абсолютных высот в общении с противоположным полом. Эту книгу я выпросил у старшего поколения демонов. Уверена, она вам пригодится в какой-то степени. Хм, хотя мне не все здесь понятно, однако я поражен, как много готова отдать Лайси ради возрождения демонов. Господин, сейчас для вас главное старательно здесь учиться, а Лайси окажет вам поддержку снаружи. Ага, ни о чем не беспокойся, ничто не сможет мне помешать. Хм, собрать тайком так много всего. Лайси, правда, очень стараются. Будь спокойна, я ни за что не обману твоих ожиданий. Если придется, то ради возрождения демонов, я проведу парную культивацию со всеми девушками, которые окажутся здесь. Отбрось нерешительность. А? Хм, так это и есть единственный демон, который прошел экзамен. Интересно, раз теперь мы в одной группе, то почему бы с ним не поиграть? Хм, даже не думай. О, это ведь я первым его заприметил. Извините, перепутал аудитория. Ничего ты не перепутал. В Академии парней и девушек разводят по отдельным группам. Приветствую всех поступивших. В данное время Академия по-прежнему придерживается своих лучших традиций. За исключением обязательных курсов и мероприятий, мы придержимся системы разделения юношей и девушек на отдельные группы. Я даже не удостоверился выяснить, насколько элементарного вопроса. Статус где? Хе-хе-хе-хе-хе, похоже, мои мыслительные способности не дотягивают даже до слаймов. А теперь прошу представителя юной группы Реки Тофилда выступить с речью. Хм, и правда, сыну графа должно как следует себя зарекомендовать. Реки, сын графа. А? Филд? Неужели это и есть молодой господин семья Филд и его отец первый богач? Мастерство призыва их рода еще более невероятно. В свое время оно не оставляло демоном и шанса. О, статус этой семьи ничем не уступает героям-основателям. Хм, восторгайтесь от всей души, простоледины. Благодарю за вашу речь. Представитель учащихся Реки, прошу, садитесь. Хе, считайте, что вам выпала огромная честь услышать мою речь. Орелла Муравьяв. Как-никак, среди этого набора учащихся, лишь Алиса Роуз способна сравниться со мной в положении. И только. Однако, во время стыпительных экзаменов, я порочил этот гнусный демон. Хм, погоди у меня, так просто ты от меня не уйдешь. О, почему он сверит мне взглядом? Ради собственной безопасности господину нужно поддерживать хорошее отношение с одногруппниками. По крайней мере, улыбайтесь, когда на вас смотрят. Раз такое дело, тогда... Хе, в этот раз подойдет легкая улыбка. Король демонов способны искорчить лишь пренебрежительную ухмылку. Ч-чего? Что? Что за дела? Эта улыбка... Хе-хе, я могу сверить... Хе-хе, я могу свернуть тебе шею в любой момент. Как ни посмотри, этот тип явно мне угрожает, проклятие. Откуда на старика сильное давление в его взгляде? А, юный господин Рэкетт, в полдень, если вам будет удобно, не хотите вместе пообедать? Юный господин Рэкетт, вас интересует магическая верховая езда? Если да, вы можете уступить в наш клуб без прохождения теста. Проклятие! Я представитель рода Филп. Всеобщий пример для подражания. Я должен... Выступить против него в открытое. Господин Рэкетт, в чем дело? Вы собираетесь вступить в разговор с демоном? Этот демон явно пасен. Эй, демоненок! А-а-а... С какой целью ты водишься с леди Алицай? Ха, она просто моя хорошая знакомая. Старательно поддерживает улыбку. К-какого ты пытаешься убедить с такой рожей? А вот же, твои недавние поступки можно считать публичной провокацией, направленной на меня, Рэкетт Филда! Пришло время спустить тебя на землю! Хм, что это? Хе-хе-хе, испугался? Это Мантикора, высокоуровневый магический монстр, которого возможно укротить лишь потом с иной техникой призовой семье Филда. Мантикора? Согласно слухам, ее внешний вид был сформирован магической силой героя. А на пике своей силы она способна разбить в дребезги городскую стену. Пятнадцать лет быть способным укрытить настолько сильного призванного зверя. Господин Рэкетт из самом диригении! Разве это не... Хе-хе-хе, ну что, коленки дрожат, малек? Слушай хорошенько, в будущем держись подальше от леди Алисы, а иначе... Это ты что творишь? Я ведь просто блефовал. Я еще не способен полностью контролировать настолько сильного монстра. Он же сейчас взбесится. Девятая глава Мантикора – некогда одно из сильнейших магических созданий демонической расы. Ядро этого существа создано с помощью магии, поэтому в зависимости от ситуации Мантикора способна принимать различный облик. Одного ее удара достаточно, чтобы пробить городскую стену. В прошлом на полях боевых действий пять Мантикор были способны сдержать тысячу солдат Левской армии. И настолько сильный монстр в данный момент вот-вот впадет в ярость. Умница! Не бойся! Должно быть, тебе было тяжело все время быть подавленной магией. Похоже, этот монстр успокоился. Жесть просто! Как такое возможно? Неужели ему это удалось, потому что он демон? Тем не менее, это отличный шанс вернуть свое достоинство. Сейчас я должен забрать ей обратно! Ко мне! чего до такого дошла ты ты своей варварской магии ты причинил боль этой прелестной малышке за эти годы тебе пришлось пройти через множество не в год и я помогу тебе теперь чтобы вылечить мантикуру нужно разбить оковы которые контролируют ее этот тип правда демон он слишком силен всего одной атакой разбить это мантикора с моей в моей вотчине было множество подобных котят несмотря на то что их внешний вид способен изменяться благодаря магии их изначальный вид все же самый милый какой же семья ты принадлежишь отныне ты свободна у тебя наверняка нет имени так что назову тебя мурка что скажешь проклятие не думай что после этого я там тебе леди лица я еще не проиграл и я всегда любил их гладить и кошечек девушки вовсе не военные трофеи их нельзя выиграть или проиграть каждому следует разбираться в правильных способах и методах что это книга заклинаний я и сам только начал не разбираться но думаю что уже достаточно эрудирован мурка поможешь немного интересно хорошо ли у господина беллмонта прошел первый день учебы откуда здесь еще одна для всех возрастов а теперь пришло время при кро а теперь пришло время вне классных занятий имеет возрастные ограничения 18 плюс эй это ведь решила разыскать этого демоненко зачем было тащить меня с собой не боишься что я добью его у тебя к этому парню у меня есть не слабый интерес ты можешь поменьше болтать ерунду он просто в определенной степени помог мне пройти ступень на экзамен поэтому этикет обязывает выразить ему благодарность идти одной слишком стыдно кажется кто-то здесь нечестен с собой это должно быть здесь что поэтому во время обязательно следует уделить внимание не в конце концов различается так что возможно множество не нужно считать что длительность а также в ее сторону помогут достигнуть ощущения следует быть предельно внимательными вот здесь здесь и здесь вот это да вот это тема вау да он просто бесстрашен демон нет брат белл с этого дня я всю жизнь буду считать тебя своим старшим братом о алиса вы тоже пришли пришли на занятия найдите места и присаживайтесь занятия ух ты грязный похотливый демон и итоги первого дня признание мужской половины сто процентов признание женской половины десять тысяч процентов на следующий день и так думаю после вчерашнего всем стало ясно отныне был наш старший брат когда он явится вы должны устроить ему достойный прием все ясно о да и ясно а вот и пришел доброе утро старший брат а господин рэкет что это было точно почему старший брат так повел себя это старший брат бросает мне вызов когда старший брат прошел мимо нас его взгляд явно говорю что наше приветствие было не на должном уровне и это все за молокососа меня держите кучка бросов приветствую ваше высочество беллманд дворянское приветствие здравия желаю командир белл солдатское приветствие с возвращением аники гангстерское приветствие расстроен по-прежнему в игноре почему что это потому что в туалете угол при отдаче чести не был идеальным нет наверняка дело в том что нужно было опустить правую ногу при стойке на колени стоп это точно из-за того что темные очки не были круглыми как же хочется провести парной культивации с девушкой и еще мне непонятно почему алиса внезапно охладела ко мне а ведь я с таким трудом завел знакомую девушку хм хм ладно то что я жив уже довольно хорошо это все она съела и похоже она до сих пор не закончила хм Мы снова встретились, инкубчик. Ньют, зачем ты здесь? Ты ведь была наступительном экзамене. И еще вчера приходила на занятия. А что думаешь, неплохая у меня комплекция? Не хочешь пройти со мной? Мне известно насчет парной культивации. Откуда она? И что, если этого ожидать от старшего брата? Даже Ньют по собственной инициативе делает шаги в его сторону. Уверен, это из-за того, что она узнала, какими глубокими познаниями был дан старший брат. Ладно, куда отправимся? Что такое, Алиса? Хочешь что-то сказать? Это тебя. Стоит спросить, какие у тебя могут быть дела с этим типом средь бела дня? Мне нужно отсудить с инкубчиком. Дело связано со стуцсоветом. Хочешь послушать? Алиса, ты... Мои дела тебя не касаются. Старший брат, ради того, чтобы в совершенстве освоить ваш метод обучения, я решил следовать за вами и не отходить ни на шаг. Рассказывай, зачем я тебе понадобился? Какой нетерпеливый. Алиса, это магия была использована лишь единожды, когда Илья запечатала короля демонов. Только не говорите, что эта магия была создана специально, чтобы одолеть меня. Очевидно, что сейчас демона не обладает магией. Однако во время, что ты потянула экзамена, ты выдала огромную магическую силу. Твоя сила как-то связана с пикникой парной культивации? Внешне она выглядит дикой и непринужденной, но обладает тонким складом ума. Нехорошо. Если она обнаружит во мне следы магии парной культивации, дело получит огласку. Вот только... Вот только... К проводящему технику парной культивации есть одно требование. А именно, сохранение чистоты тела. Ты ведь инкуб, о какой чистоте может идти речь, поэтому... Та, что ты использовал, была техника добычи инкубов, которая поглощает магическую силу от противоположного пола. Именно поэтому Алиса была в итоге так сильно вымотана. Хм, так все и была. Оказывается, инкуб обладает подобной силой. Ладно, похоже, меня не раскрыли. Кхм, в таком случае, зачем было приводить меня сюда и устраивать разговор о парной культивации? Ну что за дурачок, к чему спрашивать о таких очевидных вещах? Разумеется, потому что... Мне нужна твоя жизнь! Старший брат, осторожно! Брат Белл, ты... ты в порядке? В порядке. Меня больше интересует, зачем она решила атаковать меня. А вот же. И надо было тебе все испортить. Все желание пропало. Будем считать, что в этот раз тебе повезло. Увидим, как долго удача позволит прожить инкубчик. Проклятие! Похоже, этот демон чувствует себя в Академии, как рыба в воде. А какая жалость! Разве вы не сами в этом ему помогли? Эй, что ты хочешь этим сказать? Хм, а ведь она не так далеко от истины. Этот демон смог поступить во многом благодаря помощи леди Роуз. Среди за своими высказываниями. Ничего страшного. Эм, президент? Я уже отправил того, кто решит эту проблему. Адонис Роуз, президент тут Совета Академии. Меня зовут Белмонт. Я король демонов, лишившийся своей магии. Чтобы восстановить ее, мне требуется провести изучение магии парной культивации представительницами противоположного пола. Девушки. Юноши. Но, оказавшись в Академии Героев, разделяющей учебные группы по половому признаку, шансов сблизиться с девушками не так уж и много. По этой причине, совместные практические курсы как раз один из тех немногих шансов. Не ослаблять длительность! Не дайте никому подозрительному приблизиться к старшему брату! В данный момент я столкнулся с дополнительными осложнениями. О! Почему вы решили отказаться от защиты? Сейчас вы находитесь в опасном положении! Только взгляните, какие хищные взоры она бросает на вас! Не беспокойся! Нет нужды окружать меня таким количеством людей намного лучше, когда есть пространство для маневров! Нет нужды окружать меня таким количеством людей? Другими словами! Пока ты защищаешь меня, я спокоен! Я уже признал тебя своим первым младшим братом! Будь спокоен, брат! Я ни за что не подведу! Ваших ожиданий! Старательно осваивает улыбку старшего брата! Чего? Хм! В последнее время ты совсем расповесался, паршивый чертенок! Байрон! Магический элемент земля! Преимущество грубая сила! Старшекустник Байрон! Что тебе здесь нужно? Так случилось, что я попал с вами на одно занятие! Мне захотелось взглянуть на демона, который осмирился! Поступить в Академию Героев и узнать, насколько он толстокожий! Ты попал на одно занятие с нами, однако он только что назвал тебя старшекурсником! Получается, ты второгодник? Ах! Поршивый демон! Ты нарвался! Плохие дела! Это магия усиления! Мощь Байрона уже граничит с мощью настоящего героя! Старший брат! Уворачивайся! Хе-хе-хе! Вот так-то! Что? Это ведь был усиленный удар! Это ведь был усиленный удар! Но он смог его отразить к этот чертенок! Не перегибай, Байрон! Не будь такой занозой в заднице! Эй, Том! А ну успокойтесь! Мы начинаем урок! Хм! Становится все интереснее! Похоже, слухи оказались правдой! Слухи? Недавно прошла молва, будто кто-то из Академии собирается отдалить старшего брата! Среди учеников Академии этот Байрон пользуется дурной славой! По причине грубой атаки своего одногруппника его оставили на второй год! Несмотря на его сомнительную личность, в реальном бою он уже способен посоперничать со многими героями! А Ньют является потомком героя-зверолюда! Тот, кто убедил их действовать против вас, явно непрост! Хм! Сейчас мы начнем практическое занятие! Каждый из вас отправится в лес, находящийся за моей спиной! И сразится с магическими маринетками! Практическое занятие будет проводиться в группах из двух! Войдя в портал, вас перенесет случайное место в окрестностях леса! После этого портал автоматически закроется! Временной лимит 4 часа! Баллы будут начислены в зависимости от количества побежденных противников и их уровня! Замечательно! Группа из двух! Так я смогу защитить старшего брата! Старший брат? Скорее идем! А? Старший брат! Слушай внимательно, женщина! Оставь этого типа на меня! Не смей вмешиваться! А вот же, надъедливый мужлан! Эй, готовься! Нам пора! О, ничего! Что ты вытворяешь? Мне нужно было кое-что обсудить с тобой наедине! Не можешь мне... Не поможешь мне подняться для начала! О, сравнение с Алисой, они намного больше! Это связано с кровью зверолюдов? Слушай, плод, сравнивай меня с Алисой, ты просто напрашиваешься до смерти! В любом случае, совершив такую опрометчивость, ты сам загнал себя в ловушку! Двенадцатая глава Я думала, что эти големы что-то из себя представляют, а на деле они лишь куски камней, контролируемой магией! Любое дело! Пусть они и выглядят как люди, но фактически являются существами, приведенными в движение с помощью магии! А магическое ядро, которое контролирует подобное существо, зовется Узлом! К чему этот монолог? Говоря иначе, если ты разрушишь корпус, но не разобьешь при этом ядро, атака будет бесполезной! Что? Черт, меня застали врасплох! Он сделан из слишком твердого камня, мне никак не пожалеется! Чтобы отыскать узел, требуется мощное магическое восприятие! Рядовому ученику с такой задачей не справиться, именно поэтому Анароса распределили в группы по два человека! А получается, сейчас нам нужно одновременно активировать магическое восприятие? Сейчас у меня слишком низкий уровень магических сил, даже если сложить его своим, этого все равно недостаточно! Тогда какого черта ты только болтал? Тем не менее, мои глаза позволяют мне совершенно отчетливо все увидеть! Глаз истинного знания! Активация! Глаз истинного знания лишь король демонов обладает достаточными навыками, чтобы использовать эту способность. Она позволяет не только увидеть себя насквозь, но еще и дает возможность разглядеть направление потоков магической энергии в области подмышки! А этот... в области поясницы! После нескольких активаций парной культивации, я наконец-то восстановил количество магии, достаточное для гибкого использования! В то время, когда я возвращал... В то время, когда я возвращал Мурку в исходное состояние, ты еще не мог использовать ее так свободно! Этот парень... Он... Правда? Инкуб? Повезло, что здесь оказалось только два противника! С текущим запасом магии мне бы не удалось справиться с большим количеством! Я ведь хотела тебя убить! Зачем было спасать меня? Если бы ты правда хотела меня убить, то не стало бы в тот день выбирать настолько открытое место для атаки, как крыша! К тому же, ты намеренно упомянула про парную культивацию, добавив к этому факт, что сегодня... Все твои действия были направлены на то, чтобы привлечь мое внимание! Не отключил глаз истинного знания. Големы снова приближаются! В другом районе! Вот же! Вонючий черненок посмело дурачить меня! Сегодня ты узнаешь, что такое дорога без возврата! Эй, ты в порядке? Очнись же, очнись! Глаз истинного знания Риж Король Демонов обладает достаточными навыками, чтобы использовать его. Раньше, при активации глаза истинного знания, враги и товарищи Короля Демонов выглядели так, словно находились под воздействием рентгеновских лучей. Скелет, меридианы, а также потоки магической энергии, все было как на ладони. И само собой, картина, которую он видел, была не самой приглядной, независимо от того, кто перед ним находился. Во время активации глаза истинного знания. Хм, дайте подумать, маленькое и фиолетовое, это должно быть Лайси. Размер грудит также совпадает. Отрицательным последствием носителя этой способности была плохая память на лица. То же самое касается и внешнего вида. В данный момент упадок магических сил Короля Демонов привел к тому, что глаз истинного знания действует нестабильно, и пора вместо того, чтобы видеть насквозь, пробивается лишь через поверхностный слой. То есть через одежду. А, ты пришел в норму? Что? По этой причине он впервые увидел обнаженное тело представителя противоположного пола. Ничего не понимаю, ничего не понимаю, но я потрясен. Так значит, глаз инкуба довел тебя до такого состояния? Не смог вынести такой мяныч, а еще заверш тебя инкубом. После объяснения принципа работы глаза истинного знания, опускай некоторые подробности. Я уже отключил магический глаз. Прежде чем я смогу к нему приспособиться, нужно быть внимательнее. Ммм, неспроста Роксана смогла учить особый аромат на твоем теле. Ты явно не просто инкуб, как минимум этим дело не ограничивается. Тебе интересно, почему кто-то желает тебя устранить? Потому что я демон. Все-таки ты слишком наивен. Ты, конечно, прав, но только наполовину. Человек, который по-настоящему желает твоей смерти, это Алиса Роуз. Алиса? В прошлом, когда в мире сверистул король демонов, люди, эльфы, дворфы и зверолюди, смогли объединиться перед лицом общей угрозы и создать союз. А после окончания войны, люди, засылались на заслуги или заполучили контроль над семьей десяти. Над семью десятами материка Престила. Оставшиеся три десятые были разделены между остальными расами. Люди на материке стали считать, что стоят выше остальных рас. Ану уставай, пошли прочь отсюда, вы создание нижнего сорта. Если бы не ваш герой Илья, сейчас вы все жили в паршивых пещерах. Катитесь-ка, спать на улице и будьте благодарны, что у вас есть такая возможность. Эльфы, зверолюди и дворфы уже с давних пор недоволюблены людьми, недовольны людьми. А в этот раз случилось так, что Леди Роуз, род которого является символом величия людей, не только нарушила союзный договор, гласящий, что вступить в академию может только один наследник героя древности, но и к тому же привела с собой демона, что дало основать... Но к тому же привела с собой демона, что дало остальным расам прекраснейшую причину начать борьбу. Так что твое устранение является делом первостепенной важности для людей. Вижу, над моим рисунком ты не особо старалась. Мой рассказ тебя не напугал? Скорее даже наскучил. Все как обычно. Хотя я что бы то ни стало, закончу эту войну любой ценой. Немного жаль, конечно. Итак, для тебя, потомка героя зверолюда, причина помогать не заключается в том, что я могу стать поводом для остальных раз начать войну с людьми. Ну, если ставить вопрос таким боком, все может быть. Так или иначе, сначала выполним задание урока, а потом покинем его. Покинете? Никуда вы не уйдете! Сила тяжести вдруг неслово увеличилась. Магическая способность этого типа заключается в контроле силы? Сейчас ты узнаешь, что становится с теми, кто смеет меня дурачить, чертенок. Сейчас ты узнаешь, что становится с теми, кто смеет меня дурачить, чертенок. Потерпи ненога, скоро моя сила. Вот же, тебе голову отшибло от страха. Тебе голову отшибло от страха, женщина! Нет, а просто вспоминай прошлый опыт. Мужланы, бахвалящиеся собственной силой, обычно яйца выеденного не стоят. Поздравляю, ты успешно смогла изменить мое решение, женщина! Постойте, вещица в руке унют. Это же слюна дракона? Хе-хе, я удар за ударом выебью из тебя всю дуру. Сейчас! слюна дракона редко снадобья, способная на короткое время восстановить недостающую ману. Также ценой перерасхода жизненных сил позволяет стремительно раскрыть скрытый потенциал использующего. Магический усилитель! Похоже, у тебя осталось пара трюков в рукаве! усиленная животная техника! Взрывные когти зверя! Защитное силовое поле активации! Получилось! Моя силовая магия обладает способностью наложения! Магия силы Магия, основной составляющей которой является контроль силы, обладает способностью многократного наложения, как при атаках, так и в защите. Каждое наложение обеспечивает двойное усиление. Жри землю! Вы зверолюди и демоны одного поля ягоды! Все вы отбросы! И это все? А еще что-то строил из себя? Вижу, ты все еще держишься, женщина! Давай посмотрим, сохранишь ли ты свою решимость после этого! Алиса? Разумеется, причина, по которой ты встала на сторону этого демона заключается в ней, не так ли? Не волнуйся, как только разберусь с вами, обязательно нанесу ей визит! это едят невесту с Ха-ха-ха! Никчёмный зверёк тщетно пытается добиться дружбы человека! Знай своё место! Твоё тройное силовое наложение отправит тебя в полёт! Моё тройное силовое наложение отправит тебя в полёт! О-о-о-о-о! Моя рука! Моя рука! Слишком мало! Остатка хватило лишь на восстановление одного процента былой силы! Что? Этот тип слишком наивен, если думает, что сможет с лёгкостью меня устранить! Всё-таки мне придётся взяться за дело по-своему! Любому, кто встанет у меня на пути! Смерть! И четырнадцатая глава! Думаю, на этой главе мы сегодня и закончим! Мой отец! Никчёмный человек! Пятьдесят лет назад, во время войны с демонами, его отряд понёс огромные потери с тех самых пор, он преисполнился страхом к иным расам! А его способ смягчить этот страх стало непрерывное заделывание детей! И воспитание в них той же самой трусости, которую испытывал он сам! Ничтожество, ты всё ещё не способен стабилизировать магическую силу! Хотите сдохнуть от рук других раз? Тем, кто не похож на нас, нельзя доверять! Особенно демонам, я крепко запомню ужас, который внушается в моих существованиях! В то время, я поклялся, что никогда не опущусь до этого старика! Я не позволю представителям иных рас превзойти меня! Любому смерть! Зацепил меня из-под тяжка и сразу стал таким самоуверенным! Только не говори, что правда думаешь жут, ты сможешь убить ученика второго курса! Не дергайся! Прежде всего, будь добр принести ньют извинения за оскорбление зверолюдей! Издеваешься? Ты бы стал приносить извинения мусору! Но оно неудивительно! Ты ведь тоже! Отброс! Не пойми неправильно! Я лишь хотел позволить тебе умереть, сохранив достоинство! Никчёмный демонёнок! Откуда Сталька Гонора? Сейчас! Сейчас ты узнаешь, что такое истинная сила! Магический круг многоступенчатого наложения? Это и есть сила ученика второго курса Академии Героев! В Академии разделение учеников на курсы не опирается на количество учебных лет! Будучи учеником младшего курса, пройти на следующий курс возможно лишь в случае повышения своей магической силы! Ах, условием прохождения на второй курс является создание своего магического духа! Десятое наложение, одиннадцатое наложение, двенадцатое! Высвобождение магического духа! Восстание с преисподней! Паджи Геркулес! А так это и есть магический дух! Да он просто огромен, словно какое-то божество! Не, не победить! Для ученика первого курса это абсолютно невозможно! Я никогда не проигрывал, когда дело касается и силы! Потому что каждая атака Геркулеса равноценна атаке силовой магии с двенадцатой ступенчатым наложением! Поэтому, паршивый демон... Представление окончено! Что? Ах, снова отбил? Невозможно! Это ведь была атака магического духа, усиленного в двенадцать раз! Как он смог нейтрализовать ее за одно мгновение? Так называемый магический дух по своей сути является воплощением сильнейшего желания, созданным магией. По этой причине, у магического духа и его пользователя существуют две общие черты. Во-первых, как и в случае со всеми расами, Разглядев потоки магической энергии, текущей в его теле, нейтрализовать атака не составит никакого труда. Думаешь, это все? Ну, управиться с магическим духом не так легко, как ты думаешь! Ах, ну черт, магический дух запустил разложение! Чаретии используют духовную дверь, чтобы из магического источника задействовать энергию. Также известную как магия. А энергия, которая задействовала через магического духа, обладает необычайно высокой степенью чистоты, с которой физической оболочки просто смертельно. Простого смертного справиться не под силу. Поэтому лучший способ противостоять магическому духу задействует своего магического духа. Вздор! Нелепость! Сейчас демоном не под силу обладать магическим духом! После разложения от тебя даже костей не останется! Ты видишь это, старик? И что с того, что он демон? Моя победа гарантирована! Я... Я никогда не стану таким, как ты! Вот как! Твоя решительная ненависть происходит из страха! Что за дела? Что за удушающая магическая энергия? Этот паршивец призвал магического духа? Но... Но где? Поскольку магический дух является воплощением эмоций и желаний, поскольку во время атаки магического духа эмоции у владельца также передаются противнику, я видел несметное множество магических духов, поддерживаемых самыми разными желаниями, справедливостью, порядком и подобных твоему, пережитыми невзгодами. И не важно, какие именно эмоции стоят за магическим духом страдания, господствие над этими желаниями остается неизменными. Это вторая общая черта. Этот паршивый демон обратил разложение в Геркулеса? Нет, все не так. Нет, все не так. Мой магический дух, получив ранение, отплачивает своему противнику той же монетой и дает кусить ему тех же страданий. Ритуал призыва произошел в тот самый момент, когда ты активировал разложение. Это его магический дух? Яви свое величие, Каин. Как такое могло? Не подходи! Не подходи! Папа! За причинение страданий Каин воздаст в семикратном размере. Нет! Не надо! Не надо! Я чувствую магические колебания в той стороне. Президент! Похоже, мне придется лично встретиться с ним. Почему? Ты остановила меня! Успокойся немного, маленький инкуб. Это Академия Героев. Если ты будешь использовать насилие ради решения проблем, все подумают, что ты идешь против самой Академии. А тогда в чем смысл твоего поступления в Академию? Я действительно вел себя слишком импульсивно. Хотя это случилось всего несколько раз. Но поведение этих людей действительно сводит с ума. Невозможно! Демоны не могут обладать такой силой! Невозможно! Невозможно! Не смотри на меня с высока! Все будет хорошо, пока я ее не убью, верно? Он похож на зубочистку, как я и ожидала. Ладно, давай вернемся к делу. Эй, эй, прямо здесь ты не слишком отторопишься. Маленький инкуб, ты в порядке? Это побочный эффект использования слюнной дракона. Если я не высвобожу остатки силы, этот остаток может в конечном итоге поглотить меня. Магия парной культивации. Единственное, что сейчас поможет. Тогда чем я могу тебе помочь? Эй, остановись, остановись! Черт, каковы условия для активации парной культивации? Мой самый первый раз, когда я сделал это с Лайси. И в тот раз, когда я был с Алисой в зале совета. Ах, похоже, это очень больно. Стойте, разве инкубы не передают свой поток демонической силы половым путем? Другими словами, чтобы он высвободил остаточную энергию? Ах, теперь я поняла. Если это поможет облегчить твои страдания, я не возражаю. Да, поможет ты в ужасном состоянии. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как быстро найти Алису. Вот же, я недостаточно хороша. Кто позволил тебе произносить это имя? Ты, отбрас! Это огромное количество энергии! Президент студсовета Адонис? Похоже, что ситуация здесь довольно неприятная для глаз. Поистине позорная. Прошу прощения, президент студсовета Адонис. Я... я... Тебе не нужно извиняться. Я знаю, что ты старался изо всех сил. Брайан. Спасибо, президент. Но секретарь Тереза сказала мне, что... Ты использовала безопасность моей сестры как угрозу врагу. Тереза, секретарь студсовета. Нет, нет, это было... Я надеюсь, что ты готов к последствиям. Теперь, когда все уважено, твоя очередь. Только что, когда он использовал свою магию, я совсем ее не почувствовал. Вот же. Я чувствую, что демоническая сила, которая поглощает меня, распространяется. Похоже, что этот отброс вот-вот будет поглощен его собственной демонической силой. Какая жалость. Магическая сила, которую демоны так хотели, их и убьет. Хм. Нет. Если ты сейчас уйдешь, я оставлю в стороне случай, когда ты пыталась сблизиться с Алисой, будучи шпионом. Шпион? Если бы я была прежней, я бы подумала об этом, но сейчас... Особенно этого парня. Я не позволю тебя убить. Это ощущение. Это из-за остаточной силы Ньют? Похоже, сила Ньют все еще активна. Вот почему я чувствую эмоции, скрывающиеся за ее силой. Я ненавижу людей. Из всех раз только люди, недовольны землей, которую они завоевали. Леса, горы, реки. Земля зверолюдей постепенно завоевывалась ими. Несомненно. Изначально я была шпионом, посланной кланом зверолюдей, чтобы подобраться поближе к Алисе. Но время шло, и я начала чувствовать себя сбитой с толку. Но одно можно сказать точно. Алиса ни в чем не виновата. Этот чертов возвращенец. Глупый идиот. У него даже хватает наглости преподавать такое в академии. Да неужели? Но я чувствую, что после встречи с ним у тебя улучшилось настроение. О чем ты вообще говоришь? Временами ты действительно бываешь упрямой. Подумай только. А я думала, ты лучшие подруги. А я думала, мы лучшие подруги. Извини, Алиса. А может быть, я и не горжусь тебе. Извини, Алиса. А может быть, я и не горжусь тебе, друзья. Но, по крайней мере. Ну, воспользуйся этой возможностью и беги, Алисе. И извинись перед ней за меня. Вот такая вот 15-я главушка. Продолжаем. Все будет хорошо. Ты единственный, кто может сделать Алису счастливой. А теперь... Ваша очередь. Хм... А ты права. Эй, почему ты еще здесь? Я что, плакала напрасно? Что заставляет тебя думать, что ты можешь решать, что для меня лучше? Ты заставила меня потратить магию впустую, чтобы вернуться сюда. В любом случае, я могу прикончить его всего за три хода. Так почему ты все-таки вернулся? Да и не в тем состоянии, чтобы драться с ним. Кроме того... Три хода? Я что, плохо слышу? Кроме того, никто не смог отчетливо увидеть, как он творит свои заклинания. Маленький инкуб. Я впервые вижу, чтобы кто-то блокировал атаки президента. Обычно, магия передается через пространство, потому что пространство легко представить. То есть, сформировать круг, а затем высвободить магию. Твоя магия проявляется в представлении времени. В момент использования магии уже достигает противника. Так что мне просто нужно сделать то же самое, чтобы быстро поставить щит. Это просто? Хм, просто? Мне пришлось потратить три года только на то, чтобы представить себе время в своей голове. А он так быстро раскусил это. Хм, интересно. Но... Маленький инкуб, ты в порядке? Его рука... Она исчезла. Твоё тело вот-вот будет поглощено твоей магией. Каждый раз, когда ты используешь магию, ты ускоряешь процесс. Если ты продолжишь ставить щит, твоя магия поглотит тебя полностью. Остановись! Позволь мне сражаться! Я не могу стоять в стороне, пока тебя поглощает твоя собственная магия! Только ты... Только ты мог бы сделать Алису! Если я позволю тебе это сделать, ты умрёшь! Кого это волнует? Ничего страшного, если я умру! Ньют, это твоё желание умереть! Такие люди, как я, люди, которые предали бы своих друзей! Когда я почувствовал эмоции Ньюта, контролируя Кайна, магия парной культивации откликнулась. В тот раз, когда я был с Лайлой Класси, это было потому, что она надеялась, что я смогу возродить клан демонов. И я пообещал ей, что сделаю это. С Алисой это было потому, что она очень отчаянно нуждалась в защите, и это тоже было моим намерением. Точно, условия для запуска парной культивации. Скажи мне, чего ты желаешь? Я... Я... Я хочу жить! Извиниться перед Алисой, и на этот раз стать ей другом по-настоящему! Тогда позволь мне исполнить твоё желание! Мои атаки исчезли? Прямо сейчас! А? 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 Остался последний! И... Семнадцатая глава! На первом этапе я понял твою магию, а на втором этапе... Я остановил поглощение, остался последний ход! Ты только что использовал... Парную культивацию? Парная культивация? Президент, вы говорите, что... Да... Это магия, созданная моей бабушкой! По легенде, это комбинированная магия, которую могут использовать только два человека противоположного пола! Наряду с могущественной магией, будет и чувство, похожее на похоть, который растёт в сердцах обоих! Однако, даже если ты как-то изучил эту магию, ты не победишь меня 50-летним антиквариатом! Ты совершил ошибку! Я... Я хочу не просто победить тебя... А победить одним движением! Хм... Какой самонадеянный! Даже если ты тот самый, 50-летней давности... Сейчас ты мне не противник! Начнём! Нападает? Тереза! Что только что произошло? Время исчезло, и автоматически открылся телепорт! Похоже, что это третий ход, про который он говорил! О, старший брат, ты в порядке? А Рэкет? Только что в лесу вспыхнули две очень удивительные магические силы, и мы все были удивлены! Шпион? Старший брат? Разве это не Ньют? Это же... Ага, кое-что случилось! Ничего такого не случилось, забудь! И не нужно извиняться перед Алисой! А что между ними произошло, а что нужно забыть? Неужели брат использовал свои уроки и превратил в рота в... Поздравляем! А? Ньют! И ты, мужлан! Брат, спаси нас! Что случилось? Алиса, на самом деле я... Как хорошо, что ты в порядке! А? Только что в лесу прорисовал сильнейший выброс магии, и я подумала, что что-то случилось! Нет, все в порядке! Как бы не так! Все! Еще ничего не закончилось! Брат, почему ты здесь? А... Алиса? Алиса... 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 Президент! А... А? Раз уж все здесь, я.. объявлю кое-что важное! Он! Из Клана Демонов, бывшей король Демонов! Бэлмонт! Что? Старший брат? Он... Что? Этот идиот? Маленький суккуп. Он и есть Белмонт? Старший брат, разве бабушка не запечатала Белмонт в каменную статую? Не так давно каменная статуя была разбита. Существует большая вероятность, что Белмонт снял печать и снова пробудился. Узнаем, с чем заключается истина этого вопроса, послушав ее. Это королевский рыцарь. Давно не виделись. Она была свидетелем той ночи, когда каменная статуя была разрушена. Ты видела человека, который появился из разбитой статуи той ночью. Это был он? Нет, не он. Я был прав. Он король демонов. Что? Это был не он. Король демонов той ночью был двухметровым мужчиной с мускулами по всему телу. Не таким ребенком. Рыцарь? Эти и предыдущие показания. Мистер Адонис. Со всем почтением, но я бы никогда не сказала про ребенка, что он... он бы не смог меня победить. Невозможно! Если ты не Белмонт, то как ты научился парной культивации? Ох, Алиса научила. И что? Ты, ты! Что за чушь ты несешь, когда я тебя учила? Огромное количество навыков можно передать, несмотря ни на что. Моя первая парная культивация была с тобой. Но... но... Алиса, моя сестра и демон... парная культивация... Похоже, президент снова вошел в состояние S. Демон, не думаю, что это конец. Это только начало. Я сказал Лассе ждать неподалеку. Если что, помочь мне. Этот рыцарь должен быть замаскировал замаскированной Лассе, верно? Ты, наконец-то, повзрослела, Лассе. Это идеальная маскировка. Лорд Белл... А? Лассе? Что? Но как ты... Как хорошо, что вы справились сами. Тот, кто заменил рыцаря, тоже демон. Какая мощная техника трансформации. Стойте. Если Лассе тут, то кто же... Кто же это? Познаем в следующих главах. Восемнадцатая главушка. Продолжаем. Демоны обладают определенными магическими силами. Через неделю после практического занятия. Условия для парной культивации. Удовлетворение самого искреннего желания сердца. К счастью, каждый раз восстанавливается немного магической силы. И я до сих пор не знаю, кем был тот человек. Но нужно ускорить восстановление магической силы. Однако... Это... Что вы делаете? Какого черта вы так оделись? И какой еще бах? Моя нынешняя ситуация... Немного сложная. Обеденный перерыв. Старший брат, ты получил высший статус. Почему ты все еще выглядишь несчастным? Нет. Этого недостаточно. К одного класса недостаточно. Моя цель в Сеакадемии, придурок. Верно. Я слишком усколобый. Цель старшего брата более грандиозная. Брат, извини. Давай начнем с этого. Добро пожаловать в клуб садоводства. Уступайте в волейбольный клуб. Брат, система продвижения в Академии не основана на учебном году. А зависит от уровня твоей магической силы. Но если ты хочешь быстро подняться, есть другой способ. Присоединись к клубу и получи три медали героя. Медали героя? Да, это воплощение силы и статуса героя. А еще это символ чести. Есть три способа получить их. Национальное признание, признание Академии и признание старших. Два последних более распространены. Признание Академии – это признание магической силы. А признание старших – это достижение в клубной деятельности. Рэкет. Черт, неужели я где-то ошибся? Отличная работа. Оказывается, есть такие места, как клубы, которые не разделяют мужчин и женщин. Таким образом, вопрос опорной культивации. Я слышала, что он преподавал непристойности. Он провогласил себя каким-то богом извращенцев. А что себе позволяет этот демон? А я слышала, что он король демонов. Отлично. Репутация старшего брата распространилась по всей Академии. О да, отлично. Такое ощущение, что часть меня умерла. Апчхи. А что такое? Ты простудилась? Такое чувство, что кто-то сказал обо мне что-то плохое. Со славой старшего брата мы должны найти сильный клуб. А? Ты был, верно? Мы слышали, ты очень энергичный. Давай присоединяйся к клубу рестлинга. Те, кто следует за тобой. Всего лишь муравьи. Старший покажет тебе, что такое настоящее тело. Рэкет. Хм. Я понял, брат. Брат, беги, мы их задержим. Не убегай, позволь старшим тренировать тебя. Нужно поторопиться, а пока ситуация не стала еще... Черт, не могу остановиться. Извините, вы... В порядке? Девятнадцатая глава. Извините... В порядке? Эта девушка... Она такая... Ты тот мальчик-демон, который недавно поступил в академию. Меня зовут Феликс, и я президент клуба фехтования. Не хочешь побольше узнать о клубе? Тебе не противно рядом со мной? А, что? Потому что ты демон? Нет, кто-то сказал мне, что все расы должны. Смотри, это же Феликс. Слышал, Феликс-гибрид. А, вот оно что. Ты ангел-полукровка. Правильно. Я смесь ангела и человека. Презренное существо. Прошу прощения за столь странное приглашение в клуб. Вам следует взглянуть на другие клубы. Я хочу вступить в клуб. Что? Но... Я не верю, что кто-то рождается презренным. И я также интересуюсь фехтованием. Если я вернусь назад, то мне точно поймают. Нет, члены клуба рестлинга. Лучше вступить в клуб фехтования к милой девушке. Наконец-то кто-то уступил в фехтовальный клуб. Это здорово. Тогда давай начнем ступительный тест. Я не уверена, что маленький сукоп пришел. Ну да кому до него есть дело. Смотри, кажется, сукопчик с кем-то флиртует. И я же говорила, что мне не интересен этот бабник. А правила очень просты. Просто выдержи против меня три раунда и покажи мне твою силу. Хорошо? Ха, она выглядит знакомо. Да, не проблема. На чай, прости, опоздал. Спасибо за полученечек, мистер Кроу. Да. За чай тебя спасибо особое. Так, давайте сразу туда что-нибудь интересненькое поставим на музыку. Да, не проблема. Странно, почему никто не присоединяется к фехтовальному клубу? На зрителей собралось много. Отлично, тогда начнем. Разве это не тест? Почему она использует так много силы? Даже Ока отреагировала в последний момент. Эй, если не хочешь пострадать, просто сдавайся. Ага, Алиса? В этом клубе только один человек, не потому, что никто не присоединяется. Все дело в президенте этого клуба. Она наследник бабушкиного фехтования. Пятьдесят лет назад. Женщина, ты так самоуверена? У тебя есть какая-то особая магия? Магия? Чтобы справиться с тобой, достаточно меча. Верно. Ее приемы. Ее приемы. Такие же, как у Ильи. Она опасна. Тебе лучше сдаться. Закупчик, на этот раз тебе не победить. Увы. Это конец теста. Ай, мисс Алиса права. Нет, пожалуйста. Начнем второй раунд. Да? Тупой идиот. Ты не слышал, что я сказала? Эй, подожди. У него должен быть план. Когда я увернулся от меча, она улыбалась от всего сердца. Если я пройду... Мистер Кролл, спасибо еще за двадцатку. Некогда. Но мы обязательно с ней переговорим. Не переживай. Да, времени не хватает, но все. Если я пройду, я надеюсь, ты кое-что пообещаешь. Что? Что? О чем это он? А может, у него действительно есть план? Обещай отдать мне самое дорогое. Наверное, ее желание это, чтобы кто-нибудь вступил в клуб. Это отличная возможность заняться парной культивацией. Ну, самое дорогое. А что и ожидалось от маленького суккуба? Какое бесстыдство. Так, двадцатая главушка. Самое дорогое? Что и ожидалось от маленького суккуба? Какое бесстыдство. Но что же он задумал? Хорошо. Если ты пройдешь тест, я отдам тебе самое дорогое. Как и ожидалось, ее магическая сила фактически интегрирована с мечом. Это состояние, которое можно достичь только с помощью чрезвычайно упорных тренировок. Тем не менее, пока я могу увидеть направление магической силы, я смогу предугадать ее движение. Нападаю. Следуя потоку магической силы... Блокировать! То, что я заблокировал, это ауру меча, сформированной магической силой. Удивительно, ты смог развернуться и отразить вторую атаку. Говоря об этом, я должен поблагодарить тебя. Благодаря твоему мечу, я знаю, каково твое истинное желание. Это... магический дух? Каин, скажи мне, что ты чувствуешь? Клан Ангелу славится на материке своим владением мечом. И самые талантовые люди каждого поколения становятся учениками святых воинов. Клан уважает чистую кровь. У полукровок вырастают черные крылья. Я полукровка, рожденная моей матерью, которая путешествовала и родила от иностранца. Но мой отец исчез еще до того, как я родилась. Когда я была ребенком, самое главное, чему научила меня моя мать, было... Ты презренное существо. Ты должна жить с опущенной головой. Бесстыжи, ублюдок! Не оскорбляй наше мастерство владения мечом своим обожеством! Благодаря настойчивым мольбам моей матери, я наконец получил... Я наконец получила возможность научиться фехтованию. Я знаю, что как бы это ни было тяжело, я должен страдать, потому что я презренное существо. Извини, что родила тебя. Это было последнее слово, сказанное моей матерью. А после этого я думал оборвать свою жизнь. Мисс Илья, вы не можете шутить по этому поводу, он... Что? Разве вы не говорили, что я могу выбрать самого одаренного у ребенка? Мисс Илья, я презренный ангел-полукровка. И чтобы не запятать репутацию, пожалуйста... Лови! Что? Когда скрещиваются мечи, нет различия происхождений. Независимо от твоего происхождения, ты можешь чувствовать волю... Противника через меч. Я никогда не забуду то чувство. Ее меч говорил мне, что мы равны. Так, сейчас, ребят, переключим. Прошло 50 лет с нашей последней встречи. Я не знаю, прошли ли эти 50 лет так, как ты хотела. Это неожиданно. У тебя уже есть магический дух. Тогда я смогу использовать мечи своего сердца. Что это? Что? Не может быть, это же... Это... Крылья света! Световые крылья создают образы мечей. Так, мистер Кроу, спасибо за десяточку. Кто тебе, Ладет? Почему ты ей так дорожишь? Она очень хороший человек в общении. Ладет, это моя хорошая подруга. И еще... Мой модератор. Конечно, я и дружу. Так, ладенько, продолжаем. Тебе нужно отразить настоящий меч, иначе можно умереть. Нападай. Учитель, это тот человек, о котором вы говорили. Воспользуюсь этим шансом, чтобы... Поцеловаться. Так, двадцать первая глава. Эээ... Чё-то я немножко в ступоре. Я думал, что это девушка, но... Чё-то судя по последним... Эээ... Словам. Это, походу, парень все-таки. Ладенько, продолжаем. Феликс, сегодня я собираюсь научить тебе клемм света. Что? Мастер, это тот самый прием? Да. Если однажды ты встретишь кого-то, кто сможет разгадать этот прием, то он определенно научит тебя большему, чем я. Ты тот человек? Я хочу знать, какая воля скрыта в твоем мече. Что, отразит мой меч? Что? Он бросил меч? Конечно же, ты не сможешь устоять перед искушением скрестить мечи. Ты полностью открыта. Ты полностью открыта. Какой сильный удар. Что с ними? Я справился. Как, черт возьми, ты так идеально упал. А как ты так легко победил? Потому что ты слишком сосредоточен на мечах. Вообще-то, скажу тебе, равны не мечи, а те, кто использует их. Скреститься могут не только мечи. Учитель! Добро пожаловать в фехтовальный клуб. Я встретил такого человека. Это шанс для парного культивирования. Итак, предыдущий договор. Что ж, я выполню его. Да, время пришло. Ты что творишь, старший? Ты мог его убить. Но... Мужчин и женщин, колоно-аунилов, иногда нелегко отличить. А? Старший? Глаз истинного знания все исчезла и видит сквозь одежду. В будущем, пожалуйста, помоги мне снова советом, мистер Белл. Черт. В тот день король демонов испытал самое продолжительное состояние Ди в своей жизни. Два дня спустя. Старший брат такой с того дня. Что с ним случилось? Эй, тот парень в классе? Старший брат. А? Невестка Алиса и невестка Ньют здесь, чтобы увидеть вас. Какие еще невестки? Ах, вот оно что. Пережив такую тьму, мое тело жаждет. Если бы мне не сказали, что с тобой что-то не так, меня бы тут не было. Давно не виделись. Сапкипчик. Бурлящие жизненные силы. Старший брат наконец-то встал. Привет, Белл. Старший брат, у тебя кровь. Я здесь, чтобы выполнить то вещание. Это? Это медаль героя. Моя самая драгоценная вещь, как президент клуба фехтования. Твои успехи наступительном тесте заслуживают этого. А, я не могла подумать, что наш извращенец тоже нацелен на медали героя. Но я соберу их первой. И мы с Ньют тоже вступили в клуб фехтования. Далее на фестивале героев я смогу получить другие медали героя. Я не проиграю тебе. Вы можете соревноваться, даже если ты не состоишь в том же клубе. Зачем вступать в клуб фехтования? Ньют, не болтай слишком много. Ну, так что? На втором курсе тебя, походу, переведут в наш класс. Класс? Ну, в любом случае, я тебе не проиграю. Брат, разве ты не знаешь? Поскольку количество людей в Академии слишком мало, Академия больше не будет разделять учеников на мужские и женские классы. Рэкет? Что такое? Фестиваль героев. Мне нужно немедленно принять участие. Нет проблем, братан. Фестиваль героев – это праздник, организованный Академией для участников. Необходимо получить разрешение всех учителей класса. Но не волнуйся, братан. Я уже оставил это тривиальное дело семье. На следующий день. Брат, пожалуйста, посмотри. Что? Невозможно. Даже со связями семьи мы не получили разрешения. Только этот учитель поставил крестик. Ха. Кто это? Вот. Это Афродита. Старший брат, с семьей Афродиты не так-то просто договориться. Это известный клан берсерков. И дальние родственники семьи Роуз. Во времена войны они опирались на свою безумную кровь. Они им добились больших успехов. Их статус не ниже, чем в моей семье. Даже если он учится в Академии, я все равно не согласна. Это все. Я иду на урок, извините. Я уже сказала, что у тебя не должно быть предупреждений против демонов. Я уже сказала, что это не из-за того, что он демон, но этот суккуп. Сначала постучим. Это слишком. Это суппудение. Я хотел постучать в дверь. А-а-а-а-а. Умри. Двадцать вторая главушка. Директор, смотрите. Разве такое поведение все не объясняет? У него совсем нет самоконтроля над желаниями. Люди, которые не могут себя контактировать, должны быть изолированы. Так, мистер Краун. Спасибо за дитяточку. Отдохни и хотя бы на две головы меньше озвучить. Чуть-чуть отдохни, еще успеем завтра. Кидает на метки. Спасибо за беспокойство. Ну, посмотрим, как сила кончится. Так и закончим. Возможно, на днях возьму себе выходной. Люди, которые не могут себя контролировать, должны быть изолированы. Ты та, кто больше всего не контролирует себя. Только что это было действительно совпадение. Но обычно демонам нужно оценить размер. Ну, чтобы... Оценить? И скольких ты уже коснулся? Если не считать вас, то... Учитель Кляйн отвечает за дисциплину. Старший брат должен следить за своими словами. Ты хоть знаешь, как ее называют студенты и преподаватели? Берсерк без похоти. Последняя железная детственница в магическом мире. Человек с нулевой терпимостью к показанной любви железной леди. Я все слышала. Рэккет, ты слишком много говоришь. Я не думаю, что Белл сделал это намеренно. Так что лучше просто... Директор, я хотел бы попросить отправить Белла пойти в комнату наставлений. Я лично сделаю его лучше. Комната наставлений? Значит, старшего брата. Но... А может что-то изменится после этого? Спасибо за дочаточку, что бы завтра уже отдыхал. Ну, посмотрим, посмотрим. Комната наставлений. Почему эта комната кажется знакомой? Где-то я видел что-то подобное. И этот способ связывания такой знакомый. Исповедь поможет тебе, Белл. Пожалуйста, будь честен в своих преступлениях. Какое преступление? Я не помню, что бы совершал что-то такое. Позволь мне помочь тебе вспомнить, что ты сделал с Алисой во время ступениных экзаменов. Что ты сделал с Ньют на боевом занятии. Ты даже приставал к Феликсу. Ты мерзкий сукуб. Ты не можешь контролировать свои желания. Не торопись признаваться. Когда ты вступил в контакт с этими девушками, были ли у тебя какие-нибудь неописуемые подробности? Разве она не Берсерк, отвечающий за дисциплину? Как она узнала о парной культивации? Она даже хочет узнать подробности? Все эти вещи я делал в условиях стопроцентного самоконтроля. Достойно быть старшим братом. Хотя это звучит немного извращенно, но он так уверен в себе. Подслушивает. Представлю себе в прошлости. А, мистер, к вам спасибо за десяточку. Все буду кидать тебе монетки. Только ты, не кидай, давай лучше между головушками. А то не хочется сильно прерываться. Тут такие моменты. А ты смеешь меня дерзить? Энгерский пацан. Странно. Мне показалось, что только что я почувствовал какую-то особую магическую силу в этом хлысте. Ну что, ты готов начать? Да, шлепните меня еще пару раз. Я должен почувствовать больше магической силы в ее хлысте, чтобы понять, в чем дело. Бабник не стоит меня недооценивать. Это я вовсе виноват. Старший брат терпит такие унижения. Это оно. За кажущейся холодной магией вскрывается слой красной горячей силы. Я понял. Красный – это желание, которое она подавляла. Белл, если ты все не расскажешь, ты не сможешь выйти из этой комнаты. Верно. Как берсеркера, с безумной кровью она всегда должна сдерживать себя. Поэтому ей приходится использовать такой метод, чтобы удовлетворить свои желания. Ей легко помочь. Почему хлыст приближается ко мне? Что случилось? Мой кнут, почему он не слушается? Он затягивается все туже и туже. В книге написано, что массирование нескольких аккумпунктурных точек женщины может высвободить страсть, заключенная в ее теле. Что это такое? Что это за чувства, которые я раньше не испытывала? В криках старшего брата так и чувствуется боль. Я больше не могу ждать. Через 20 минут. Что ты сделал со мной? Не думай, что из-за этого я сдамся. Брат, ты в порядке? Кто позволил тебе войти? Эм, да, все в порядке. Все хорошо. Моя цель. Все в академии. Какая грандиозная цель. Вот она, мой старший брат. Наставления для Бэлла закончены. Он хорошо себя повел. Ааа. Я разрешаю ему участвовать в фестивале. Отлично, брат. Разрешение получено. Почему она вдруг изменила свое отношение? А, это как ты смеешь делать только со мной. Такое качество над чувствами, которые я храню, как берсерк. Ты еще получишь свое наказание во время фестиваля. Первый курс. Фестиваль героев это праздничное мероприятие, организованное для того, чтобы нынешние студенты всегда помнили о героических подвигах прошлых поколений. Поскольку уровень мероприятия для академии наивысший, требования к уровню участников также очень высоки. Теоретически, к участию допускаются только те, кто перешел на второй курс, в то время как другие учащиеся должны получить разрешение от своих учителей. Студенты должны сформировать группу из четырех человек по образцу группы героев для участия в трех основных этапах. Первый этап. Легенда о героях. Предназначен для об... Первый этап. Легенда о героях. Предназначен для обзора битвы с расой демонов. Участвующие студенты играют роль героя. Выбирают одно из сражений и сражаются с демонами, которых играют учители академии. Второй этап. Бессмертие героического духа. Посвящен памяти героев, погибших в войне. Студенты войдут во дворец с бронзовыми статуями героев, которые жертвовали собой на протяжении веков. Студенты должны ответить на соответствующие вопросы. Те, кто ответит правильно, пройдут дальше. Если ответят неправильно, бронзовая статуя будет активирована, и студенты должны победить ее, чтобы пройти дальше. Третий этап. Гимн героев. До него дошли слишком мало студентов, так что про него ничего не известно. Брат, это будет тяжелая битва. Будем готовиться. Ага, вот, нашел. Это называется бандаж. Интересно, вот где это видел? Чего? Я слышала, что Белман получил разрешение участвовать в фестивале. Да. Это хорошая возможность после того, как он поуч... Это хорошая возможность. А после того, как он поучаствует в фестивале, его характеристики в качестве материала для переработки станут более высокими. Ты ведь знаешь, что делать? Знаю. Излечь магическую силу и схватить короля демонов. 23-я глава. Так, я смотрю тут в чатике очень интересные разговорчики про пачки чая и тому подобное. Я все вижу. Ладно, продолжаем. 23-я глава. Так, друзья, не забывайте ставить лайк под видосиком. День фестиваля Похоже, что старший брат воодушевлен священным фестивалем. Я должен пойти по стопам старшего брата, чтобы создать чудо. Что делает старший брат? 38-39-40. Наконец-то много девушек. Ты лучший. Черновик, шапки, классный ник. Спасибо за полтенечек и спасибо за столь высокую оценку. Старайся. Наконец-то много девушек. Я смогу активировать парное культивирование. Брат уже начал запоминать сильных противников. Я объявляю, что фестиваль героев официально начинается. Приступим к формированию команд. По традиции фестиваля потомки героев могут первыми выбрать товарищей по команде. Очевидно, что я должен быть в группе с представителями противоположного пола. на этот раз ты должен присоединиться к нам. Пойдем, присоединись к старшек... Пойдем, присоединись к старшеклассникам и познакомься с прекрасным. тя... Отпусти его. Этот парень, я хочу его. Вот же, привилегии потомков. Выхода нет, забирай. Ну как? Я не только спасла тебе жизнь, но и выбрала тебя первым. Фестиваль героев священный праздник, поэтому я советую вам быть посерьезнее. А, какое тебе дело до нас? Да, или ты тоже хочешь быть в группе с маленьким закубом? Я пошла не для того, чтобы быть с ним в группе, а для того, чтобы присматривать за тобой. Хоть мы и знакомы, но все равно они противоположного пола, так что это небольшая проблема. Нам все еще нужен один человек, кого бы нам взять. Я решила быть в группе с Белом. Роксана, я выбрала этого идиота первый. Строго говоря, я выбрала его первый. Я не могу оценить размер, ты мужчина или женщина. Что? Я не хочу повторения предыдущих ошибок. Я девушка. Тогда я согласен. Придурок, ты настолько извращенец. Хм, это странно, почему гордая эльфийка выбрала демона. Не важно, кого я выбрала, важно то, что я буду той, кто приведет вас к победе. ты такая же высокомерная и наглая, как всегда. Ох, как хорошо, что у брата так много невесток, которые его защищают. Не волнуйся, старшие защитят тебя и помогут преобразить твое тело. Ча-ча-ча-ва. Подземелье драконов под Академией. Это Подземелье Академии? Я вижу его в первый раз. А тут четыре прохода. Нам нужно разделиться. Хм, это изображение выглядит как... Это битва при Димачи. Одна из самых важных и трагических битв между несколькими основными расами и демонами. Это тяжелое задание. Эта битва длилась 10 дней и 10 ночей на равнине Лазик. Впоследствии у вулкана Сенгард герой попали... Впоследствии у вулкана Сенгард герой попали в засаду огненного демона и понесли тяжелые потери. Они отчаянно сопротивлялись. прорвали защиту и прибыли в высокий замок где начали кровавую битву со стражницей короля демонов. А в конце концов потребуют жертву двух героев чтобы переломить ситуацию. Победите огненного демона одолейте стражницу короля демонов и займите высокий замок. Это все чтобы проверить нашу силу? Увидимся позже Белл. А почему ты попрощалась далеко с ним Роксана? Ну все я пошла. Хм интересно с какими демонами я встречусь? Слушай внимательно идиот Белл. Постарайся тут не умереть и Да хорошо. Наконец-то здесь я подготовилась к нашей встрече. Хе-хе. Это давно потерянная детская песня демона. А? Это? Демонические стражи? 24 глава. Демонические стражи? Это хорошо. Дети расы демонов я вернулся. Я вспомнил. Они не настоящие демоны. Они просто марионетки. Давайте взглянем. почему все стражи женского пола? Неважно. Это просто марионетки. Магия, которую я восстановил, достаточно, чтобы справиться с ними. В то же время. так, мистер кролл, спасибо за десяточку. Там будет золотой рицей задавать вопросы. Хорошо, сейчас доберемся. Ха, какие слабые стражи. Если это все, то это недостойно названия. Фестиваль героев. Конечно же, все они куклы. Даже размер у всех одинаковый. Это вулкан Сенгард? С этого момента начинается битва возле вулкана Сенгард. Это так называемая битва на равнине. Начнем же Белл. Этот смех это огненный демон? Ты герой, что пришел бросить не вызов? Когда огненный демон туже стал женщиной? Ха, чтобы отвлечь тебя, бабник, не не только сменила пол твоих противников, но и увеличила их грудь. Но я забыла, что если наложить заклинание на одну марионетку, тела других марионеток тоже изменятся. Все страшники остались женского пола. Огненный демон 2 Ты герой, что пришел бросить не вызов? У мужчин расы демонов такие странные грудные мышцы был тоже будет таким? Это невозможно. Почему моя грудь? Почему твоя грудь больше моей? Огненный демон 3 Почему демоны самцы здесь такие огромные, а в них скрыта особая магическая сила? Огненный демон является защитником горы Сенгард. Только перешагнув через мой троп, ты сможешь двигаться дальше. Верно, это то, почему я их тогда учил. Верно, это то, чему я их тогда учил. Но мне это всегда казалось очень странным. если ты проиграешь, ты должен встать передо мной на колени и покаяться в своих грехах. Я учил их такому, но я где-то слышал что-то подобное. Черт, я сказала слишком много. Мне Святого Гарда. Ганев Святого Гарда традиционное умение клана огненных демонов. Окруженный интенсивным пламенем ни одного существа ни одно существо не сможет выбраться живым. Если только, его магия недостаточно сильна. А что, так быстро? скучно. Становится все жарче и жарче. Сдаться и прекратить битву с огненным демоном? Да? Нет? Сдаться? Это всего лишь марионетка. Я помню, что пламя огненного демона использует свою собственную магическую силу в качестве топлива. Хотя оно достаточно сильное, оно не будет длиться слишком долго, иначе у него будет недостаточно магической силы, чтобы поддерживать собственное состояние. Использую восстановленную магическую силу, чтобы сначала поставить защитный барьер. Что происходит? Барьер не выдерживает пламя? Ха, что происходит? Барьер не выдерживает пламя? Я ошибся. За марионетками стоят учителя, которые продолжают оказывать поддержку. Магическая сила марионетки не только не иссякнет, но и продолжает расти. Учитель хорошо тебя позаботится, демон, но против тебя сильнее, чем остальные трое вместе взятые. Готов сдаться? Преклони колено, и я, возможно, тебя поищу. Ты, наверное, шутишь? Я ни перед кем не преклонял колени за последние тысячи лет. наглый молец. Моя магическая сила иссякает, я не продержусь долго. Поскольку марионетка управляет магией, между марионеткой и учителем должна быть магическая связь. На груди место, где марионетка получает магический сигнал. Уже готов сдаться? Это шансы. А оказывается, что не полагается на эту штуку, чтобы передавать магическую силу. это так смешно. Что происходит? Почему моя магическая сила так быстро истощается? Он нашел магический передатчик. Все кончено. Черт, нужно немедленно перерывать передачу магии. Ты похотливый демон. Не думаю, что ты победил. Кажется, я понял, кто стоит за марионеткой. Неважно, что ты говоришь. Нам без передатчика марионетка. Ничем не лучше деревянной куклы. Битва с огненным демоном вблизи вулкана Сенград завершена. Вернитесь в изначальную точку. Это довольно сложно. Кажется, я должна выйти на сцену лично. Прошло так много времени, неужели этот идиот не справился? Хм, беспокоишься о нем? Битва с огненным демоном завершена. Почему я должна о нем беспокоиться? Я просто боюсь, что он потащит за собой всю группу. не нужно притворяться рядом со мной. Раз ты так возмунуешься, почему ты не помогла ему раньше? Я же сказала, что не волнуясь. Пока я могу продвигаться вперед, мне все равно. Если один член команды потерпит неудачу, вся группа будет исключена. Разве вы не знали? Что? Правда? Я солгала тебе. Ах ты, ты заходишь слишком далеко. Успокойся, сейчас не время для истерик. О, сук кубчик, молодец, ты справился. Нет, хватит вести себя так разратно. Победите приближенные к королю демонов, способные создать до ста восьми клонов. Личная слуга короля демонов была суккубом. Она не только отвечала за охрану замка, но и выполняла интимные прихоти короля демонов. По вашему мнению, король демонов целыми днями занимался непристойностями? Да, именно так было написано в книжках, которые мы читали в детстве. Это сучешь, кто писал эти книги, они учат детей плохого. О чем ты, суккубчик? Все проходы закрылись. Начинается. Заждались герои. Голос маленькой девочки, он кажется знакомым. Добро... добро пожаловать в высокий замок. Власи, почему она выглядит как ребенок? А как такая посредственная девушка с маленькой грудью могла быть личной слугой? грудь? Чем больше грудь, тем меньше IQ. О чем ты говоришь, чертова доска? Успокойся, сейчас не время для истерик. Герои, посмотрите мне увидеть вашу силу. так много, не слишком лето. Это соответствует истории о непристойностях короля демонов. Да не было никаких непристойностей. Меня так просто не победите. Это моя реплика. Постарайтесь не мешать мне. Эй, идиот, почему ты ничего не делаешь? Какого черта ты там считаешь? А, считай, сколько их здесь? Это 70-е, которую я убила. Стой, но почему ни одной не пропала? это сила клонов, убитая... Это сила клонов. Убивая одного, появляется другой. Только уничтожив настоящее тело, мы сможем победить. А тогда как найти настоящую? Если будем продолжать в том же духе и магическая сила иссякнет? Нашел. У клонов, созданных с помощью магии, в теле нет магических потоков. Только как мне победить ее? Мне потребовалась большая часть магической силы, чтобы справиться с огненным демоном, если я смогу восполнить ее. Стойте, разве рядом со мной не источники магии. Мне нужна ваша помощь. Что? Только не говори, что ты нашел настоящее тело и сможешь победить своей слабой магией. Я использую ваше сило. Что? Ты хочешь использовать предыдущий трюк, чтобы снова украсть мою магическую силу? Маленький суккуб снова будет использовать ту технику. Если ты заберешь мою магию, если ты заберешь мою магическую силу, то что буду делать я? Люди всегда думают только о себе. Я сожалею о жертвах моих предков. В то время были принесены в жертву два героя. Возможно, они передали или всю магическую силу. Тем не менее, это не имеет ничего общего с человеческой расы. Взгляните на это. Будь то Академия или Континент, человеческая раса вмешивается во все. Почему? Только потому, что в конце концов с королем демонов сражалась или... Эй, сейчас не время говорить об этом. Теперь раса демонов вернулась на сцену вместе с нами, что выберет человеческая раса. Хотя я не знаю, что ты будешь делать. Я верю тебе, что это не имеет никакого отношения к тому человеке или нет. Поглоти мою магическую силу. Очень хорошо. Чем больше магической силы он поглощит, тем выше магический фактор. Черт, я не ожидала, что его магический контроль будет таким сильным. Я хотела дать ему только часть силы. Вот оно. Я очень хорошо знаю слабости Лайси. 26 глава. Милорд, я почистила всю вашу одежду и вымыла всю комнату. Приказывайте. Молодец, Лайси. Ты как всегда надежна. Лайси готова сделать все что угодно и поклясться в верности лорду Белмонту до самой смерти. Лайси моя самая близкая горничная и самая преданная. Клянусь в верности лорду Белмонту до самой смерти. Она поклялась моему портрету. Клянусь в верности лорду Белмонту до самой смерти. Моей статуе. Клянусь в верности лорду Белмонту до самой смерти. И моей тени. Хватит. Хватит поклоняться всему. Что? Что там делают трусы моего господина? Ну, ничего. Преданность Лесси заставляла её спускаться на колени, только увидев меня. И невольно опуститься на колени, как только она увидела что-то похожее на меня. Это её слабость. Если она опустится на колени, я смогу её атаковать и победить. Лесси! Работает? И это всё? Что происходит? Почему она не откликнулась? Неужели я не так хорош, как раньше? Это и неочевидная слабость. Почему ты не следуешь правилам? А потому что нет необходимости следовать правилам. А когда имеешь дело с таким бабником, как ты... Это же безжалостный персерк! Последняя железная детственница в магическом мире и человек с нулевой терпимостью к... Проявлению чувству! Железная леди! Учительница Афродита! Как с ней можно сражаться? Ей! Я вообще-то здесь! Учитель, не забывайте, я также знаю ваши слабые стороны! Ты что-то собираешься делать? Опять это? Этот идиот! Даже атака такая пошлая! Не думала, что демоны могут так сражаться! Интересно! Вау! Это выглядит так захватывающе! Ха! Все кончено! Нет! Хватит этих детских игр! А? Что происходит? Хотел повторить старый трюк? К сожалению, я уже заблокировал эти артумпунтурные точки магической силой! Она ведь только что... Прими! Настоящее наставление! Белл! Магический фактор по-прежнему нуждается в крыле демонов! Нельзя позволить, чтобы он тут проиграл! Хоть я и поглотил магическую силу троих! Сейчас я не могу использовать ее все! Я должен уклоняться, пока не найду ее слабости! Ну как? Тебе уже стыдно был? Где-то слабость, к которой неизбежно приведут ее подавленные желания! Я вобью в тебя это чувство стыда! Хе-хе! На этот раз я наконец-то смогу полностью исправить этого похотливого ученика! Хе-хе! Хе-хе! Продолжаем! Хе-хе! Ч-чего? Наверное, это первый раз, когда учитель увидит обнаженному мужчину! Разве Железная Девственница не глупое прозвище? Черт! Впервые увидев обнаженному мужчину, внутри появилось столько чувств! Все мои подавленные эмоции выходят из-под контроля! Хе-хе! Получается, что если слишком сильно подавлять свои желания, Подвергшись сильной положительной стимуляции, вы потеряете контроль и впадете в хаос! Это огромный недостаток! Помоги! Каин! Хе-хе! 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 Это магия Берсерка! Хе-хе! Неплохо! Как воин, я не должна быть во власти желаний! Хе-хе! Я должна уметь сдерживать желания! Тюрьма! Подавление желаний! Хе-хе! Чтобы подавить желания в своем теле, она решила заключить себя в тюрьму? Если она продолжит так издеваться над собой, то несомненно умрет! А? Используй поглощенную магическую силу, чтобы узнать, смогу ли я это использовать! И смогу ли я освободить тебя? Раса демонов! Нельзя позволить демону выбраться отсюда живым! Двадцать седьмая глава! Он... Он победил? Я думаю, да, все слишком тихо! Это ощущение от полного высвобождения магической силы! Есть какая-то легкость, которую я никогда раньше не испытывала! Очень хорошо! Моя магическая сила восстановлена на двадцать процентов! Я так с тобой обращалась! Почему ты помог мне? Не стыдно смотреть в лицо своим желанием! Я просто... Не стыдно смотреть в лицо своим желанием! Я просто показал тебе, как это сделать! Ну, похоже, я зря говорила, что ты бабник! Поздравляю! Вы успешно справились с заданием! Ура! Маленький суккуп! Ты был великолепен! Можешь повторить на мне то, что сделал с ней! У тебя тоже есть подавленное желание, которое необходимо высвободить? Нет! Тебе совсем не стыдно! Он же голый! Ага! И что такого? Магическая сила короля демонов возросла! И все идет по сценарию! Хватит ходить голым! Но можешь забирать! И я нашла это здесь! Только хватит так ходить! Не стыдно за тебя! Стыдно то, что ты так его смущаешься! Ага! Тебе идет! Он так хорошо сидит, как будто сделан для тебя! Хотя это реквизитный костюм для демонстрации, он также имеет положительные эффекты! Сейчас он еще больше похож на короля демонов! Что происходит? Учитель! Я... Я не знаю! Это все не по сценарию! Будьте осторожны! Что-то идет! Жалкий демон! Я использую твой кровь, чтобы отдать дань уважения моим павшим товарищам! Это святой герой! Клим-семпай! Герой Клим? Разве он не погиб? Почему мертвый герой появился здесь? И почему у него такая ужасающая магическая сила? Зал боевых духов! Не слишком ли рискованно использовать черную магию, чтобы высвободить боевой дух Клима? Его магическая сила намного больше, чем учителей! Не бойся! Это не первый раз, когда дух воина возвращается на поле боя! Если демон умрет, никто не придаст этому значения! Что, если кто-то еще пострадает по ошибке? Там, по крайней мере, три потомка героев! Но какой герой на этой стене не умрет, сражаясь с демонами? Если их потомки умрут, так же они станут еще известнее! Черт! Подземелье начинает разрушаться! Это неприятно! Но наша магическая сила все еще не восстановилась! Уходите! Я задержу его! Я помогу! Остальные пускай бегут и сообщат обо всем Академии! Ты не сможешь ничего сделать без магической силы! Уходи! Он прав! Ты станешь здесь только бузой! Следуй за мной! Пойдем по коридору для персонала! Я не позволю никому сбежать! Изменим поле битвы! Быстрее! Вкусим моего топора! Магическая сила топора с каждым разом становится все больше! Черт! 20% магической силы недостаточно! Я разрублю тебя! Демон! Из-за того, что этот дух духовное тело невозможно увидеть движение магической силы! умри! Умри! Что? Учитель, что вы? Даже если магическая сила не восстановилась, я не позволю своим ученикам умереть у меня на глазах. Двадцать восьмая главушка. Так, друзья, я думаю, мы сегодня дойдем до тридцатой главы и на этом остановимся. Кляйн, тебе нравится? Ого, ты сделал это сам? Это так мило. Кляйн, можно поцеловать? Ты противный. Я не обязательно спрашивать мнение девушки в подобных вещах. Чушь! Что? Отец, почему ты здесь? Пойдем, пора возвращаться. Что? Отец, подожди. Кляйн, я обязательно приду на твой день рождения. Эванс, ты должен прийти. Я буду ждать. Да, конечно. Нет, не делай этого. Нет, отец. Кляйн, ты всегда должна помнить о своей личности. Ты будущий кандидат в Берсерке семьи, и ты несешь честь всей семьи. С сегодняшнего дня тебе не разрешается вступать в интимный контент с кем-либо. Ты должна быть квалифицированным Берсерком, безжалостным и бесчувственным. Не мешайся мне! Что? Черт! Почему Берсеркер на стороне демона? Я не прощу такого предательства. Топор Хаус может уничтожить все в радиусе своей атаки. Если мы не сможем уклониться, мы... Хотя я не знаю, получится ли. Другого выхода нет. Учитель Кляйн, извините. Кайн, покажи мне ее самое сокровенное желание. Привет, Кляйн. Эванс? С днем рождения! Спасибо. Эванс больше не появлялся до конца вечеринки по случаю дня рождения в тот день. Ладно, на этом сегодняшняя тренировка закончена. Кстати, тот парень по имени Эванс скончался прошлой неделе. Я послал человека от нашей семьи выразить соболезнования. Что? Ты должна четко запомнить кто ты. Папа, нет! Что это был за звук? Ага. Это... Марионетка? Нет! Нет! Это... Ты? Эванс? Это я! Кляйн! Я пришел встретиться! Я исполню твое желание для него! Спасибо! Ах, что это? Изяне, мне нужно, чтобы ты снова умер! Да как ты смеешь, дитя! Я уничтожу тебя! Дитя? Верно. Я все еще тот мальчик, что был раньше. Все окончено. Нет, он еще живой. Ты проиграл! Мою магию не остановить! К сожалению, в этом мире нет такой магии, которую я не мог бы контролировать. Как это возможно? Он контролирует магию? Какой демон может обладать таким магическим исп... Какой демон может обладать таким магическим контролем? Покойся с миром, герой! Так же, как 50 лет назад. Девадцать девятая глава. Предпоследняя. Он лишь дух Клима. Чему тут отдавать дань уважения? Для нас, зверо-людей, дух воина так же важен, как и жизнь. Безмозглый боевой дух. Он не знал, что его используют другие. Зверо-люди действительно безмозглые существа. Эй, ты хочешь подраться? Долго терпела тебя, вонючий эльф. Откуда у тебя столько уверенности, что вы... Чтобы провоцировать меня? Нет, сейчас не время на истерик. Дух воина является воплощением магической силы героя. Из-за слишком долгой привязанности, некоторые боевые духи будут нести часть памяти о герое. А после жертвы героя, дух воина продолжает неоконченное дело содержимости героя. Так вот, почему он пришел, чтобы убить меня. Клим умер в Демасии. И неудивительно, что его дух вернулся на поле боя, чтобы атаковать демонов. Однако, это не настоящие Демасии, а души героев высокого уровня, таких как Клим. А строго хранятся в зале душ. Как он мог появиться в таком виде? Кто-то хочет навредить идиоту Беллу. Может быть, это вторая волна? Я не ожидала, что что-то пойдет не так. Теперь я должна присматривать за ним и следить за тем, чтобы он завершил фестиваль. Я сообщу об этом в Академию. Вы можете перейти на следующий уровень. Белл, подожди. Учитель Кляйн, вы хотите поблагодарить меня? Пожалуйста. Не подавляйте себя так сильно в будущем. Если вы захотите высвободить свои чувства, свяжитесь со мной. А что? Ты неправильно понял, я имею в виду... Если ты осмелишься кому-то сказать о сегодняшнем случае, я тебя уничтожу. Как это возможно? Боевой дух Клима был полностью уничтожен? Кто этот демон, если даже Клим не смог его убить? Не паникуйте, фестиваль героев еще не закончился. У нас есть масса возможностей. Ты имеешь в виду? Не забывай, название второго этапа – Бессмертный героический дух. Прежде всего, поздравляю всех вас с тем, что вы отречились в первой части фестиваля «Легенда о героях». Всего испытания прошли шесть групп, и вы на шаг приблизились к цели. Позади меня ворота «Зал героев». Вот-вот начнется следующее испытание для всех. Если хочу перейти во второй класс, необходимо получить две медали героя. Старший брат! А? Что? Как ты, братан? Я стал сильнее! Рэкет, что ты? Чтобы пойти по стопам моего старшего брата, я отдал все свое тело! Мы скоро начнем, нужно сосредоточиться! Дождитесь меня, брат! Я скоро вернусь! Держись там, Рэкет! В следующем соревновании группы будут отменены, и все игроки будут участвовать по отдельности. Удачи всем! Наконец, можно расширить список кандидаток и заняться усиленной парной культивацией! А куда это ты? А что? Маленький суккупчик, ты не можешь убегать тайком! Иди в мои объятия! Чтобы помешать тебе совершать поступки, унижающие героический дух, я должна продолжать контролировать тебя! Ха! Чёртов эльф! А почему ты преследуешь нас? Я не преследовал вас, я просто проходила мимо! Ого! Это дворец героев со статуями героев! Неужели? Это герои прошлого! Восхитительно! Студенты, пожалуйста, будьте дисциплинированными! Кто-то говорит! До начала оценки не задавайте... До начала оценки не задавайте громких звуков, иначе ответственность за последствия лежит на вас! Ооо, статуя может говорить? Конечно, эти статуи на самом деле содержат души героев! Стрелок из леса? Глаз великий герой эльфов! Хм... Неудивительно, что она показалась мне знакомой! Эй ты! Человек или лошадь, проясни это! И я отпущу тебя! Отпусти меня, демон! Героя можно убить, а не унизить! Так она была... Человеком или лошадью? Идиотина! Не говори такие глупости при всех! Брат Рэкет! Стал сильнее и пришел, чтобы найти тебя! Я недостаточно силен! Рэкет, ты там как? Рэкет устранен! Уважаемые студенты! Я хранительница порядка этого мероприятия! Герой Глаз! Теперь позвольте мне объяснить правила этого испытания! Верность, храбрость, мудрость Верность, храбрость и мудрость Вот три качества, которыми должны обладать герои Вы должны пройти три испытания характера по очереди, чтобы завершить это испытание Испытание на верность начинается! Примите пытку души, Мар... Испытание на верность начинается! Примите пытку души, Мардини! бронзовая статуя движется что это мученик рода человеческого самый преданный человеческий воин мардини докажите мардини что вы обладаете достаточной верностью чтобы стать героем ее первый с детства я мечтал стать героем и упорно трудятся чтобы стать величайшим человеком в этой стране так что пожалуйста дайте мне пройти я последую примеру я буду верным героем а ты солгал что ты не верен и не хочешь быть героем ты пришел сюда полагаясь на своих товарищей твоя истинная мечта сидеть дома и толстеть что за нелепость что это за идиотская мечта а предатель умри тридцатая главушка так ребят последняя глава на сегодня так что народ не забывайте оставлять свой царский лайк под видосиком а еще если кто-то захочет поддержать канал а вы успеваете это сделать на стриме продолжаем кабинет директора а ты думаешь что кто-то намеренно высвободить дух клима да даже если это фестиваль духи воинов появляются только во дворце героев я думаю что их целью был был я поняла возвращайся разве нам не нужно провести расследование если фестиваль продолжится то он не нужно и я хочу посмотреть насколько сильно этот маленький демон карлот умёрт разве не фестиваль почему и его правда убили невозможно как студента могли убить на фестиваль академии в его потоке магической силы нет существенных изменений он не при смерти цвет крови изменился и стал бледно-желтым это жидкость что извини я испугался и оказывается карлот не мертв это было просто иллюзия созданной магией эта магия слишком реалистично карлот выбывает следующий я сделаю это если тебе нужно пожертвовать собой и соблазнить демона чтобы завершить миссию героя ты сделаешь это пожалуйста ответь честно о как надо ответить как можно опуститься до несосортной расы демонов есть и такие проблемы закрытия свои арты шумные люди что если бы это был маленький сукопчик я бы сделала это ньют не веди себя так прошла что она прошла те кто пришел пожалуйста ждите в зоне ожидания следующий если бы вы были героем а ваш друг восстал против вашей расы чтобы вы сделали пожалуйста ответьте честно его не вообще не нужны друзья она такая холоднокровная прошла следующий позвольте мне если бы вам нужно было убить кого-то кто вам нравится чтобы выполнить вместе игрой а чтобы вы сделали что нужно убить кого-то кто мне нравится почему мне кажется что эти расы более жестокие чем расы демона я не могу этого сделать я не могу убить человека который мне нравится в этот раз она не пройдет да как человек который хочет быть настоящим героем может быть запутанным в любви мужчины и женщины такая нерешительная и она потомок семьи роуз и если она даже этого не может сделать как она может стать героем пускай возвращается домой ответ одобрен вы прошли как это возможно и ответ совершенно не соответствует стандартам героя герой или однажды сказала если ты не можешь защитить людей которые тебе нравятся какой смысл быть героем следующий следующий как герой вы предпочитаете иметь сильное тело или сильную душу я предпочту все это хорошо прошли что ж герои имеющие готовить хороший герой как герой может принимать ванну раз в три дня выбывает а ты выглядишь как моя первая любовь проходи а что ты крал нижний белье у своего соседа выбываешь идиот этот идиот почему бы ему не пойти и не ответить на вопрос волнуешься маленьком сукупчике и я не волнуюсь просто не хочу чтобы он провалился ты просто выбиваешь себя как король расы демонов как я могу быть героем но если я отвечу честно я не пройду я должен найти способ пройти испытания не солгал а это невидимая магия если бы вас попросили написать книгу крестового похода для всех демонов на диалекте демонов что бы вы написали ответьте пожалуйста она использует невидимую магию только те у кого сильный магический контроль смогут это увидеть этот размер она была рядом с братом алисы тема непонятная логика неясна а структура хаотична она вообще не понимает языка демонов а проходим что ее ответ не может быть правильным так почему же она прошла стойте может это следующий значит она использовала ту магию чтобы сжальничать на ваш взгляд кто самый великий герой пожалуйста отвечайте правдиво ее должна признать что или действительно величайший герой все знают ответ конечно кто может быть более величи великим чем бабушка или я пожалуйста ответьте величайший герой это конечно же король демонов белмонд так ну что 30 глава давайте наверное мне прям интересно что же будет дальше не могу устоять 31 глава 31 32 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 44 ona 43 42 44 44 44 44 45 Продолжение следует... Тереза использовала магическую силу, чтобы воздействовать на голову бронзовой статуи, именно так, чтобы он не чувствовал колебания магической силы в ее теле. Таким образом, даже если ответ недостаточно четкий, бронзовую статуя можно обмануть. Теперь моя очередь. Ответ? Магия не сработала? Это она! Как я уже сказала, демоны, следующий шаг, это начало. Ответ? Выбываешь! А теперь умри, демон! О! Почему проявилась душа героя? Дыра в груде! Это... Я не потерплю тех, кто восхваляет короля демонов! Сто ударов, помнишь? Сто ударов? Откуда ты знаешь? Раз уж ты все еще помнишь, ты должен знать, кто самый великий герой. Нет, это невозможно! Звание величайшего героя не может принадлежать демонам! Позволь мне помочь тебе все вспомнить! 50 лет назад. Эй! Я же сказал, что ты умрешь! Почему ты вступил в бой? Жизнь короля демонов слишком скучна. Точно! Если я использую этот метод, возможно, они отступят, зная о трудностях. Мне, герою Мордини, сегодня приказано отправиться в крестовый поход против грешного диктатора жестокого местника, самого безпрезренного и бесстыдного существа на континенте, дьявола Белмонта. Выходи и умри! А? Что это? Объявление. Король демонов дает вам шанс сразиться с его... А? Объявление. Король демонов дает вам шанс сразить его за 100 ударов. Король? Да как он смеет? Ах, ублюдок! Я заберу твою жизнь! О, кто-то пришел? Можешь попробовать продержаться 100 ударов, но я не могу гарантировать, что ты покинешь замок короля демонов живым. Ха! Мне понадобится и один удар, чтобы тебя убить. Что? Если ты не сможешь убить меня за сотни ударов? А что, если ты не сможешь убить меня за сотни ударов? Тогда я признаю, что ты величайший герой и откажусь от твоего... от своего статуса героя! Хорошо, давай заключим сделку. Начнем же, герой. Так быстро? Первый удар. И просто я не был готов. Второй удар. Я просто отвлекся. Нападай. Третий удар. Я просто немного проголдался. Слаб. Продолжим. Почему ты оправдываешься каждый раз, когда падаешь? Я не оправдываюсь, просто предупреждаю. Четвертый, пятый, шестой. Ох! Девяносто девятый. Ха! Неправильно держал меч. Давай еще. Боюсь, на этот раз у тебя не будет шанса. Сотый удар. Я проиграл. Пришло время выполнить свое обещание. Не думай, что если ты победил меня, я признаю, что ты величайший герой. Как может самый жестокий и бесстыдный король расы демонов быть величайшим героем? Все молодые люди сейчас такие. Какого уважения к боевым искусствам? О каком уважении к боевым искусствам идет речь? Ты жалкий демон. Чего ты ждешь? Убей меня! Уходи. Что? Ты действительно собираешься отпустить меня? Что происходит? Разве он не самое жестокое существо? Я же сказал, я отпускаю тебя живым. Герой, если он не справился с заданием, будет стыдно вернуться живым. Это предательство по отношению ко всей семье. Я должен позволить ему убить меня. Диктатор, мясник. Презренное и бесстыдное существо. Трус, лобак. Возвращайся и сражайся до конца. Не раздражай меня. Я обещал не убивать тебя. Я держу свои обещания. Как это возможно? Разве он не самый жестокий и бесстыдный король демонов? Я отпустил тебя. Почему ты выбрал смерть? Только смерть может заставить меня отказаться от слова героя. Только отказавшись от словах героя, я могу сказать, что... Ты, Белмонт, величайший... Герой! Я признаю, что король Белмонт величайший... Герой! Досто... Достойнейший герой. Ты совладал со своим сердцем. Что происходит? Герой Мардини действительно сказал, что король демонов величайший герой? Что? Это предательство героя? Достоин ли он по-прежнему называться героем? Что происходит? Я ведь перевала его магию. Как он это сделал? Только Белмонт и я знали об этом. Как ты узнал? Ты... Ты что? Мардини открыто поклоняется демону. Его душа потеряна. Он больше не святой герой. Испытание верность завершено. И студенты, которые его прошли, перейдут ко второму этапу храбрости. Экзаменатор испытания на храбрость. Герой Фиона. Фиона. Легендарный призрачный герой? Она может обманывать сердца людей иллюзиями. Глядя на эту фигуру, мне кажется, что она обманывала людей не только иллюзиями. Все готовы? Тест вот-вот начнется. Вау! Она такая красивая! Я теперь ее фунат! Неужели я не такой красивый? Диктатор! Мясник! Презренное и бесстыдное существо! Неужели я так ужасен? Вы иллюзии, которые я создам. Вы столкнетесь с самым большим страхом в вашем сердце. Только победив его, вы сможете пройти испытание. Однако в иллюзии вы не сможете использовать магию. Усправиться с помощью физической силы – это интересно. И с чем я столкнусь? Нельзя пользоваться магией? Положиться только на храбрости. Испытание на храбрость начинается. Позвольте мне перенести вас в чудесное царство иллюзий. Что? Это лепестки? То, чего я боюсь. Такая вещь еще не появилась на этом свете. Что? Из-за образования, полученного с детства, для большинства людей самым большим страхом является... Владыка демонов Белмонт! Повелитель демонов! Не убивай меня! Не убивай меня! Нет! Помогите! Но у остальных другие страхи. Нет! Нет! Почему ты? А прикрытий, ненужную борьбу. Роксана, ты не сможешь изменить свою судьбу? Нет! Я обязательно побью тебя! Мисс Алиса, вы не спите? Как потомок величайшего героя, я была хорошо защищена с детства. Кажется, бояться нечего. Но есть люди, которые меня ненавидят. Принеси одежду, я хочу переодеться. Мисс Алиса, как потомок героя, вам не нужно делать это самостоятельно. Я сделаю это. Я хочу подчистить зубы. Мисс Алиса, как потомок героя, вам не нужно делать это самостоятельно. Позвольте мне почистить вам зубы. Я хочу в туалет. Мисс Алиса, как потомок героя, вам не нужно. Нет, мне это не нужно. Люди говорят, что... Люди говорят, что как потомку великого героя, мне повезло наслаждаться такой славой. Мисс Лиза, как потомок Ильи, вы должны быть достаточно элегантны. Вам не нужно увлекаться такими вещами. Это конец магического противостояния. Я научу вас быть изящнее. Нет, мне это не нужно. Нет, мне это нужно. И еще одна битва. Райд. Как бы вы ни старались, превзойти госпожу Илью, это невозможно. Она величайший герой в истории. Илья, Илья! Неужели я должна всю твою жизнь жить в тени бабушки Ильи? Что за чертущина? Не это твой скрытый страх. Бабушка Илья? Если ты не хочешь быть связана моей тенью, ты должна победить меня. Победить тебя? Ну же, разве ты не хочешь быть более известной, чем я? Верно. Для достижения этой цели я не могу останавливаться на достигнутом. Хорошо. Тогда начнем. Даже если я хочу победить тебя, я не могу использовать магию. Алиса, а ты знала, что для того, чтобы быть великим героем, главное не магия? А что? Эти очки защищают меня от магии Фионы. Осталось ждать, пока его устранят. Демон. Ай, мой воздушный шарик! Увы, он уже улетел. Пойдем домой. Вау! Спасибо! Это так круто! Ох, большое вам спасибо! А-а-а! Король демонов? А-а-а! Это правда! Король демонов! Это король демонов Элмон! Почему здесь король демонов? Бегите! В этом мире все всегда, все всегда боялись меня. Как в этом мире может быть что-то, что заставит меня бояться? А-а-а! Почему я вообще здесь? А как ты так быстро забыл о своих страхах? А-а-а! Ты? Илья! Не боишься, что тебя снова запечатают? Запечатаешь? Ты хочешь снова использовать парную культивацию? Правильно! Магия парной культивации магия с несколькими эффектами, которые не зависят от четырех атрибутов. Она может сформировать мощную атакующую силу. Она может уменьшить силу. Она также может полностью запечатать силу. Однако условия для использования непростые. Я уже знаю это. Нужно удовлетворить самое глубокое желание в сердце другого человека. А в таком случае помнишь ли ты самое глубокое желание в твоем сердце? Замок Короля Демонов 50 лет назад Прошло семь дней. Ты все еще не хочешь сдаваться. Наконец-то я продержалась семь дней. А? Что это значит? За эти семь дней я увеличила твой страх. Ха! Страх? На протяжении тысячелетий я не знал, что такое страх. Ты позволил мне приблизиться? Похоже, у тебя не очень хорошая память. Всего за семь дней ты забыла, что все атрибуты бесполезны против меня. Что плохого в том, чтобы подпустить тебя ближе? Тогда посмотри на это. Привет, как поживаешь? Спасибо за полтинничек. Аноним. Поживаю отлично. Дела все отлично. Натары тоже вроде отлично. Так что, наверное, поживаю неплохо. А почему аноним? Давай, напиши кто-то у нас в чате. Спасибо, дружище. Это... Это... Сердце... Гу... Гуани, отображающий тоску и желание. Откуда оно у человеческой расы? А страх обычных людей исходит от хрупкого сердца, в то время как твой страх исходит от желания. Чем больше ты желаешь, тем больше ты боишься, что это не осуществится. Это... Мой страх? Разве это не твое глубочайшее желание остановить эту войну? Ты ведь мечтал об этом тысячи лет. Я боюсь, что все это будет продолжаться в бесконечном цикле. Вечно! Боюсь, что всему этому не будет конца. Боюсь, что ничего невозможно доказать, и что существование демонов стало истинно... ист... Стало истинной зла, в которую все верят. Это все, чего я боюсь. И это именно то, что я больше всего хочу остановить. Позволь мне удовлетворить тебя и все это прекратится. Сила рассеивается. Что это за неизвестный магический элемент? Это метод парного культивирования. Итак, ты все еще считаешь себя бесстрашным королем демонов? Или другими словами, ты не можешь преодолеть этот страх. Заткнись! Заткнись! Нет! Бабушка Ария? Что самое главное, чтобы стать великим героем? Что? Это не самый любимый тайтел, но твоя озвучка божественна. Самое то после тяжелой работы. Черновик шапки. Спасибо тебе за соточку и спасибо за столь высокую оценку моей озвучки. Благодарю тебе, дружище. Буду стараться. Буду стараться. Спасибо. Что? Хочешь закончить? Если это так, я могу разорвать иллюзию. я никогда не сдамся. Если ты думаешь о том, чтобы превзойти меня, но боишься меня из-за моей силы, то сдашься ли ты или нет, в этом нет смысла. Верно, я тебя боюсь. Тогда позволь мне увидеть, насколько глубок твой страх. Моей целью было превзойти тебя и стать великим героем, но я совершила ошибку. Чтобы быть героем, неопитательно быть сильнее тебя, а найти то, что ты хочешь защитить. Ты повзрослела, Алиса. Бабушка, я тебя больше не боюсь. Это то, что тебе нужно, чтобы быть великим героем. Найди это, Алиса. Найди сердце Гони. Что? Сердце Гони? Алиса, ты наконец проснулась? Я так за тебя волновалась. Уже все закончилось? Нет, кое-кто остался. Осталось меньше десяти минут, а маленький сукопчик еще не очнался. Не только он, есть еще одна. Что? Она все еще везде. Убьем его, вперед! Владыка демонов Белмонт просто бесстыдный трос! Бегите! Нет! Прошло десять тысяч лет. Разве крестовый поход еще не закончился? Почему все это не может прекратиться? Потому что бесконечный крестовый поход это твоя судьба как владыки демонов. Даже если пройдет еще десять тысяч лет и ты начнешь свою жизнь заново, ты не сможешь избежать этого цикла? Только магия парного культивирования может положить этому конец. нет невозможно это всего лишь твоя уловка чтобы заставить меня сдаться. Все еще отказываешься в это верить? Тогда взгляни еще раз. Владыка демонов бессмертен и крестовый подход будет продолжаться. Владыка демонов бессмертен. нет хватит остановитесь сколько бы я не просил оставить меня в покое никто не слушает никто не сможет победить меня я самый сильный в этом мире я владыка демонов бэлмонт принимаю ваш крестовый поход даже даже он продлится десять тысяч лет сто тысяч лет до конца времен а что это это цвет может быть это выход из люди конечно же сердце гудни или что-то в этом роде это пространство в этом мире нет ничего что заставило бы меня бояться а я снова человек неужели иллюзия закончилась но почему я в классе иллюзия верно верно то где ты сейчас находишься это новая иллюзия созданная мной и ты умрешь здесь у нас с тобой нет вражды кто кто тебя послал демон не достанет задавать такой вопрос ты так сильно реагируешь тебе нельзя об этом говорить ты опять спрашиваешь как странно она не только создала иллюзию но и использует магию в ней во время испытания на верность она использовала магию чтобы обмануть статую похоже то же самое она использовала сейчас если разгадая ее трюк смогу выбраться из людей подождите здесь сумерки почему она в очках синие огоньки подождите здесь сумерки почему на очках синие огоньки у каждого есть своя судьба ее нужно уважать и умереть здесь это твоя судьба да в очках этот голубый свет их магическое отражение я должен снять их но сейчас я не могу использовать магию и слишком рискованно приближаться у меня будет шанс только если я позволю ей приблизиться простой демон не достоин задавать такой вопрос есть способ ты так сильно прикрываешь этого человека какие у вас с ним отношения посмеешь сказать еще хоть слова я разорву тебе рот как раз чего я хочу иди сюда если у тебя хватит смелости порви его сама пытаешься меня спровоцировать не важно ты все равно не можешь использовать магию и я разорву его на части зал героев почему сейчас лепестки только на ее голове тереза задание которое я тебе поручил выполнено простите господин я я потерпел неудачу оказывается человек стоящий за кулисами это ее глубочайший страх брат Алисы Адонис тридцать пятая глава извините господин тереза сделала это ненарочно пожалуйста дайте мне еще один шанс господин почему тереза боится Адониса это ведь не из-за положения в академии верно у тебя нет шансов господин пришло время выполнить контракт между нами контракт осталось всего три минуты этот идиот еще не проснулся мы должны придумать способ а почему мне не использовать мой поцелуй звериного языка чтобы разбудить его дружеское напоминание принудительное пробуждение приведет к пожизненной умственной осталости кандидатов хватит пошлости магический эффект становится все сильнее и сильнее было бы неприятно если бы я не смог продвинуться вперед потому что тереза не преодолела свой страх я должен найти выход вот оно это ключ ничего стойте почему ничего не происходит почему я не могу выйти контракт слуги активирован страх терезы исходит от этой контактной магии страх терезы исходит от этой контрактной магии если нет другого способа я должен тут все исправить господин адонис тереза добровольно принимает наказание как короля демонов я легко расторгну контракт время избавиться от этого сцена восстановлена теперь можно выходить тереза умоляет своего господина наказать почему она все еще тереза очень любит вас господин адонис пришло время выполнить наш контракт черт почему я забыл об этом условием подписания контракта слуги является то что слуга подчиняется добровольно независимо от того что вы попросите сделать терезу тереза сделает это я больше всего боюсь что вы господин будете недовольны мной ключ к разрыву контракта это не магия из-за односторонней любви тереза очень скромна и покорна черт это началось снова ее нужно остановить просыпайся женщина разве можно считать это любовью ты понятия не имеешь что такое любовь я кажется не понимаю похоже что если я хочу избавиться от страха терезы то должен сначала избавить ее от увлечения адонисом только потому что тереза не может двигаться это не значит что я буду стоять спокойно это сила что происходит неспособность видеть приводит к большему страху что это такое контракт подписанный с вами самое счастливое что есть от терезы черт время на исходе остается только вернуть ей очки и дать очнуться от ужасающей иллюзии 36 глава время испытания почти истекло мы должны выбраться отсюда конечно я выберусь отсюда до кончания испытания но ты нет вот тереза почему ты до сих пор одержима моим убийством какой смысл твоей односторонней жертве и что если господин адонис будет счастлив мое существование будет иметь смысл умри здесь демон ну все кончено как ты можешь использовать магию неожиданно неожиданно я просто скопировал твои очки кто ты такой у нынешних демонов не может быть таких способностей копирование магии это всего лишь разновидность магического контроля для меня это так же просто как дышать позволь мне увидеть поток твоей магической силы что почему я не вижу поток твоей магической силы почему сила ока истинного знания снизилась хочешь видеть поток магической силы в моем теле жаль что все что ты видишь это моя форма вылези настоящая магия течет в моем настоящем теле ты не сможешь ее увидеть вот почему я ничего не вижу и не мог сделать ее настоящее тело находится в реальном мире время почти истекло я должен идти а ты останешься здесь навсегда демон лепестки на голове терезы уменьшаются она вот-вот проснется а почему Белл до сих пор не проснулся осталось всего несколько минут что а почему она снова не просыпается это потому что она не хочет тебя видеть это еще не конец ты должна взять меня с собой ни за что око истинного знания до сих пор активировано ну черт похоже мне придется использовать вихрь чтобы остановить тебя эй куда ты продолжаешь пялиться адонис не осмелился встретиться со мной лично но использовал чувство девушки чтобы разобраться со мной он просто трос а ну заткнись господин адонис лучший мужчина в мире очнись что за мужчина прячется за девушкой если он действительно так хорош как ты сказала то даже если я стану героем он определенно победит меня разве ты не хочешь дать ему и своей любви шанс доказать это почему мое сердце бьется так как никогда раньше 10 9 8 7 6 окажется что это не сработает он не может преодолеть свой страх 5 4 поторопись идиот просыпайся скорее 3 2 1 как долго я спал идиот почему ты проснулся только сейчас маленький суккупчик тебе приснился кошмар позволь мне тебя утешить эй хватит вот так обнимать проснулся под конец это не должно быть проблемой демон это низкоуровневое физическое искушение ты называешь равенством и что ты имеешь ввиду что еще за равенство и неравенство слова терезы такие странные они не говорили раньше может быть они общались в иллюзии невозможно что ты делал в иллюзии быстро все рассказывай Белл тереза пожалуйста подойдите остальные могут дождаться уведомления о следующем экзамене что происходит нет никаких проблем со временем когда эти двое очнулись от иллюзии но судя по магической обратной связи которую я отслеживала а похоже что эти двое не завершили тест а извините господин тереза сделала это ненарочно пожалуйста дайте мне еще один шанс господин да и я не преодолю страх потому что мне было невозможно его преодолеть а может быть когда я не преодолел свой страх может быть тогда я не преодолел свой страх невозможно абсолютно невозможно сердце гудни всего лишь прикрытие судя по результатам данных эти двое не сдали экзамен герой фиона а может вы что-то неправильно прочитали не могли бы вы взглянуть еще раз подождите кажется есть какая-то проблема с данными она может жмичать такие моменты неужели я все-таки недоценил противоположный пол извините я допустила ошибку поздравляю вас обоих она также изменила данные для меня 37 глава а что происходит разве наши люди не были там почему демон прошел дальше не волнуйся демон не пройдет третий этап королева королева три года назад королева королева что черт почему не королева очень жаль теперь моя очередь как ты можешь побеждать каждый раз игра в поисках королевы настолько сложна что никто не может находить ее каждый раз ты ведь не жальничаешь тереза я слышала что твоя семья лучше всех умеет использовать магию обмана ты только что жальничала о позорница я не владею такой магией раз уж ты сказала нет давай проверим это разденем тебя и посмотрим есть ли какое-нибудь доказательство обмана нет не надо его королевское высочество адонис так вы относитесь к своим товарищам извините мы ошибались извините господин что вы делаете неужели вы твоя одежда порвана спасибо вам господин это та карта которую ты подменила верно господин вы знали я сделал это ненарочно они высокомерны и жестокие я просто хотела мне мне не важно обманывала ты их или нет вступай в студ совет и помогай мне у тебя есть большой талант он такой добрый неужели он правда так думает думаю что она тебе поможет со своим айкью вонючий эльфу твои знания убийства холеней тут точно не пригодятся в следующем испытании было опять захотят убрать будь то духом воина или сердцем гудни упомянутая бабушкой но как это все связано демон тебе нужно быть осторожным ты мне напоминаешь держись от него подальше когда я прикрываю его ему не нужно быть осторожным пожалуйста соберитесь все вместе третий этап мудрость вот-вот начнется осталось семь человек вы все очень хороши но следующее испытание будет еще сложнее ты была тут все это время да был ты просто чудо ты смог зайти так далеко кстати почему мне так холодно потому что я не прошел испытания на храбрость всего в испытании мудрость четыре этапа а именно генерал орков непобедимый генерал пермонт герой гном предводитель расчетов дардан герой эльф загадочный и непредсказуемый рокфилд и герой рода человеческого бог стратегии компорт все это известные герои разных рас но жаль что все они храбро погибли звучит потрясающе но я не впечатлен четыре экзамендатора зададут отдельные вопросы только правильно ответив на все вопросы вы сможете сдать экзамен испытание начинается чем дело почему потемнело черт я ничего не вижу где все где мы что это арки никогда не будут рабами они окружили нас это и есть испытание что испытание под ногами только карта подождите это топографическая карта это мандани мандани а ты имеешь ввиду битву при мандани которая велась на суше и на море верно а горы окружают окинан это место битвы при мандании при мандании из-за неправильной тактической схемы орки были побеждены демонами всех сетка под рельефом в общей сложности имеется размер 8 на 8 это выглядит как шахматная доска в этом и проблема нужно все исправить и завершить навязанную идею вермонта в этом и проблема нужно все исправить и завершить навязчивую идею пермонта 38 главушка в герой должно быть 7 звезд и огней в герой от потомков мастера она была великим героем все подумайте об этом как следует если она ошибается мы все будем устранены и я доверяю лисе и я пойду на первое место такая интересная женщина я иду на третье место раз так сказала мастер я пойду на четвертую позицию тогда я пойду номер пять а ты иди к номеру 6 хорошо в этот раз я доверюсь тебе я перейду на позицию номер два тебе действительно тяжело доверять нам тэрэза пожалуйста пройти на седьмой позицию тэрэза а почему ты не отвечаешь у тебя есть другая идея тэрэза что-то не так тебе не нужно продвигаться вперед на 3 должна делать то что я сказал тебе и должна уничтожить демона это лучший способ для тебя отплатить мне устранить его может быть это последний шанс тэрэза следуй за своим сердцем подумай о том что я тебе сказал не совершай ошибки я помогла тебе пройти обманом ведь я беспокоилась о корреляции данных потому что мы с тобой были в одной и той же иллюзии как только я пройду дальше я никогда не передам господина адониса и я обязательно остановлю тебя что ты предпочитаешь уничтожить всех ради своей извращенной любви это доказательство твоей любви к себе значит твоя любовь эгоистично заткнись да что ты знаешь ты не знаешь господина адониса неважно даже если я не пройду дальше у меня есть и другой путь но ты так и останешься его куклой куклой которая парализует себя любовью и всегда привязана газ к подонку а без душе орки никогда не будьте рабами я скорее умру чем сдамся а чёрт время почти стекло нам конец 7 звезд и огней активированы расположение правильное мы победили алиса ты великолепно да мы сделали это что это такое ухты сколько сокровищ что это за место такое нам дают награду после прохождения это легенда о сокровищах героин мама добро пожаловать королевство математики в дарданеллах все пожалуйста слушайте внимательно известно что в пещере находится в общей сложности 10 килограммов сок даже 10 что в общей сложности куча килограммов сокровищ в том числе несколько килограмм золота и килограмм серебра и килограмм ювелирных изделий пещера будет зарвана через определенное количество минут пожалуйста рассчитайте вес самого ценного сокровища которое можно вынести соответствии с вашими собственными способностями а что это же невозможно это очень тяжело быть довольна что с твоим айкью ты не забываешь как дышать что расчет завершён и я могу вынести сокровища весом 58 килограммов включая 23 килограмма золотых монет 17 килограмм серебра и 18 килограммов ювелирных изделий это ответ который я получил использую микро микро интеграция функцию лагранжа и ряды фурья не должно быть никаких проблем математика как и борьба это искусство ответ неправильный невозможно невозможно чтобы мои расчеты были неверными то не боу выбываешь и я все понял максимум я могу поднять сокровищ на 39 килограмм неправильно выбываешь как это возможно а может быть я ошибся в расчетах 38 килограмм нет 37 килограмм что происходит ответ каждый раз разный четверть часа спустя алиса ты нашла решение легенда гласит что дардан не нашел правильного ответа поэтому он и умер здесь я только что подсчитала все десять раз но ответы каждый раз разные эти сокровища были прокляты магией а значит ты тоже не можешь а что ты на меня смотришь мне математику преподавал учитель звериного языка тогда какого черта ты меня оскорбляла на маленького сукопчика точно нельзя рассчитывать айкью этого парня кажется ниже моего почему очевидно что просто какая-то претензионная риторика почему мое сердце так умывается осталось всего несколько человек если я продолжу обманывать не будет ли это слишком очевидно этот вопрос очень прост я уже знаю ответ что ответ ответ 39 глава сейчас узнаем что за ответ господин и есть еще одна новость герой гном погиб подземном сокрови с подземной сокровищницы клана демонов а дай посмотреть разве я не установил правило что если вес взятого сокровища точен то можно уйти живым господин из-за своей глупости он попал в ловушку нет он умер не только от собственной глупости но и от жадности верно я лично установил правило для этой сокровищнице он жадный и глупый карлик который был пойман в ловушку ответ на этот вопрос очень прост самое драгоценное сокровище это не груды металла на земле а мы сами поэтому вес который можно забрать это вес каждого из нас мой ответ 66 и 6 килограмма ответ верный этот идиот правильно ответил маленький сокопчик потрясающий а теперь я мой ответ 49 килограмм а с такими бедонами и я думала она весит сотню мой ответ 47 килограмм ответ правильный и она тоже ответ 41 килограмм верно разве не 90 алиса почему ты не отвечаешь я я отказываюсь отвечать на этот вопрос публично все в порядке алиса с этим ответом не должно быть никаких проблем потому что это я а ну заткнись нельзя говорить такой девушке о ее весе через некоторое время хорошо все ответы верны эй как ты узнал ответ ты слышал мою историю не сказать ему что я король демонов и я сам установил это правило я не слышал твоей истории но твое лицо полно историй тогда позволите мне рассказать вам мою историю в том году мне было всего восемнадцать лет а я и чё никто не хочет слушать твою историю теперь моя очередь эльфийский герой загадочный и непредсказуемый рокфилд добро пожаловать фантастический лес рокфилда это вам нужно сделать что вам нужно сделать на этот раз этот вопрос несколькими вариантами ответов перед вами 99 грубов и у вас один шанс чтобы найти правильный и то что скрыто в нем у каждого есть шанс сделать выбор если один человек сделает правильный выбор вы все сможете продвинуться вперед если никто не ответит правильно вы все будете отстранены обратите внимание что открывать грубы вы не можете 99 гробов и только один шанс для каждого это вот начнется испытание на храбрость час назад в иллюзии роксаны папа мама нет нет хочешь утомстить пойдем со мной твой прогресс слишком медленный ты забыл что я тебе сказал нет и обязательно тебя побью очень хорошо никогда не забывай что это и демоны сожгли наш лес и убили твоих родителей и наших людей твой самый глубокий страх не забывай нет это невозможно я не могу бояться мести сдавайся роксана продолжаю бояться ты не забудешь свою судьбу почему их всегда опомнил почему это потому что месте не твоя судьба что на на это я гос этого гриба это дядя рокфилд иди вперед и найди своего истинного врага сейчас этот вопрос тоже очень просто у меня уже есть ответ это третий гроб почему третий потому что ц это ответ наивысшей степенью точности в вопросе выбора неправильный ответ ваш шанс ответить на вопрос был израсходован идиот что ты творишь надо было как то посмотреть если вы намерены нарушить правила экзамена алиса будет отстранена от ответов на вопросы чего алиса ты говоришь лишнее я повторю вы не можете открыть доску гроба пока не сделаете выбор точно есть способ не будь импельсивной ньют алиса поверь мне герой только что сказал что мы не можем трогать крышку гроба но не сказал что мы не можем трогать гроб а поскольку в грубу находятся человеческие останки его вес должен быть самым большим а высота на которую он подпрыгнет будет самой низкой это мое решение проблемы смотри вот он а вот и вся неожиданно ньют на этот раз ты действительно впечатляешь конечно же неужели все так просто а запомните этот момент на этот раз привела вас к победе я что что как это возможно ньют неправильный выбор я так зла неужели ошиблась теперь только Тереза и Роксана имеют право ответить на вопрос может ли кто-нибудь из них выбрать правильный ответ дайте мне попробовать пока подделка достаточно реалистично все в порядке я выбираю этот гроб о настоящий Рокфилд он выглядит так же как статуя ерунда я просто подделала его в соответствии со статуей она опять применила свою магию дядя Рокфилд лучше всех умеет прятаться действительно ли она нашла его если это так то вещи оставленные моим дядей определенно будут там да-ка кроме тела в гробу ничего нет кажется что это не то Тереза подделала тело обманом а ты дисквалифицирована убирайся немедленно ты не сможешь участвовать в фестивале героя в течении трех лет дам тебе совет дам тебе совет дам тебе совет демон будь осторожен все только начинается теперь остался только один последний шанс похоже игра окончена а может быть еще есть надежда я выбираю ту что ближе всего ко мне вот так вот просто но можно сначала открою остальные гробы вы уже сделали выбор конечно вы можете она зачем это неуловимый рокфилд лучше всего умеет прятаться обыкновенное скрытие найти легко на его месте я бы точно использовал динамическое скрытие когда одно пространство открыто телепортирует тело в другое замкнутое пространство поэтому как бы вы не открывали гроб там будет пусто только открыв все остальные гробы оставшийся будет правильным ответом эльфы действительно хитрые ничему удивляться я всегда говорил что она хитрая и надменная дядя рокфилд я здесь чтобы увидеть вас это действительно он дядя рокфилд правда ли что рокфилд ее дядя эльфы очень старые и вообще они скрытные и сдержанные не знаю нормально ли это где вещи которые по словам дяди он остыл для меня это гриб из иллюзий почему он здесь что за сорок первая главушка нет ты не можешь не надо не надо не надо а что происходит неужели я снова в иллюзии господин в этом лесу не должно быть живых существ а кто не медлина сообщите новость основным расам демоны использовали небесный огонь и уничтожили весь эльфийский лес приказ принят отныне мои эльфы и демоны не будут делить небо это предводитель эльфов огонь который спалил весь лес устроили сами эльфы папа мама извините господин я совсем разберусь не нужно дети воспитанной ненавистью станут лучшими бойцами эй очнись Роксана а наконец-то ты проснулась ты так перевелновалась что прошло испытание что упала в уморок оказывается демоны никогда не были настоящими врагами король демонов был их целью с самого начала эй хватит так смотреть а я не ожидал я не ожидал что кто-нибудь сможет пройти так далеко вы действительно произвели на меня впечатление четверо выдающихся студентов боже посмотрите я вижу здесь демона в чем дело демоны съели твой рис эй идиот это комфорт бокс стратегии и лучший конструк идиот это комфорт бог стратегии и лучший конструктор магических лабиринтов он много раз использовал волшебный лабиринт чтобы заманить врагов в ушку и убить их и он добился больших успехов тема которую я подготовил для вас это работа всей моей жизни бесконечный лабиринт что последний лабиринт который безжалостен даже к владельцу это действительно такое страшное место что даже убивает владельца если то что сказал мне дядя Рохфилд правда то когда придет время лабиринт кажется я слышал о нем король демонов самая большая козырная карта перед каждым из вас эксклюзивный вход в лабиринт если вы не сможете выбраться в течении двух часов вы проиграли игра официально начинается наслаждайтесь лабиринтом выбраться из лабиринта это сумасшествие эй тогда как ты до этого выбиралась из леса в лесу нет потолка просто следуй за солнцем и беги все еще хотите поговорить отсчет уже начался был я жду тебя на выходе хорошо эй больший идиот я тоже пошла постараюсь и не умереть идиот моя это моя дверь я не без тебя знаю идиот все цветы выглядят одинаково не видно направления гриб ты здесь чтобы показать мне дорогу ну как тут найти выход если я превращусь все тут в пепел то быстро найду выход идиот 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 здесь верно это судьба демонов хм это хочет сжечь меня заживо старая смерть от электричества теперь смерть от животных судья по этому четвертый способ смерти должен быть еще более жестоким что хотя я не знаю почему это кажется действительно жестоким верно пламя сжигает громы молнии яростно убивает звери разрывают а похоть убивает это твоя судьба как демона теперь у тебя есть выбор каким путем ты пойдешь выбрать путь конечно же а впереди все в тумане а выход в красном свете что уже вышел о о о о яс снова вернулся сорок вторая глава нужно нужно позволить ему оставаться здесь можно ли это сделать конечно что если за это придется заплатить огромную цену даже если дух войны исчезнет я сделаю все что потребуется для человеческой расы здесь слишком жарко каким из девяти солнце я должна следовать я долго шла и в итоге вернулась к сотной точки это и есть бесконечный лабиринт и там а я не могу вспомнить сколько раз я пытался это сделать даже если это циклическая магия у нее должно быть слабое место где же она бесконечный цикл бесконечные вот чем смысл бесконечного лабиринта ты знаешь почему даже я не смог выбраться из этого лабиринта и почему же потому что лабиринт это мое тело мастер комборт магия демонов вернулась уходите у меня есть способ остановить их господина все кончено никого не осталось поторопитесь и уходите нет даже если я останусь один я не уйду с поля боя но мой господин господин комборт идите такова божья воля для человеческой расы то есть дело не в том что ты не можешь выбраться из лабиринта а в том что ты добровольно остаешься в лабиринте и стал единым целым с лабиринтом верно потому что мое сознание и магия едины с лабиринтом они поддерживают его существование когда ты думал что нашел выход ты на самом деле открыл следующий лабиринт так что ты всегда находишься в бесконечном цикле черт если я восстановлю свою магическую силу до ее пика то разрушить такой лабиринт не составит труда теперь я должен использовать другой метод в таком случае я уничтожу твою душу думаешь после 100 ликих лет никто не хотел меня уничтожить причина по которой мало кто может принять участие в третьем крупном фестивале вероятно кроется в этом лабиринте кто-то должно быть пытался уничтожить боевой дух раньше можно ли сказать что если боевой дух будет уничтожен он все равно будет в ловушке до лабиринт заперт моей магией если ты уничтожишь мой дух ты заменишь меня интегрируешься с лабиринтом и будешь использовать свое собственное сознание для управления лабиринтом хо-хо дизайн это лабиринта действительно безопречен теперь у тебя есть только два пути первый уничтожить мой боевой дух и заменить меня как часть лабиринта и второй оставайся в этом лабиринте навсегда со всеми участниками что ты имеешь ввиду разве ограничение по времени не два часа с тех пор как вы вошли сюда ограничение времени больше нет давай посмотрим как поживают остальные о кажется не такие же как и ты ведут бессмысленную борьбу но и что если ты уничтожишь меня и станешь новой души лабиринта ты сможешь отпустить их это твоя истинная цель независимо от того какой из них я выберу я останусь в лабиринте навсегда разница только в том хочу я этого или нет ты поставил мне перед моральным выбором спасая других разве это не прекрасный конец хочешь чтобы я заплатил за моральную дилемму перед которой ты меня поставил почему у демонов действительно нет ни малейшей человечности даже если я дам тебе еще один шанс все будет опрасно еще один шанс с тех пор как я переродился у меня появился еще один шанс хотя прошло совсем немного времени я пережил много такого чего никогда раньше не испытывал будь то встреча злой алисы или ньют которая всегда полна энтузиазма или холодная но особенная роксана были также интересны люди которые никогда не появлялись рядом со мной до того как я поступил в академию хотя магия полностью не восстановлена из-за этих людей я кажется немного изменился я по-прежнему несравненно могущественный король демонов но я больше не тот король демонов который силен но ничего не имеет раз ты выбрал чтобы все остались вместе до пробожать свою бесконечную реинкарнация даже если это не сработает я не могу застрять здесь навсегда что я полностью уничтожу тебя даже если я стану частью лабиринта я смогу найти выход отсюда и я выберусь отсюда хорошо давай замени меня стань хозяином лабиринта ха 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 наверное это лучший конец а кто это ты 43 главушка от пусти меня демон скажи ты человек или лошадь проясни это я отпущу тебя я лучший стрелок среди эльфов ты можешь убить меня то ты не сможешь унизить меня тогда я узнаю сам это уничтожил мою одежду и доспехи но не убил меня ты меня унижаешь здесь только ты слишком мало образцов для исследований ты можешь позвать еще кого-нибудь ты ты такой жестокий мне просто нужны образцы для исследования иди вперед и позови всех своих друзей однажды я плачу тебя за это капитан похоже мы застряли капитан похоже мы застряли не того стащите ее вниз и закопайте а потом объявите ее мучеником но капитан это первый стрелок прекрати волтать отныне я буду первым стрелком ты понимаешь что ты второй в очереди как это возможно это странно я не первый раз когда это это странно это не первый раз когда я помогаю тебе так ты пыталась заставить его замолчать я узнал о тебя как только ты вошел во дворец я же обещала отплатить тебе я просто не убил тебя и поэтому ты предала героев каково тогда значение этих испытаний если поверила в кодекс героев я ничего не понимала пока не пришла смерть кто друг а кто враг никогда не было четкой границы единственное чему можно по-настоящему доверять это своему сердцу прощаю прощаю белмонт следуй своему сердцу и делай так что ты хочешь делать больше всего вы прошли лабиринт и закончили все испытания поздравляем если быть героем так больно почему так много людей хотят быть героями ура мы и прошли мы и сделали это ты ведь не сама справилась тебе не стыдно? ну мы одна команда поэтому и победа общая хоть и сама ньют была бесполезна Белл на этот раз благодаря тебе с нетерпением жду финального третьего этапа я объявляю что первые два этапа были успешно завершены и в общей сложности четыре студента прошли в третий этап это Алиса из человеческой расы Ньют из расы зверо-людей Роксана из расы эльфов и Белл из расы демонов поздравляем его с тем что он стал первым учеником демонов который прошел в третий этап третий этап состоится через два дня пожалуйста хорошо отдохните и подготовьтесь я действительно чувствую себя немного уставшим ты брат брат я так счастлив что ты прошел третий этап Рэкет прости что заставил тебя ждать идем нам нужно отметить это что что добро пожаловать господин брат тебе нравится это праздничная церемония которую я тщательно подготовил для тебя ты и ты господин у вас хороший вкус он достает быть старшим братом такой опытный сразу заказал девушек как только вошли разве вы не те кто выгнали меня и Алиси тогда что старший брат уже бывал здесь достает быть старшим братом господин действительно забавный мы бы не посмели выгнать друзей мистера Рэкета извините гость я здесь работаю не полный рабочий день такую просьбу очень трудно выполнить а ты не можешь выполнить такую просьбу это потому что мы люди вы до сих пор высокомерные извините я сожалею Леси а ну заткнись демоны которые здесь работают должны подчиняться бить женщину не хорошо господин Белмонт так ты и есть Белмонт я слышал что ты прошел финал фестиваля героя правда демон прошел на фестиваль героев да еще и в финал попал Леси чем дело господин я подрабатываю здесь официанткой этот гость только что попросил меня оставить ему компанию и выпить но я не соглашалась ты хоть знаешь кто он такой он чемпион прошлого фестиваля гордость будущего человечества Андреа быть избранным им это настоящая добродетель чертовы демоны Андреа на конкурсе магического на конкурсе магического десятиборья получил идеальный результат в 500 очков оказывается он был чемпионом прошлого фестиваля слишком мало людей перешли в третий этап как я пропустил это брат это безжалостный человек лучше не провоцировать ты извините перед ней а чтобы меня Андреа просили извиниться перед демоном ты должен был родиться на тысячу лет раньше этот взгляд кажется его где-то видел и и и и и и и и чтобы я извинился перед демоном хорошо я дам тебе шанс победи меня в третьем этапе и я извинюсь а не слишком ли высокомерно ну что демон разве это не просто достаточно просто победить тебя о чем ты говоришь демон смерти ищешь идиот из разца отбросов смеет дерзить Андреа Сану ха 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 такого демона я давно не видел я так взволнован ха 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 жду с нетерпением нашей встречи вау финал этого года такой захватывающий да предыдущие чемпионы вернулись чтобы соревноваться на следующий день чтобы отпраздновать 50-летие академии три бывших чемпиона были специально приглашены для участия в финале это починия из расы зверо людей холд из расы гномов и Андреа из человеческой расы Андреа это тот парень не знаю почему но мне кажется что я его где-то видел но по возрасту это маловероятно я советую отказаться ты мне соперник что это значит ты смотришь с высока на моего старшего брата ты знаешь какой он сильный прошлой ночью в клуб хлынуло так много девушек ах вы выходили в клуб прошлой ночью ээээ да это место которое заставляет животы расти это противно я думала ты будешь порядочным демоном хооо я не отступлю потому что теперь я представляю не себя а весь клан демонов что что дом лисе господин кушайте жареные насекомые жареные в масле скорпионы тушеные кобры кисло-сладкие ядовитые лягушки приготовленные на пару приготовленные на пару пауки господин это все особые блюда расы демонов ооо я уже давно не пробовал блюда клана демона тем не менее я слышал что продажа ингредиентов для блюда демонов запрещена где ты их взяла знаю что вы собираетесь принять участие в фестивале и принести славу демонам оставшие из демонов помогли найти это да это действительно трогательно что демоны все еще такие храбрые господин а вот а это слюна дракона господин судя по изменениям вашей внешности ваша магическая сила сильно восстановилась это вам очень поможет но слюна демонического дракона испаряется когда температура в окружающей среде превышает 37 градусов ее очень трудно собрать откуда у тебя столько а последние несколько ночей я тихонько пробиралась в пещеру дракона ловила ртом слюну пролитую драконом пока он спал а затем выплевывал ее в бутылочку господин вы последние надежды демонов лисе я никогда не разочарую тебя и всех остальных а стыд демон вышел финал что черту возьми происходит это последний шанс если он победит все демоны будут воодушевлены и они скорее всего объединятся для сопротивления порядок на материке будет серьезно подорван наши десятилетия тяжелые работы будут напрасными нет демоны еще не восстановили свою магическую силу хотя этот ребенок я уже принял меры у него нет шансов выиграть он обязательно умрет чертов отброс я рассчитаю с тобой заступить на экзамен хм а кто там все в порядке это простая летучая мышь хм я осмотритель зала боевой души повсюду расставлены мои магические образования без моего разрешения ни одно живое существо не может войти откуда тут взяться летучие мыши господин кто там подслушивает изменим план нет я хочу посмотреть кто смирился бросить вызов людям стоящим за нами без моего разрешения ни одно живое существо не может войти откуда тут взяться летучие мыши господин с душами воинов действительно есть проблемы к счастью вы предусмотрите на построили меня на фестиваль нас обнаружили а то что они видят всего лишь зеркальное отражение игральной карты сущность не оставит и следов это как то объясняет твое мягкое сердце это этоし моя вина прошу меня наказать я слишком невнимательно во время испытания и х не успела применить магию это этоiscも я вина прошу меня наказать я слишком нервничал во время испытания и не успела применить магию нервничал ты как алиса была колдована демоном так что у тебя помутился рассудок Нет, я... я оставалась и остаюсь верной вам. Пожалуйста, поверьте мне. Возвращайся первой. Что? Господин, я боюсь, что в финале будет большой беспорядок. Должны ли мы обо всем сообщить и отменить фестиваль? Нет, я прослежу, чтобы Алиса не участвовала в третьем этапе. Остальное не имеет значения. Наша маленькая девочка Ньют, финалистка нового поколения на фестивале героев. И это слово для всей нашей семьи. Во слову, зверо-людей. Ура! Ура! Ньют, теперь ты полностью завоевала доверие Алисы? Конечно, мы лучшие друзья. Друзья? Люди и зверолюди не могут стать настоящими друзьями, не забывая о своей миссии. Лидер зверолюдей Стэнли Сарвин. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Я сюда и хочу отдохнуть. А ну, стой. А? Что-нибудь еще? Ты уже взрослая. По традиции зверолюдей тебе нужно выбрать спутника жизни, которого рекомендовал твой отец. Что за х... Всем привет. Я Теренок. Тренируюсь три с половиной года. У меня есть большой... Ух... Блядь, да? Это что за шоу талантов? Я не побоялся солнца. Мне не страшен воздух. И я буду твоим принцем. Что ты делаешь? Монстр с рыбьей головой? Мне не нужно, чтобы у меня залезали до смерти. Это все? Ну, я пойду спать. Эй, будь серьезнее. Извините, это свидание слепую? Извините, я опоздал. А, кто ты такой? Вау, он такой красивый. Ты не знаешь, это победитель прошлого фестиваля. Почини. О, похоже, у этого парня есть шанс. Мисс Нют, могу я пригласить вас на танец? А танец? Я не очень хорошо танцую. Все в порядке, я могу научить тебя. Почему я вдруг подумала о маленьком сокопчике? Это очевидно. Я не могу. В чем дело, принцесса Нют? Я сделал что-то не так. Парень, не падай духом. Сейчас уже не эпоха первобытных свердей. Не спеши. Все в порядке. Когда дело дойдет до финала, я буду заботиться о принцессе Нют и не позволю. Ни одному мужчине прикоснулся к ней. Черт, разве маленький сокопчик не собирается? Третий этап фестиваля героев. Гимн героев. День соревнований. Эй, вы, ребята, пришли достаточно рано. Маленький сокопчик. Хорошо. А сейчас будут мягкие и удушающие объятия. Когда все начнется, держись от меня подальше. Что? А как же обнимашки? Остань ее в покое. Я защищу тебя. Что тут происходит? Ты стала Ньют, Ньют стала Алисой, а Алиса... А где Алиса? Официальная резиденция семьи Роуз. Спальня Алисы. Что? Мисс Алиса, куда вы хотите пойти? Конечно, в академию. Сегодня начинается финал. Мастер Алис сказал вам не выходить сегодня на улицу. Что там? Привет. Даже если он мой брат, он не может ограничивать мою свободу. Уйдите, дороги. Мисс Алиса, пожалуйста. Мы не можем потерять эту работу. Очередной его грязный трюк. Я больше этого не вынесу. Я хочу спать. Но я не хочу, чтобы все были в моей комнате. Ты останется со мной. Остальные пусть охраняются дверью. Что? Да, хорошо. Ты знаешь, почему я выбрала тебя? Но, мисс Алиса, пожалуйста, не надо этого. Потому что у тебя такой же цвет волос, как у меня. Осталось только повернуть за угол и пройти через вестибель. Мисс Алиса, куда вы идете? Ты хочешь снова остановить меня? Остановить? Нет, это вульгарно. Старик просто считает некрасивым бежать таким жалким образом. Почему бы не победить старика и не уйти самым элегантным способом? Я не хочу этого, но мне придется. Мне очень жаль. Разве ты не активировал магический барьер? Почему ты не остановил мою атаку? Мисс Алиса, вы меня ранили. Я не могу помешать вам уйти. Спасибо, я слишком своенравна. Знаю, что есть опасность, но все же смело бросая вызов. Это самый элегантный способ. Мисс Алиса, пожалуйста, возвращайтесь с вами невредимыми. Ты никуда не пойдешь без моего разрешения. Сдавайся, Алиса. Финал фестиваля героев не имеет к тебе никакого отношения. Нет, я обязательно пойду. Ты не имеешь права так говорить. Тогда посмотри на мои навыки и узнаем. Брат, пожалуйста, не останавливай меня. Алиса уже может разрушить мой ледяной занавес? Хотела проскользнуть, но, к сожалению, ты недостаточно быстрая. Если ты не остановишься, ледяные иглы будут продолжать падать. Никто не может помешать мне участвовать в фестивале. Я больше никогда никого не буду бояться. Реакция неплохая, но жаль, что она не может угнаться за скоростью ледяных игр. Посиди там. Куда это ты смотришь, брат? Что? А может, отпустишь меня? Хочешь пройти? Тогда сначала увернись от ледяного торнадо. Брат, действительно применил ледяное торнадо? Это полномасштабная магическая атака. Я не смогу вернуться. Сдавайся, и я перестану атаковать. Даже если я превращусь в решету, я не отступлю. Я никогда не сдамся. Я хочу быть героем. Ха, вот же. Почему ты остановился? В этом мире бесчисленное множество героев. Но у меня только одна сестра. Что? Нет, я имею ввиду, ты не можешь участвовать в фестивале. Я добралась до третьего этапа. Я смогу. Я стану настоящим героем, как бабушка. Мир героев не так прекрасен, как ты думаешь. Ну и что? Я найду сердце Гудни и сделаю этот мир достойным настоящих героев. Откуда ты знаешь про сердце? Моя бабушка сама сказала мне. Она хотела, чтобы я нашла его. Ха. Ха. Иди. Что? Брат, ты меня больше не останавливаешь? Возьми этот кристалл. Раздави его, когда столкнешься с опасностью. И я появлюсь. И я защищу тебя. Брат. Иди переоденься. Люди из семьи Роуз не могут пойти на фестиваль. В одежде горничной. Хорошо, брат. Бабушка, то, о чем ты говорила. Оно начинается? Третий этап фестиваля героев вот-вот начнется. В финале будут участвовать победители предыдущих фестивалей. Андрея из человеческой расы. Новая одежда. Вот он, символ людей. Пачини из расы зверолюдей. Выходи за меня. Какой красавчик. Холт из расы гномов. Вау. Он весь в броне. Однако, похоже, Алиса не будет участвовать. Что случилось с Алисой? Она никогда не опаздывает. Теперь я объявлю всем правила финала. Вы будете телепортированы на открытую тренировочную базу Академии. Остров Мерла. Медаль героев спрятана где-то на острове. Первым, кто найдет и вернет ее, будет чемпионом. На острове Мерла нет никаких правил. Если вы столкнетесь с опасностью, вы можете сдаться. Это позволит вам благополучно вернуться в Академию, но также будет расстанироваться, как немедленная дисквалификация соревнований. И я хотел бы напомнить вам, чтобы вы никому не доверяли, включая жителей острова, а также ваших товарищей по команде вокруг вас. Брать с собой какие-либо личные вещи, включая собственную одежду, не разрешается. Телепортация начинается. К счастью, я успела прийти в тот момент, когда телепортация заканчивалась, иначе бы... Вот ты где, Алиса. Чего? Бесстыдник! Сорок седьмая глава. И, кстати, у нас сейчас как раз сорок семь. Продолжаем. Судя по карте, все семь человек, включая Лису, попали на остров. Хорошо. Что делать дальше, им решать? Все предыдущие фестивали проходили на острове Самэн. Почему на этот раз вы выбрали остров Мерло? О, в чем дело? Клэйн, в чем проблема? Остров Мерло – место изгнания преступников материка. Вот почему его называют Остров Греха. Извращенец! Почему ты голый? Алиса, а почему ты в одежде? И что насчет остальных? Посмотри сам. Почему все в одежде? Разве нам не сказали… Дурак, вспомни, что нам сказали. Что? Под конец я хотел бы напомнить вам, чтобы вы никому не доверяли, включая жителей острова, а также ваших товарищей по команде. А, так вот, когда началось испытание. Теперь все понятно. Могу ли я доверять тебе? Ты действительно лиса. Размер тот же, но он может быть поддельным. Здесь ветрено. Сначала дейся, глупый Белл. Какой знакомый удар. Разрешите представиться. Я друг принцессы Ньют, почини. Хотя нас всех попросили быть осторожными. Я все равно думаю, что мы все должны помогать друг другу. Давайте вместе найдем медали героя. Хм, оказывается, почини твой друг. Такой красивый. Я недавно познакомилась с ним. Похоже, ты не знаешь, куда попал. Остров Мерло. Это не маленький остров для отдыха. Это место ссылки для преступников. Читайте молитвы как можно скорее. Студент Академии, подойдите сюда. Я деревенский староста. Я здесь, чтобы принять всех по приказу главы Академии. Наконец-то человек. Я спрошу его, куда идти дальше. Нам же сказали никому не доверять. Разве это не ловушка? Студенты, не обижайте хорошего человека. Я действительно староста, назначенный Академией. В финале предыдущего фестиваля были администраторы. Мисс Алиса слишком много волнуется. Старик, если ты хочешь меня убить, то должен знать, одного или двух преступников мало, чтобы сокрушить меня. Ха-ха-ха-ха. Что? Староста вернулся. Да, и со мной несколько людей. Смотрите, река. Хм, это место кажется мирным. Это правда. То место, куда ссылают преступников. И что, чёт возьми, ему сказал Андреа. Тебе не кажется, что атмосфера немного странная? Для меня нет ничего, что можно было бы назвать странным. Вы должны быть голодны, верно? Это фирменное блюдо нашей деревни. Пожалуйста, наслаждайтесь. Хм, я и правда очень голодна. Принцесса, подождите минутку. Дайте мне её проверить. Как зельевар, я могу определить, не отравлена ли еда. Еда не отравлена. Можете и есть, принцесса. Спасибо. Староста, я слышала, что остров Мерло. Жестокое место, но он выглядит очень мирным. Так вот, какие ходят слухи. Но мы их сами создали. А, как это? Много лет назад, чтобы избежать войны, мы переехали с волшебного континента на этот маленький остров. И с тех пор мы живём такой безальтернативной жизнью. Но чтобы нас не беспокоили другие, мы объявили, что остров Мерло похож на ад. Поэтому, я надеюсь, что после того, как все студенты вернутся, они сохранят это в секрете, чтобы жители острова могли избежать неприятностей. Конечно. Оказывается, все эти слухи были ложью. Значит, на этом острове нет никаких опасностей. Все прячьтесь. На нас напали варвары. Варвары? Это аборигены этого острова. Им кажется, что мы захватили все ресурсы острова. Чего? Шоу наконец-то началось. Мерзкие людишки! Мы говорили вам, чтобы вы убирались отсюда! О! Отпусти! Отпусти меня! Если вы не выйдете, не уберётесь! Я выпью кровь этой женщины! Мы не можем сидеть на месте! Мы должны выйти и защитить жителей деревни! Принцесса Ньют, не паникуйте! Я защищу вас! Мне не нужна защита! Сейчас нужно защитить жителей деревни! Неужели это та самая опасность, о которой нам говорили? Финал настолько жесток! Белла, у меня есть план! Где он? Сдавайтесь! Вы не будете так обращаться с человеком противоположного пола! А? Откуда взялся этот ребёнок-демон? Ты думаешь, что я шучу? Я не думаю, что это шутка! Просто потому, что на этом острове... Я никому не доверяю! Сорок восьмая главушка... Такое отношение ты имеешь к этой женщине, парень! Это не так важно! Я просто вспомнил тех заклановцев, которых не мог защитить, о чём больше всего сожалею! Пойми, пацан! Я сегодня чей креветки не из твоего клана! И поскольку ты такой заботливый, когда я закончу с ней, ты будешь следующим! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Чего? Кто это? Это... Роксана? Я понимаю, что ты первый пришёл, но ты ничего не сможешь сделать, если будешь просто стоять! Блин, я опоздала, когда она успела выскочить! Маленький сукупчик! Я тоже помогу тебе! Даже ты? Ах, остановись! Не беги впереди меня! Принцесса Ньют! Это из-за того демона? Осмелившись напасть на мою добычу, ты провоцировал не того парня, демон! Принцесса Ньют! Почти не идёт, чтобы защитить вас! Жители деревни! Это герои из материка! Они помогут нам прогнать варваров и защитить нашу родину! Похоже, жители деревни срочно нуждаются в помощи! Я предлагаю всем сначала успокоиться и поговорить! Что? Говорить? Ты не видел, что они сделали? Мы должны помочь жителям! Хорошо! Поскольку принцесса Ньют сказала, что хочет помочь, я тоже обязан! Кто бы вы ни были, вы прибыли на этот остров, значит, вы захватчики! Я убью вас! Убить! 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 Не бойтесь, герои помогут нам! Вперед! Ах, специалист по сражениям! Разве ты не хочешь выйти и помочь? Я пришёл сюда только для того, чтобы получить медаль героев! Какое отношение ко мне имеет жизнь или смерть этих людей? Раз ты такой экспрессивный, почему ты здесь? Мы, гномы, никогда ничего не делаем без нагрода! Не надо! Принцесса Ньют, нам просто нужно защитить жителей деревни! Постарайтесь не... С меня хватит! Отбирайся отсюда, если не хочешь помогать! Что? Нет, принцесса Ньют, я просто... Герои! Прогнав этих демонов, вы сможете получить подсказки к медали героев! Ооо... Медаль героев? Значит, это просто задание третьего этапа? Подсказка? А правда ли это? В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы защитить жителей деревни! Подсказка к медалям? Теперь будешь действовать? Неважно! Даже если подсказки правдивая! Можем просто подождать, пока они их получат! Запах крови! Я давно его не чувствовал! Что? Теперь, демоны, герои, если так, просто убей меня! убей! Убей! Нет, это чувство долгого пребывания в пыле было пробуждено кровью! Кучка самодовольных ублюдков! Не мешайте нам! Остров Мерло это не то место, куда вам следует приезжать! Как ты хочешь умирять! Активирован фактор очистки магии? 49-я глава. Вы с материка все одинаковые! Убей! 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 Давай, убей его, и я дам вам подсказки! Так, так, так как ты хочешь умереть? Умоляй меня пощаде, я убью тебя быстро! Сначала я не хотел двигаться, но я действительно не мог на это смотреть! Ха, так затягивать с убийством? Вот почему я не буду извиняться перед мусорной расой! А, лидер мертв! Бежим! Отступаем! Да, мы победим! На протяжении тысячелетий фактор отчистки никогда вот так не активировался! Это из-за перерождения? конечно же, фактор отчистки активируется! Это скрипт, который был прописан очень давно! Старик, где ключ к медали героев? Да, я все покажу! Герои, вот оно! Информация о медали героев находится в этом колодце! А почему этот камень такой тяжелый? Нет, не думаю, что ты так сможешь его подвинуть! Принцесса Ньют, пожалуйста, отойдите, позвольте мне использовать магию! А почему ты везде? Что? Что происходит? Разве его нельзя переместить с помощью магии? Никакой пользы! Это не камень! Что? Это печать! Печать? Разве не все печати магические? На нем ведь должны быть следы проклятия, верно? Верно! Много лет назад я слышал, что на этот камень наложили печать! В то время ходили слухи, что потребуется магия семи героев, чтобы снять эту печать! Семь героев? это совпадение! Так чего мы ждем? Давайте попробуем! Мы еще не знаем, что там внутри, так что лучше не действовать опрометчиво! С точки зрения прибыли, на вещи в колодце стоит смотреть! Если бы нам хотели причинить фред, не придумывали бы такой неприятный способ! Что ты об этом думаешь, глупый был? Не волнуйтесь, просто разнесем все парной культивацией, как обычно, и я отказываюсь! Принцесса Ньют уже занималась культивацией с этим демоном! сломалась! А? И где медаль героев? Чего? Вау, как красиво! нас одурачили! Что? О чем ты говоришь? Старост вы чего? хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! вам, ребята! После стольких лет к нам наконец-то вернулись наши силы! Вот жублюдок, ты использовал нас, чтобы... Кто-то, черт возьми, такой. Прошло время вернуть то, что принадлежит нам. Судя по магической силе, должны быть вы из континента Пулис. Заключенный. Хе-хе, давно я не слышал этого названия. Вы все спланировали, заставили нас убить местных и сломать печать. Хе-хе, не зачем планировать, достаточно просто убить пару маленьких волосатых варваров. Ты не боишься, что магический континент снова запечатает вас? Когда мы найдем то, что вы называете медалью героев, материк никогда не сможет запечатать нас. Другими словами, так называемая медаль героев – это не значок? Верно, эта штука находится на территории варваров. Если бы материк не запечатал нас, она давным-давно была бы у нас. Похоже, третий этап полностью пропитан ложью. Прежде чем уйти, я должен разобраться с теми, кто нам мешает. Прощайте! Пятидесятая глава. Прежде чем уйти, я должен разобраться с теми, кто нам мешает. Ты уверен, что все эти люди заключенные? В них ничего не изменилось. Каждый, кто стоит перед вами, профессионал уровня героя. Если вы мне не верите, выберите одного из них и проверьте. Интересно. Я приму твое предложение. Ты с луком. Да, ты. Иди-ка сюда. Чего? Если все, я пойду. Мне еще готовить нужно. Эта сила, как у героев, которые вели крестовые походы против меня. Герои сражаться один на один или группой. Это ваш выбор. Заключенные обладают более сильной магической силой, чем обычные герои. Теперь у них численное преимущество. И они боятся. И они боятся. Нам будет трудно победить. Зверолюди никогда не сдаются. Починят ты трусу. Принцесса. Почему бы нам не сдаться? 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 Ты трусу. Смешно. В моем словаре нет слова сдаться. Этот человек кажется жестоким и высокомерным. Но он мужчина. Но я могу капитулировать, верно? Чего? Капитулировать? Это он называет не сдаваться? Если использую слюну дракона, восстановлю магическую силу до 50% на короткое время. И я легко разберусь с ними. Но я не знаю, выйдет ли магическая сила из-под контроля. Но если я использую парное культивирование с Алисой, то умру первым. У нас большое количество людей. Почему мы должны принимать вашу капитуляцию? Как только вы прибыли сюда, вы могли бы с легкостью уничтожить всех варваров. Однако, долгое время вам это не удавалось. Но вместо этого вы привлекли внимание материка. В результате чего ваша магия была запечатана. Можно сделать вывод, что в стране варваров есть силы, которая может сдержать вас. Так что вы не смогли полностью уничтожить варваров, верно? Интересно. Но какое это имеет отношение к вашей капитуляции? То, что это демонстрация силы имеет значения, только если вы не хотите нас использовать. В таком случае, ваш выбор должен быть очевиден, верно? Конечно. Последуй за сильной командой. Это принесет наибольшую прибыль. Они уже слились. Мы же должны выстыть. Принцесса Ньют, я поддерживаю вас. Ты права. Мы уже причинили вред фарварам. Мы больше должны помогать им. Белл, что ты об этом думаешь? Я выбираю сдаться. Ты что, в трусы заделался? Белл, что с тобой почему ты так решил? Принцесса Ньют, что вы делаете? Нам уже не хватает двух человек. Каковы шансы на победу? Как вы найдете медаль героев, если погибнете в бою? Что вы думаете об этом? Пока вы носите эту золотую рубашку, символизирующую остров Мерло, вы наши! Это всего лишь тактика. Мы сможем побольше узнать о них и найдем медаль героев. Золотая ракушка? Что ты думаешь? Просто убей их! Нет, перестань. Внезапно стало... Плохо! Белл, Белл! Проснись, идиот! Что? Это? Они сказали... Они связали нас и сказали, что собираются отдать варварам в качестве извинения за их грехи. Варварам? Но почему? Потому что отныне похищением и убийством варваров будете заниматься вы семеро. 51 глава. Ты потащил детей, но не связал их? Ты настолько глуп? Они уже накачаны наркотиками, очнутся они уже там. Зачем их связывать? Я дам вас варварам в качестве извинения. Когда придет время, вы воспользуетесь возможностью проникнуть на священную гору Мерло. И украдете у варваров священную реликвию. Кинжал Сердца Моря, который вы называете медалью героев. Сердце... Моря? Пацан, этот клинок создан богом с несокрушимо острым лезвием. И самое замечательное, что внутри кинжала течет прозрачная голубая жидкость, совсем как море. Отец, ты действительно знаешь, где медалью героев? Я тебе не отец, не называй меня так. Вы не боитесь, что мы варвары объединимся и атакуем вас? Вы уже были отравлены демоническими червем. Вы уже были отравлены демоническим червем золотой ракушки. Без моего противоядия ядовитый червь будет сжирать ваш мозг, и вы умрете через 72 часа. Это ужасно. Ты презренный старик. И я прокляну все, что касается тебя. А? Ты ужаснее, чем я. Теперь, когда твоя магическая сила восстановлена, почему бы тебе просто не отправиться к варварам и не забрать кинжал? А? Это магический барьер? Верно. Гора Мерло защищена магическим барьером. Пока вы здесь, магия не сработает. Вот почему, когда придет время, вам нужно будет сражаться в рукопашную племя варваров. Папа! Мама! Дети, наконец-то вы вернулись. Уважаемый и мудрый король варваров, я специально приехал, чтобы извиниться перед вами. Старый деревенский староста, ты, должно быть, забыл о соглашении о ненападении, которое мы подписали в первые годы, верно? Ты похитил наших детей и убил моих людей! Что ты скажешь на это? Ваше величество, король варваров, успокойтесь. Я нашел виновных. Они сделали все это. Эти люди с магического континента вынудили нас похитить детей, спровоцировали конфликт между нами и хотели воспользоваться ситуацией, чтобы завладеть кинжалом сердца моря. У тебя нет магической силы, как ты смог их поймать? Я воспользовался возможностью сообщить об этом на магический континент. И с помощью континента они были схвачены. Пусть с ними разбирается король варваров. Какой тупой план? Он думает, что они идиоты? Неужели ты думаешь, что я поверю тебе только из-за этих нескольких слов? Хотя варвары не хитрые племя, мы тоже не глупые. Говори, вы это сделали? Конечно же нет. О, он что, забыл, что у него в голове червь? Конечно же, вы сделали это. Никто не будет настолько глуп, чтобы признать, что он совершил плохие поступки. Итак, вы, должно быть, сделали это. Его величество, король варваров, действительно модер. Что это за выход такой? Племя варваров. Ночь. Эй, мы тут уже целый день. Не могли бы вы дать нам что-нибудь поесть? Вы скоро умрёте. Зачем вам еда? Ага. Спасибо тебе, сестрёнка. Что ты делаешь, маленькая дрянь? Ты осмелилась дать ему еду этим людям? Я просто вижу, что они неплохие. Эй, не будь так груб с маленькой девочкой. А маленькой девочкой? Она выглядела так сто лет назад. Но она просто низший вид, который так и не вырос. Она бессмертный низший вид. Так вы относитесь к другим расам, да? Обеспокойтесь лучше себя. Время пришло. Отведите их в горы и воздайте почести богам и зверям. Да, сэр. Украдите у варваров священную реликвию кинжал сердца моря, который вы называете медалью героя. Почему вы все носите зелёные шляпы? Это цвет, который символизирует удачу. На вершине горы Бога Мерло есть своего рода яд хаоса. И только зелёная шляпа из трав может противостоять этому яду. Тогда где наши шляпы? Зачем? Мертвецам одежда. Вы что, совсем тупые? Какой сладкий цветочный аромат. Что-то не так. Тут нет цветов. Это... Какой приятный ветерок. 52-я главушка. Бэл, я чувствую себя странно. Неужели это яд хаоса? Тогда ньютер Оксана. Маленький суп-купчик. Давай, пришло время наказать меня. Ну, конечно. Ты ведь давно хотел это сделать, верно? Давай, хватит терпеть. Даже Роксана стала странной. Если это так, то мужчины... Что за... А теперь главное событие! Превратить вас в пепел и принести жертву великому зверю-защитнику гор! Ты сейчас поджаришься, а будешь и дальше терпеть! Умеешь ты выбрать время? Ваше величество! Этот парень самый красивый! Давайте начнем с него! Я согласен! Начинай! Я, конечно, знал, что мое лицо меня погабит. Ты так и будешь это терпеть? Ты ведь сейчас горишь! Ну же, позволь мне помочь! Ты просто фактор моего тела! Думаешь, я склонюсь к безумию? Фактор безумия! Не переоценивай себя! Я честь тебя! Я король демонов! Белл! Белл! Рокси, давай повеселимся и сыграем во взрослую игру! Как видит его Роксана! Но мне только в этом году исполнилось 18! Я не такая взрослая! Очнись! Тебе 1180 лет! Дядя Рокфилд? А только что порыв ветра был полон токсинов! Верно! К счастью, этот токсин компенсируется духом! Я могу помочь тебе очнуться! Просто сдайся, и я спасу тебя! Как самонадеянно! Я лучше сгорю заживо! Ты не сможешь контролировать меня! Откуда его теле? Магическая сила! Или это? Магический фактор очищения? Похоже, что магический фактор своего рода элемент черной магии, и ее нельзя подавить магическим барьерам! Что? Его дыхание фактора утихло? Нет! Белл подавляет его! Очинись! Так будет лучше! Отдай тело королю! Я хочу, чтобы ты знал, кто настоящий король! Ваше Величество! Хотя она и уродлива! Она все же женщина! Не жаль ее сжигать! У нее даже нет груди! Какой от нее смысл? Я убью вас! Черт! Я не могу просто умереть здесь! Если Белл не хочет использовать силу магического фактора, остается только одно! Белл! Я хочу... Прикинуть... Прикинулся отравленный! Он ничего не узнает! Не объяснили, что самый быстрый способ и взлечь магический фактор это... Прямое высасывание изо рта в рот! Точно! Можно использовать парное культивирование! Эта магия не принадлежит никакой магической системе и она не может быть заблокирована барьером! Но для ее активации нужно удовлетворить внутреннее желание! Роксана, ты готова вложить в свое сердце то, чего больше всего желаешь? Я готова! Что? Но я еще не спросил о ее внутреннем желании! Ваше величество, смотрите! Это магическая энергия! Как это возможно? Что это? Бежим! Бежим! Что? Моя шляпа? Ваше величество! Это душераздирающее чувство! Что? Не подходите! Король боится боли! Ваше величество! Не убегайте! Будьте... Совсем... Будет совсем не больно! Это было великолепно! Что происходит? Только что! Это не парное культивирование! 53-я главушка... Это была не магия парного культивирования, а Роксана! Она излекла магический фактор очищения! Извлекла меня? Перестань шутить! Ее тело недостаточно сильное, чтобы контролировать меня! Она сделала это, чтобы дать мне возможность контролировать ее! Я никогда раньше не сталкивался с ней! Откуда Роксана могла знать о магическом факторе очищения? Судя по ее памяти, она много чего знает! Включая твое убийство! Она уже знает кто я! Похоже, эльфы до сих пор не отказались от своей одержимости мной! Но не волнуйся! Теперь она моя марионетка! В конце концов, мы с тобой сосуществуем! То, что не так с телом короля демонов, не идет ни на пользу! Теперь, когда у тебя новое тело, почему ты так жаждешь мое? Я все еще в твоем теле! Эта марионетка не сможет долго носить честь меня! Это только вопрос времени, когда она сломается! Мне так жаль, что ты все еще внутри меня! Итак, перейдем к делу! Если ты не будешь соблюдать мои условия, она погибнет из-за тебя! Что за? Попытка извлечь тебя и ее вина, а не моя! Что? Она тебе совсем безразлична! Ну, раз тебе все равно! На тело этой девушки! То, что насчет нее! Если бы не я, ты все еще был бы связан, как она! Ну, так что насчет нее? Эта женщина связана с тобой? Она просто знакомая! Идиот! Ты не можешь останавливаться без моего разрешения! Слушай, идиот Белл! Не проигрывай! Пока не увидишь меня! Да, она ведь просто человек противоположного пола! Когда это началось, я действительно беспокоился о ее безопасности! Что? Так она тебе не безразлична? Что? Стой! Мне так повезло, что я выбрал правильный вариант! Ты действительно трос! Ты больше не демон, который когда-то игнорировал все и не поддавался влиянию эмоций! Перестань не стечешь! Скажи свои условия! Все очень просто! Я хочу разделить с тобой контроль над телом поровну! Нет! Самое большое! Мне 60 процентов! Тебе 40! По рукам! Че? Так быстро! И еще одно! Теперь, когда контракт заключен, нет необходимости привлекать других людей, верно? Да! Выйди из тела Роксаны! Это зависит от твоего отношения к выполнению контракта! Что случилось только что? Я потерял сознание? Магический фактор очищения извлечен? Все в порядке, Роксана! Что? Зверь? Кажется, что ой доносится с вершины горы! Зверь? Не могу вспомнить такой крик! Я чувствую себя такой слабой! Что случилось? Варвары почему не ушли? Кажется, я от хаос отступил! Это связано со зверем? Маленький сакупчик! Я так рада, что ты цел! Когда то все! Разрезаться и спуститься вниз! Ньют! Прикритит разврат! О! Принцесса Ньют! Я так рад, что вы целы! Но с другим мужчиной! Я чувствую, как в мое тело вливалось сила, которой у меня никогда раньше не было! Но я не могу найти и следа, что только что произошло! Ха-ха-ха-ха! Нам действительно повезло! Варваров, похоже, отпугнули звери! Пора браться за дело! Поднимайтесь в гору! Вершина горы Мерло! Мы достигли вершины, но здесь ничего нет! Раньше на полпути к вершине горы был колодец! Неужели мы пошли не в ту сторону? Карик донесся снизу! Возможно ли, что божественный зверь охраняет кинжа морского сердца здесь внизу? Но здесь нет прохода, и мы не сможем спуститься вниз! Ха! Кучка идиотов! Если входа нет, просто создайте его! Ты чего? Я забыл, что тут не работает магия! И ты назвал нас идиотами? Подождите! Кажется, тут каменная табличка! На ней что-то написано! Хм... Что это значит? Мужчина и женщина! Мужчина и мужчина! Женщина и женщина! В книге говорится, что появление таких символов означает объятие любви! Они хотят, чтобы мы обнялись! О! Такая же книга, как у меня! Хм... Я буду обниматься с сукопчиком! Что? Меня это не волнует! Обнимайся с кем угодно! Тогда я, скрипя сердцем, объединюсь с тобой! Я тебе не проиграю, Ньют! Что? О чем ты говоришь? Мои шансы тоже скоро подрастут! А вот это вряд ли! Пятьдесят четвертая главушка! Роксана, ты в порядке? Не пойми меня неправильно сейчас! Как поцелуй, это последнее средство! Похоже, что магический фактор очищения покинул ее тело! Кажется, другого выбора нет! Что? Родина Грода, другого выбора нет! Ай! А я принцесса Ньют! Я... Хм... Это сработало? Это... Мы упали в яму? Где мы находимся? И не волнуйтесь, принцесса Ньют! Куда бы ты ни пошла, я буду защищать тебя! На вершине горы было такое место? Что это за маяк? Давайте просто посмотрим! А тут ничего нет! Почему же до сих пор слышен крик зверя? Узор на полу! Похоже, придется подняться наверх, чтобы все выяснить! А-а-а! Бегите! А-а-а! Скорее! Бегите! Узор на полу! Это... Зверь! А-а-а! Он слишком уродлив! А-а-а! Что он делает? Он вообще понимает людей? А-а-а! Я вспомнил! Я видел его в старой книге! Это морское существо из до магической эпохи! Может слушать слова людей! Ему нравится слышать комплименты! А-а-а! Это монстр из до магической эпохи? Как он сможет понять современный язык? А-а-а! Перестаньте нести чушь! Поторопитесь и похвалите его! А-а-а! Монстр, ты не такой мерзкий и сексуальный! Что ты вообще несешь? Но... IQ зверы людей не очень высок! У-у-у-у-у-у-у-у! А-а-а-а! Смотри, ты гневаешь его еще больше! Это не входило в мои планы! Он сжимает сильнее, чем раньше! У-у-у-у-у-у! Даже если я не могу использовать магию, я никогда не умрою у лобок топого осьминога! Иди ко мне, маленький Марука! У-у-у-у! Что? Что ты тут строил, Марушка? Как ты это сделала? Неужели он такой маленький? Это осьминожий шарик. А то, что вы ищете, находится наверху. Осталось не так много времени. О чем ты? Ахахаха, значит медаль героев уже недалеко. Я думал, тут будет медаль героев, а тут пустая спальня. Это больше похоже на гробницу. О, тут книга. Я хотел бы посвятить эту книгу, мои дорогие. О Диане подписано. Хелс. Основатель Ремаги? Это легендарная фигура. Ходят слухи, что он превратил магию своей жизни в 10 коротких мечей, разбросанных по всему миру. Может ли быть, что кинжал Сердца Моря, который мы ищем, это легендарный кинжал Хелсу? Но, принцесса Ньют, тут ведь нет никаких следов кинжала. Лестница снаружи ведет только к этой двери. Кроме этой каменной кровати и каменного зеркала, никакой потайной двери нет. Может, тут есть другие комнаты? Нет, здесь есть еще одна комната. Прямо в зеркале. А как в нем может быть женщина? Пятьдесят пятая главушка. Это кинжал Сердца Моря? Она собирается... Подожди! Я в зеркале? Пространство в зеркале? Женщина, ищущая смерти. Что это? Эй, почему я не могу выйти? Лиза, ты в порядке? Нужно сначала выйти, а потом разговорить. Нужно сначала выйти, а потом и разговаривать. Он исчез? Ну, у меня нет выбора. О, что такое? Орден Героя! Нет, кинжал Сердца Моря! Покажи его нам! Разве ты не видел? Он исчез у меня в руках. Все, что мы видели, это женщина, убивающая себя. Что? Они не видели, что произошло? Если ты не снимешь одежду, боюсь, тебе будет трудно доказать свою невинность. Я давным-давно говорила тебе, что если ты будешь одеваться, как я, то никто тебе не усомнится. Их, вы должны мне поверить, у меня действительно нет кинжала. Он исчез до того, как я вышла. Посмотрите в зеркало. А, снова появилась та же сцена, что и раньше. Похоже, кинжал Сердца Моря все еще находится там. Если мы сможем войти, помешаем ли мы? Судя по ситуации, вдвоем ходить запрещено. Кто хочет войти и попробовать? Извините все, кинжал Сердца Моря принадлежит мне! Женщина, не бойся! На мышцы брата ты можешь положиться! Что за... Сестра, не могли бы мы немного поговорить? Сколько мумлет, сколько человек в семье. Вы занимаетесь сельским хозяйством. Как зовут ваша мать? А, чего? Если вы хотите покончить с собой, рекомендую использовать нож в моей руке. Он острый, но не толстый. Гарантирую, с этим ножом вы умрете счастливой. Давайте поменяемся. Не сработало! После попыток других. У меня тоже ничего не получилось. Остается только Англопый Белл. А, моя сила Джо не удержала ее. Какие шансы у простого демона? Действительно. Нынешние демоны отличаются от прошлых. Не говоря уже о том, что здесь нельзя использовать магию. Эй, вы чего себе позволяете? Глупый Белл. Придумай способ. Хм, хотя я не видел ее лица. Я все равно чувствую, что она красивая. Вот же, ты. Вот же, ты не запоминаешь лиц девушек, а только их груди. И ты действительно думаешь, что знаешь, что такое красота? Перестань нести тёж. Ты можешь использовать магию. Использовав мое тело, чтобы вылечить ее. И забрать кинжал. Проще простого. Отдай мне контроль. Я покажу тебе, на что способен. О, чего? О, чего? То, что представлено в этом зеркале, это не магия, а объективный факт, который когда-то произошел. Это нельзя изменить. О, для чего это всё? Женщина, должно быть, покончила с собой из-за Хелса. И он сожалел об этом. Поэтому он использовал это место, чтобы запечатать цену самоубийства. То, что мы увидели в зеркале, должно быть последним разом, когда Хелс видел женщину. Даже если ты прав, что с того? Разве ты всё ещё не можешь достать кинжал? А, кто сказал, что я не могу получить его? Ха-ха-ха, я же говорил, что даже я не могу забрать его. Как может справиться какой-то демон? Всё, потерпели неудачу. А что же дальше? Идиот, что ты делаешь? Маленький сукупчик. Если зеркало будет разбито, у нас не будет ни малейшего шанса. Идиот, посмотри, что ты наделал. Кинжал? 56-я главушка. Так, предпоследняя на сегодня. Это кинжал? Откуда ты знал, что он там? Эта женщина тебе сказала? Зеркало показывает последнюю сцену встречи Хелса со своей возлюбленной, которая должна быть очень важна для него. Эта картина должна заставлять люди разочаровываться снова и снова, пока они, наконец, не откажутся от кинжала. И страх потери заставляет тебя не разрушать зеркало. Таким образом, последние воспоминания и кинжал могут быть сохранены. А? Что происходит с землетрясения? Если кинжал будет потерян, вся священная гора падёт. А что? Быстрее, уходите. У меня есть способ. Всё, немного. Быстрее, уходите. У меня есть способ. Всё, немного. Продержать. Но, хотя это и неуместно, но, что если мы снова столкнемся с едом хаоса в горах? Как только священная гора падёт, ничего связанного с ней больше не будет существовать. Эти люди варвары? Герои, куда вы так спешите? Засада! Я был неправ. Это всё моя вина. Я был слеп. Я не знал, что вы герои, которые могут победить зверей. А? Ваше величество, вы сильно ранены, вам нельзя наклоняться. Падение вершины горы должно быть вызвано героями, которые получили кинжал морского сердца. Как только кинжал покинет священную гору, магический барьер исчезнет, и мои люди будут уничтожены. Извините, мы ничего не знаем. Мы сбежали из-за оплазня. Что вы делаете? Вы хотите умереть здесь? Мы не знаем, сколько времени у нас осталось, не так ли? А? Что нам теперь делать? Если варвары действительно в опасности, виновниками будем мы. Сначала спустимся с горы, мы должны выжить, прежде чем сможем найти выход. Маленький суккупчик прав. Давайте сначала спустимся с горы. Вот и все. Что? Мы действительно собираемся отдать им кинжал. Если мы не отдадим кинжал, мы умрем. Откуда ты знаешь, что этот старик действительно отдаст нам противоядие? Мы все еще можем выйти из игры с медалью героев. Наивная. Выйти из игры таким образом значит сдаться. Ты можешь уйти сама, но не заберешь медаль героев. Согласно правилам, выиграть может только тот герой, который успешно пройдет с медалью героев, когда откроются морские врата. Верно. Но никто не знает срок открытия врат, а до этого я обязательно останусь живым с кинжалом. Все хорошо. Кинжал исчез. Что? Как кинжал мог исчезнуть? Да, этот тупой качок украл кинжал. Отец, я принес к тебе кинжал. Он зовет... Он зовет его отцом? Он что, его слуга? Кинжал сядет в море. Сила океана собрана в нем. Да, магическая сила восстанавливается. Я чувствую себя намного лучше. Другими словами, магический барьер... Он исчез. Охо-хо-хо. С этим кинжалом я смогу больше не бояться магического континента. Поздравляю, но мой отец кажется забыл одну вещь. Ты говоришь о противоядии? Отец мудр, кинжал был получен мной в одиночку. Вам нужно только дать противоядие. Ах-хо-хо-хо. Твой эгоистичный, наглый и бесстыдный стиль мне по душе. Спасибо, отец, за ваш комплимент. Но я обещал противоядие вам всем и вы его получите. После приема этих лекарств возвращайтесь в свою магическую академию. После принятия противоядия. без богсловения кинжала священная гора вот-вот рухнет. Скорее, бегите! Помогите! Черт, если так будет продолжаться, пойдет не только священная гора, но и весь остров будет разрушен. Магическая сила восстановлена, мы должны остановить это. я не оставлю это так. Неужели ты думаешь, что-то, что я тебе дал, настоящее противоядие? это просто сахарная пилюля, чтобы стабилизировать вас. Я позволю тебе вернуться в магическую академию, а ты все еще хочешь ловить рыбу в мутной воде? Черт, старик, как ты смеешь играть со мной? Сын мой, этот яд нельзя нейтрализовать. Что? Кто вам так и сказал? И 57 глава. Последний на сегодня. Так что, друзья, не забудьте поставить лайк под видосиком, а еще, если кто-то захочет поддержать канал, вы оставите сделать это на стриме. Продолжаем финальная глава на сегодня. Так, сейчас что-нибудь выберем где песняка. А? Кто ты? Когда я избавлюсь от яда, ты узнаешь. что это? Откройте рот. Разве жуки не проникли внутрь через уши? почему лучший способ детоксикации через рот? Со мной все в порядке? Я чувствую себя замечательно. Хочу от тебя, детей. Спасибо за десяточку. И за то, что считаешь меня лучшим. Ну еще бы с таким таником. Спасибо. Невероятно. Я в порядке. А что такое? Это так расслабляет? Я тоже в порядке. Как это возможно? Согласно легенде, есть только один человек, который может вывести яд на... морская ведьма, Круна. Кто ты? Зачем помогла нам? Меня зовут Круна, но вы также можете называть меня Сяомань. Круна легендарная ужасающая девушка, морской демон. Ты Сяомань? Ты Сяомань? Размер. Что ты думал, грязный извращенец? Я просто хотел подтвердить. Пожалуйста, хватит. В клетке вы заступились за кого-то, кого вы никогда не встречали. Это было в первый раз за долгое время. Ты ведь Сирена, что ты тут делаешь? Верни им кинжал, и ты, и твои люди смогут уйти. Кинжал одинаков для всех, почему его нельзя отдать мне? Потому что вы уничтожите весь остров и уйти и всех. Ха-ха-ха, закон джунглей, есть закон джунглей, ну и что, что ты, сирена? Подойди и забери, если получится. творящие зла не имеют прав жить. Помни ощущения от безнаказанных убийств. надеюсь, ты размялся, старик. Ведь я только разогреваюсь. Этот парень действительно студент, он довольно силен. Надеюсь, этого будет достаточно. Думаете, какие-то студенты победят? Не недооценивайте нас. Я Энда. Я знаю, что твоя магическая сила восстановилась на 20%, но даже в этом случае она не так хороша, как у этих парней, верно? Даже если они сильнее, чем герои, с которыми я сражался, то их магический контроль должен быть ниже моего. У меня все еще есть шансы. Девушка демона моря, стоящая перед кинжалом, который собирает магию океана, тоже ошеломлена. Когда магический барьер полностью исчезнет, магическая сила кинжала может быть поглощена. Кинжал должен быть вовращен до этого. Она заслуживает того, чтобы быть девушкой демоном. Море в этом что-то есть. Посмотрим, где ты спрячешься. Кинжал не победил в морской среде. Что ты что бы ты ни делала перед этим кинжалом? Кинжал исчез. кинжалом? Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова